Мечта букиниста Мертвая. Друзья, давайте будем жить, И склизких бабочек душить, Всем остальным дадим пороже, Ведь жизни смерть одно и то же, А. Гуницкий. Косые струи дождя Били в грязное оконное стекло гостиничного номера, Оставляли на нем мутные разводы. Винни Лупо, Восемнадцати лет от роду И пару часов от смерти, Лежал на полу и тупо смотрел В гостиничный потолок. Слов не было. Их просто не стало. А те люди, нелюди, Что находились рядом, Тоже от чего-то не торопились Расплескивать красноречие. Молчание давило. Потому что ты. Умер. В первый момент слова мага, Лорда Мессера, Показались какой-то удивительно глупой шуткой. Захотелось сказать не смешно И громко рассмеяться. Но только на секунду. Уже в следующее мгновение Мелькнула трусливая мысль, А вдруг не шутка? Ты. Умер. Звучал в голове оглушительным набатом Тихий голос Мессера. Не может быть. Произнес он это вслух, Или только подумал. Еще мгновение и страх накатил Липкой ледяной волной. Прокатился по спине могильным холодом, Ворвался внутрь. Винь не почувствовал, как что-то оборвалось. А потом сердце заколотилось часто-часто, С перепугу судорожно гоняя кровь. Нет, не почувствовал, хотел почувствовать. А вместо этого понял только, Что сердце не бьется. В груди тихо и холодно, Как в пустом заброшенном погребе. Ты умер. Он хотел заплакать, но слез не было. Он хотел закричать, но крик застрял в глотке И так и не смог пробиться наружу. Он хотел вскочить и убежать, Но тело не послушалось. Хоть он и лежал на полу, Тело словно бы продолжало плыть По той реке, которая несет куда? От жизни к смерти ты умер. И снова волна страха. И снова холодная, Недвижимая кровь. И холод внутри. И ничего, кроме холода. Страх, паника, ужас. И все это снова и снова Тонет в холоде. Ты умер. И что теперь? Теперь всегда будет так холодно? Что теперь будет? Кто он теперь? Вопросы забились, как жилка на виске. Нет, плохое сравнение. Жилка на виске у него теперь Никогда не трогнет. Не шелохнется. Почему? Потому что он, Винни Лупо, Умер. Как это могло случиться? Ему 18, он молод. У него вся жизнь впереди. Он мог бы работать В Министерстве жизнеобеспечения. Что ему мешало доучиться И получить должность? Дурацкий пьяный спор. Из-за девчонки, О которой он ни разу с тех пор И не вспоминал. А потом. Что помешало вернуться? Гордыня. Желание пойти куда-то И узнать что-то о новом мире. И это желание прикрывалось тем, Что в городе за много дней пути От того места, Куда он попал из родного Витана, Кто-то что-то мог знать Об этом самом Витана. Ерунда. Никто здесь ничего знать не мог. Надо было искать там, на болоте. Но ведь он хотел не просто вернуться, А вернуться героем. А здесь, За много дней пути От того места, Куда он попал из Витана, Он видел человека из Витана. Следопыта. Разве это не странно? И что же? И что теперь? Ничего. Восемнадцать лет Прекрасный возраст, Чтобы задуматься О собственной жизни. И подумать о смерти тоже, Особенно если ты уже умер. Смерть — это повод повзрослеть. Кто он? Что он здесь делает? Кто эти люди вокруг? Ущипните меня. Проговорил Винни. Кажется, вслух. Дерек не отреагировал. Вампир сидел с таким отрешенным видом, Как будто помер он сам, А не Винни. Мессер с Наной переглянулись. Волчица покачала головой. Старик протянул костлявую руку в перчатки. Пальцы стиснули кожу юноши, Которая уже начала приобретать сероватый оттенок. — Больно! — Винни расплылся в робкой улыбке. — Если бы я умер, мне бы не было больно. — Это остаточное, — горько проговорил Мессер. Когда у человека отхватывают руку, Он еще какое-то время продолжает ее чувствовать, Хотя руки уже нет. То же самое и здесь. Тебе кажется, что ты чувствуешь боль, А на самом деле ее нет и никогда не будет. Ты умер. Тебе кажется, что ты чувствуешь боль, А на самом деле ее нет и никогда не будет. Никогда! От этого никогда захотелось бежать, Бежать немедля, сломя голову. «Я ухожу!» Винни вскочил на ноги. Вернее, попытался вскочить. Не получилось. Непослушное тело извернулось странным образом, вскинулось к верху, но столь же стремительно рухнуло обратно вниз. Причем сделало это столь неудачно, что Винни хорошенько треснулся головой об пол, и осознание происходящего обрушилось в спасительную, бездумную, непроницаемую темноту. Сравнить эффект от пойла, которое хлестал Петра с алкогольным опьянением, было бы затруднительно. Они походили друг на друга не больше, чем сама сивуха на алкоголь, а мертвяк на живого человека. Тем не менее, хоть пойла не будоражила кровь и не туманила мозги, а что-то такое от него в мертвом теле упыря происходило. Что-то такое безрассудно смелое, сумасбродно разудалое рождалось от него внутри. Во всяком случае, если бы не эта бурда, которой упырь успел нахлебаться сверх меры, Петра вряд ли бы остался сидеть возле стойки бара, едва почувствовав присутствие этого человека. А уж увидев его, постарался бы поскорее сбежать. Но поскольку мертвяк уже успел набраться, человеку удалось незаметно войти в кабак, беспрепятственно добраться до стойки и сесть рядом. Умение быть незаметным было у человека профессиональным. Лысый господин сделал неопределенный жест рукой, непонятный любому стороннему, но только не бармену. Тот кивнул и метнулся к бутылкам. Через полминуты на стойку между Петра и неприметным лысым господином в очках грохнулись две кружки. В одной пенилось пиво, в другой бултыхалась муть, которой уже пару часов к ряду закидывался у пыль. Отхлопнувший по стойке дозы упырь вскинул мутный взгляд на невзрачного господина и нагло усмехнулся. «Чего надо?» — довольно беспардонно спросил он, сам поражаясь своей смелости или безрассудству. «Хотел предложить выпивку и денег». Человек говорил отстраненно и с той же отрешенностью смотрел. Но не на Петра, а на медленно опадающую пенную шапку своей кружки. Казалось, пена ежилась и спешила спрятаться от его взгляда. И это подействовало на упыря куда сильнее, чем угрозы и прямой взгляд. Внутри похолодело. Он почуял, что вместе с пеной ежится и оседает эйфория, что охватила его от выпитого. «Предложил». Услышал он собственный голос, тоже просевший и потерявший накал. «Дальше что?» Человек повернул голову и улыбнулся. Так могла улыбаться акула. «Еще не предлагал. И еще подумаю, стоит ли». Больно ты разошелся. «Может быть, вместо того, чтобы предлагать деньги тебе, стоит предложить тебя патрулю?» Петра вздрогнул. Пена на кружке с пивом держалась явно лучше, чем он. «Меня не за что сдавать, патрулю. Я ничего не сделал». «Ничего». Улыбка лысого господина стала шире. Перед глазами у Петра пронеслись последние месяцы его мертвой жизни. Собирательство на болотах. Странная троица, встреченная в деревеньке. Не менее странный парнишка, стычка с разбойниками. Нет, законов он не нарушал. Ничего не нарушал. А прошлые грешки, взять хоть жену того сумасброда с ружьем. Ну да, поразвлекся он с ней. Но ведь нет никакого закона, который препятствовал бы прорастанию рогов на головах мужей. А кошелька его он точно не трогал. Так же точно, как не трогал тех разбойников на заброшенной железной дороге. Что еще? Показал кому-то, где остановился паренек, взявший его на поруки. Так это тоже не возбраняется. И брать деньги в благодарность за помощь тоже не противоречит закону. Ничего, хрипло повторил Петра. Ой ли, лысый сверкнул улыбкой и очками одинаково стеклянно. Я не понимаю, разозлился упырь. Куда вы клоните? Я ничего не нарушал. Если у вас другие сведения, поделитесь. Буду рад узнать о себе что-то новое. Я простой, мертвый парень из захолустья. Вот именно. Неторопливо перебил его человек. Простой, мертвый парень из захолустья. А таким мертвым парням не место в лупа-нопа. Петра почувствовал, что им играют. Завлекают куда-то, где ему явно не понравится. Где опасно и неуютно. Стоило остановить все это, но остановиться он уже не мог. У меня есть поручитель, окрысился он. Которого ты сдал, мерзко ухмыльнулся лысый. Я упырь с трудом сдержал крик, кашлянул и продолжил немного тише. Я никого не сдавал. Неважно, отмахнулся человек. Важно только то, что у тебя уже нет поручителя. Горло сдавило, чего с Петра не случалось с того времени, когда он был еще человеком. Упырь поперхнулся словом. Человек отвернулся и снова уставился на пену. Та уже скрылась за краем кружки. Есть! Хрипло протянул Петра. Вынужден тебя огорчить. Твой поручитель недавно умер. Лысый господин говорил скучно и буднично, разглядывая пивную кружку. В ушах зазвенело. Петейное заведение закружилось, будто упырь не у стойки стоял, а сидел верхом на карусели. Трезвые мысли растерялись, уступая место панике. Что ты хочешь от меня? Денег? Не будь идиотом, посоветовал сквозь размытое звенящее пространство человек. Я не работаю с теми, кто не способен быстро соображать. Соображай. Мне ему не нужны деньги, пронеслось в голове простого мертвого парня. Что тогда? Ему нужны услуги. Какие? Поуткнувшийся взглядом в кружку невзрачной физиономии, понять это было невозможно. Что я должен делать? Что я должен делать? Быстро спросил Петер. Вот это разговор. Сейчас мы пойдем к охране города. Человек сделал паузу и усмехнулся, отметив, как передернуло упыря. И я за тебя поручусь. Потом ты пойдешь к властям и расскажешь, как трое нелюдей, скелет, вампир и оборотень, укокошили живого юношу, твоего хорошего друга и верного спутника. Ты также расскажешь, что сам видел, как они его отравили, а чуть позже пытались устранить и тебя, но ты оказался проворнее и успел избежать второй смерти. А потом, мрачно подумал упырь, один лысый господин пойдет к властям и расскажет, как один упырь сделал нечто, заслуживающее ссылки в скрипт. Хотя, если бы этому странному человеку нужно было бы от меня избавиться, он бы со мной сейчас не говорил. И на поруки брать не стал бы. Зачем бы ему подставляться? Значит, я ему еще зачем-то нужен. Молодец, кивнул лысый господин. Соображаешь. Упырь вздрогнул, словно ему силой смазали по щеке. Он готов был поклясться, что ни слова не произнес вслух. Не может же этот лысый мысли читать. Или у Петра с перепугу на лбу все написано. Потом, как ни в чем не бывало, продолжил человек. Ты останешься в городе и будешь здесь жить в достатке, пока мне снова не понадобятся твои услуги. Жить будешь там, где я скажу. У тебя будет все, что захочешь, кроме возможности покинуть, кроме возможности покидать город. Усек? Теперь решение за тобой. Жду ответа, да или нет. Петра замер. Да, означает тюрьму. Постоянную жизнь в этом городе. Но у него будет все, о чем можно мечтать. Он будет жить в городе и в достатке. Не этого ли он хотел? Нет, означает тюрьму, только не в городе, а на острове Склеп. Потому что поручителя у него нет, а бывший его поручитель мертв. Значит, он очень скоро попадет в руки патруля. Потом под следствие, потом думать про Склеп не хотелось. Да, коротко бросил он. Тогда пошли. Человек поднялся со стула, бросил бармену монетку и двинулся прочь. На стойке осталась кружка, нетронутого пива с осъежившейся пеной. Начавшийся было дождь утих, но было по-прежнему сыро и промозгло. Пост представлял собой шлагбаум и крохотную будочку с прорезанным в стене окошком. Внутри располагался страж, настолько упитанный, что в голове сама собой зарождалась мысль об искривлении пространства. Неведомо каким чудом уместившийся в будку охранник очень быстро взял то, что ему причиталось, и очень долго изучал серую рожу упыря со стеклянными глазами. По данным последней описи, монотонно забубнил сидящий в будке, «У упыря по имени Петра Зульгир уже есть поручитель, некто Винни Лупо». Охранник замолк, взглядом полоснул по упырю. Петра суетливо переступил с ноги на ногу. «Могу я знать причину, по которой вы решили сменить поручителя?» «Предупреждаю о суровости наказания, задачу заведомо ложной информации». Охранник перестал гундосить и добавил в монотонность живую нотку. «Если ты меня обманешь, тебя не просто вышвырнут из города, тебя отправят в склеп. Доступно?» Петра искоса поглядел на лысого господина, который стоял рядом и кивнул. «Так чем вам не понравился Винни Лупо, уже взявший вас на пороки?» «Я как раз хотел вас предупредить», залебезил упырь. «То есть я думал обратиться прямо к городским властям. И хотя я простой мертвый парень из-за холустья, у меня была надежда быть выслушанным, потому что, короче, оборвал поток охранник. Дело в том, что мой поручитель, господин Винни Лупо, имел неосторожность поручиться не только за меня, но и еще за троих отъявленных аферистов. Если вы посмотрите данные последней описи, то увидите, что... Петра наткнулся на оловянный взгляд охранника и сбился. «Короче», рыкнуло из будки. «Господин Винни Лупо» Петра притиснулся к окошку и перешел на интимный шепот. «Мертв!» «Те трое, вампир, скелет и оборотень, потеряли к нему интерес, получив поручительство, и убили господина Винни. Я видел это своими глазами». Охранник переменился в лице. Чтобы собраться с силами и сообразить, что происходит, ему понадобилось время. Лицо стража побагровело. «Если ты меня обманываешь», начал он, «чтобы мне второй раз сдохнуть», вырвалось у Петра, и он поспешно прикусил язык. «Обманешь – сдохнешь», пообещал охранник. Лысый господин остался доволен, и Петра успокоился, тем более, что к нему перекочевал увесистый мешочек с монетками. В сравнении с этой суммой все заработанное ранее казалось мелочью, какую богатые родители оставляют отпрыском на карманные расходы, не здесь, там, на большой земле. От поста они ушли довольно быстро, зафиксировав новое поручительство. Сначала направились было к центру города, но вскоре свернули на окружную дорогу, а после перешли на одну из тихих улочек на окраине. Удивительно широкая и тихая. Здесь жили те, кому не достало денег, чтобы поселиться ближе к центру, и те, кто променял сельскую жизнь на городскую. Петра вертел головой, оглядываясь словно деревенщина, впервые попавшая в город. За этим занятием чуть не налетел на остановившегося впереди лысого господина. «Петра». Только теперь подумал, что тот даже не представился. И когда оформляли поручительство, странный человек сумел сделать так, что Петра не услышал его имени. Пришли, коротко бросил лысый. Петра посмотрел на забор. Довольно высокий, оплетенный каким-то вьюном, из-за забора выглядывал небольшой в два этажа домик. Черепичная, удивительно яркая крыша, черный, как болотная грязь, флюгер, балкончик. «Здесь ты будешь жить», человек говорил коротко, без намека на эмоцию. Но что-то такое было в голосе, от чего хотелось спрятаться. И уж во всяком случае даже мысли не возникало, а слушаться. «Это мой дом?» «Нет», покачал головой лысый господин. «У дома есть хозяева, хозяйка, если быть точным. Она сдает второй этаж. Я снял его для тебя, оплачено вперед. Пока я не появлюсь, можешь делать все, что хочешь. Но до того менять место жительства тебе запрещено». Петра оценивающим взглядом пробежался по второму этажу, черепице, балкончику. «А что, может быть такое, что ты не появишься?» «Не может», отрезал человек. «Разве что я умру». Упырь перевел на него заинтересованный взгляд. «А что, ты можешь?» «Не дождешься», перебил лысый и протянул ключ. «Это от дома. Хозяйку я предупредил. Денег тебе хватит надолго. Если не хватит, найдешь, где и чем заработать. Иди». Петра хотел спросить, но последняя фраза прозвучала так, что все вопросы отпали сами собой. Мертвяк ужом скользнул в увитую плющом калитку и почесал к дому. Опомнился уже у дверей. Заперто. Он выудил ключ и отпер. Огляделся. Уютная прихожая, лестница наверх винтом. Уютная, милая тюрьма. Петра усмехнулся этой мысли и позвал. «Никого. Значит, хозяйка отошла». Дверь, отделяющая прихожую от первого этажа, оказалась запертой. Проверять, подойдет ли к ней ключ, Петра не стал. Глупо и бесполезно. Да и не нужны ему тайны хозяйки этого домика. Освоившись в прихожей, уже неспешно поднялся наверх. Там его ждали две скромные, но уютно обставленные комнаты. Одна с дверью, за которой располагался балкон. Петра прошел к балконной двери, обогнув стоящий посреди комнаты круглый столик. Пальцы упыря скользнули по занавескам, которые закрывали окно и балконную дверь. Петра подцепил край одной из них и слегка отодвинул в сторону. Выглянул, стараясь остаться незамеченным. Отсюда просматривался и дворик перед домом, и калитка, заросшая плющом, и улица. Очень удобно. Двор был пуст и чисто выметен. Возле дома аккуратные ухоженные клумбы. Очаровательно. Возле калитки тоже никого. Мертвяк стрельнул взглядом вдоль по улице и вздрогнул. Тот, кого он искал, не успел далеко уйти. Лысый господин с неприметной внешностью переместился шагов на двадцать и встал так, чтобы не бросаться в глаза. У забора на той стороне улицы в тени перевешивающегося через ограду дерева. Человек стоял там и смотрел, как показалось в первую секунду Петра, на него. Захотелось бросить занавеску и отскочить от окна, но что-то удержало на месте. Ерунда. Никто его не видит. С такого расстояния мелочей не разглядеть, даже если у тебя глаз, как у сокола, а уж с очками в палец толщиной и вовсе ничего не увидишь. Словно подтверждая его догадку, лысый повернул голову и посмотрел явно в другом направлении. Задумчиво блуждающий взгляд. Ни на кого конкретно он не смотрит, так гуляет взглядом вдоль улицы, да и все. Тогда какого рожна ты тут стоишь? Сквозь зубы процедил Петра. Чего ждешь? Ты меня припер уже, я твой. Чего тебе еще надо, лысина? Никто не ответил. Да и у самого Петра ответа не нашлось. Человек продолжал стоять в тени и убираться не собирался. Ну и пусть, решил мертвяк. Пусть хоть всю жизнь теперь стоит у забора и смотрит. Хоть на улицу, хоть на него, ему-то что? В конце концов, что нужно человеку, пусть бы и мертвому, любому? Комфорт, отсутствие неприятностей, возможность наслаждаться и деньги, которые все это обеспечат. Неприятности для него закончились. Дом вполне уютен и оплачен, живи, не хочу. Деньги тоже есть, причем немало. Что еще нужно? Живи и радуйся. Тем не менее, что-то неумолимо тянуло к окну. Заставляло следить за лысым из-за занавески. Любопытство, что ли? Кто ты, чтоб мне второй раз сдохнуть? Пробормотал Петра, гипнотизируя взглядом далекую, спрятавшуюся в тени фигурку. Лысый господин тем временем оторвался от забора и двинулся вдоль по улице. Уходит, мелькнуло в голове. Но человек не уходил. Это стало ясно практически сразу. Лысый прошел чуть дальше по улице и раскланялся со странной парочкой. Впереди шел мужчина в дорогом костюме, за спиной у него с покорностью собачки на строгаче семенил юноша. Увидь этого юношу Винни, он тут же бросился бы к нему. И уж на этот раз он бы его догнал и расспросил, что он тут делает. В отличие от Винни, Петра следопыта не узнал, да и не мог узнать. Но реакция у мертвяка вышла в точности такая же. Та немыслимая сила, которую он посчитал любопытством, отдернула, упыря от окна, и швырнула на узкую винтовую лестницу, вниз. Петра кубарем скатился по ступеням и выскочил на двор. Что теперь? На улицу нельзя увидеть, а здесь надо подойти поближе и послушать внимательнее. Если эти двое знают Лысого, то, подслушав их разговор, может и он что-то узнает, а тот, кто владеет информацией, владеет миром. Упырь перемахнул через клумбу и устремился к забору, который отделял хозяйский двор от соседского. Должна же в нем найтись какая-то лазейка. А с того двора, если встать у забора поближе к дороге и поднапрячься, глядишь, что и услышишь. И лазейка нашлась. Есть вещи, которые совершенно непредсказуемы. Человек привык все тщательно планировать, но, как говорится, хочешь посмешить богов, поделись с ними своими планами. Эту встречу не мог предположить никто, и она была совершенно не кстати. Но сделать вид, что он не видит идущую к нему парочку, он не мог. Это было бы еще хуже. Потому человек пошел навстречу тем, кого меньше всего на свете желал сейчас видеть. «Здравствуйте!» Лысый растекся в фальшивой улыбке. «Здравствуйте, господин Мара! Приветствую, малыш Жози!» Человек в дорогом костюме с замашками аристократа дурашливо поклонился. Не в его положении было отвешивать такие поклоны, так что что-то это значило. Юноша за его плечом смущенно кивнул. «Здравствуйте, дорогой мой!» ответил Мара. Он бодро подхватил Лысого под локоток и поволок вдоль по улице, переходя на пониженные тона. Если приветствия старых приятелей могли видеть все, то слышать дальнейший разговор было вовсе не обязательно никому. «Какими судьбами?» мягко проворковал Мара. «Дела!» в том же ключе отозвался Лысый. «Дела!» «Дела совета!» уточнил Лысый. Мара многозначительно на него посмотрел. Тот обезоруживающий сверкнул очками и улыбкой. «Вас, советников, много, а я один, но я всем нужен. Приходится работать быстро». «И кому же вы помогали в этот раз?» Мара пристально посмотрел на человека. За его широкой неестественной улыбкой пряталась холодная расчетливость. Лысый господин натянул на себя не менее широкую улыбку. Голос его прозвучал тягучий и приторно, как засахарившийся мед. «Дорогой советник Мара, вы ведь не об этом хотели со мной говорить». «Почему же?» «Это мне тоже было бы любопытно». «Знаете?» Улыбка Лысого стала хищной и холодной, как у зубастой рыбы. «Ведь кому-то из совета наверняка будет интересно узнать, кто такой малыш Жози и почему он не разделил судьбу остальных следопытов. Он оказался слишком умным мальчиком для этого». Холодно, ответил Мара. «Человек улыбнулся шире, ведь ваша бездетность и ваши симпатии вряд ли взволнуют совет, если, конечно, кто-нибудь из совета вдруг об этом узнает». Мара побледнел, улыбка соскользнула с его лица, как шелк с полированной столешницы. «Держите язык за зубами, дорогой мой!» с угрозой произнес советник Мара. «Именно это я и делаю», ухмыльнулся лысый господин. «Вас в совете много, и у каждого скелет в шкафу, а я один. Так что вы хотели, советник Мара?» Советник повернулся к юноше и мягко улыбнулся. «Жози, малыш, пойди погуляй немного, мне нужно поговорить с этим господином». Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и Мертвое. Винни понял, что пришел в себя. Именно понял. Не было ни боли, ни чувств, ни отголосков внутри. Просто пришло сознание, что он снова в себе. Точнее, в своем мертвом теле. А тело и впрямь было мертвее мертвого, потому что не только не ощущалось, но и не повиновалось, если не считать век и губ, которыми с трудом удавалось шевелить. Винни открыл глаза. Ничего не изменилось. Все тот же гостиничный номер, только его переложили на диван да убрали непонятные каракули с пола. Все тот же бесстрастный Мессер, та же Нана, Дерек, волчица растерянная, а вампир почему-то зол. «Что это?» Непонятно спросил Винни. Но Мессер понял. «Это твое тело. Новое, хоть и старое. И тебе придется заново учиться им пользоваться». Голос Мессера звучал размеренно. «Может быть, именно от этого, а может еще от чего взорвался вдруг Дерек. Какое учиться? Нет у нас на это времени». «Успокойся», попросила Нана мягко, но властно. Дерек глубоко вздохнул, сказал чуть сдержаннее. «У нас нет времени. Надо уходить из города быстро. Вы хоть представляете, чем мы рискуем?» «И чем вы рискуете, молодой вампир?» Голос Мессера прозвучал холодно. Винни плохо соображал, что происходит, но почувствовал по голосу мага, как меняется его отношение к вампиру. «Если кто-то узнает, что мы в городе без поручителя, мы все отправимся в склеп». «А если бы кто-то узнал, что я использовал магию? А если бы кто-то узнал, что мы убили ту шайку упырей во главе с живым человеком?» «Вот именно!» Взвился Дерек. «А теперь еще. Ко всему этому мы остаемся без поручителя, и у нас опять рядом человеческий труп. И ты опять использовал магию. Шутки кончились, Мессер. Я готов всю жизнь провести здесь, на острове среди упырей, но я не хочу отправляться в склеп. Там нет жизни, только мука». «И что ты предлагаешь?» Голос лорда звенел металлом. «Оставить мальчишку здесь?» «А что с ним будет?» «Ничего с ним не будет. Он же жив!» Дерек вдруг осекся и часто заморгал, словно только теперь понял что-то. «Уже нет!» Отрезал Мессер. «Он теперь такой же, как и мы, только при этом беспомощный, как новорожденный!» Винни прикрыл глаза. Понимание пришло вдруг, как и у Дерека, и вместе с ними пришли апатия и усталость. Нана резко подошла и взяла вампира за плечо. «Пойдем, надо поговорить!» Винни зажмурился, не желая больше всего этого видеть. Прошелестели шаги, легко прихлопнула дверь, из-за стены послышались приглушенные голоса. Разобрать слова было невозможно, но говорили вампир с девушкой явно о вещах не особенно приятных. Тон беседы был резок. «Ну и пусть себе грызутся!» Отстраненно подумалась Винни. «Пусть даже из-за него плевать!» «И кто что об этом думает, неважно!» «Какая разница, если он уже умер?» Словно противоречие его мыслям скрипнул диван, легко прогибаясь под мессором, как под ребенком. Винни приоткрыл глаза. Лорд сидел у него в ногах на самом краешке и смотрел на него пустыми глазницами. «Я больше не человек?» спросил Винни. Голос прозвучал жалко. Даже не прозвучал, проблеял, как у испуганного насмерть козленка. «В каком смысле?» тихо переспросил мессор. Винни снова закрыл глаза, чувствуя неподъемный груз усталости. И так паршиво, а тут еще мак издевается. Уж от кого, от мессора не ожидал. Зря обиделся. Все тем же тихим, спокойным тоном продолжал мак. «Помнишь тех бандитов на дороге?» «Упыри!» «Ими ведь руководил человек!» Напомнил мак. «Живой человек!» «А жил при этом, как упырь!» «Грабил!» «Убивал!» «Понимаешь?» «Понимаешь, о чем я?» Винни открыл глаза. Попытался сесть, но не смог пошевелиться и в упор посмотрел на мессора. «Или вот Петра!» Продолжал тот. «Он нас всех водил за нос. Вел себя, как простой дохлый парень из-за холустья, мрачно пошутил Винни. «Вот видишь!» Кивнул лорд. «Ты знаешь, что он упырь и не удивлен. Чего с упыря взять? Природа у него такая, не человек же. И понимая это, ты ко всем упырям относишься изначально именно так». Винни хотел возразить, но вспомнил, как шарахался первое время от самого мессора и смолчал. Для того, чтобы понять, насколько человечен скелет, ушло много времени. «Человеку, будь он хоть самый гадкий, столько времени не понадобилось бы. Он по умолчанию, человек, видно же. И отношение к нему, как к человеку. Но мессор прав. И среди людей встречаются абсолютные нелюди. Только привычка считать людей людьми, а упырей упырями, просто потому, что на лицо они такие, уже в крови». «Ты не виноват, что тебя так воспитали», словно прочитав его мысли, продолжал маг. «Сам же говорил про последнее плод человечества и враждебную пустошь. Если тебе с детства рассказывают, что мир устроен именно так, то ты в это веришь. И если с рождения все вокруг знают, что мир устроен именно так, то у тебя не возникнет даже мысли усомниться в этом. Витана не знают, что может быть по-другому. Начавшее появляться понимание принесло немного успокоения. «При чем здесь Витана?» отмахнулся Мессер. «Возьми Лупа-Нопа. В этом городе есть свои законы, по которым изначально живой человек стоит выше нежити. Плохое слово, но именно так нас и кличут – нежити. И вроде бы ты уже не человек. Человек в Лупа-Нопа может сделать практически все, что угодно, и при этом, скорее всего, избежит наказания. Нежить может не сделать ничего и при этом быть наказана. Ты хочешь знать, человек ли ты?» Винни промолчал. Все сказанное заставляло задуматься. «С точки зрения твоего тела я не скажу тебе, человек ты или нет. Я не скажу, стал ты им или перестал быть. Не скажу, был ли ты им когда-то. Подумай, почувствуй. Сам поймешь. Все зависит от того, как жить. Может, станешь распоследним упырем, а может быть, настоящим человеком». «А живым?» Едва слышно спросил Винни. «Возможно». Мессер встал, отошел в сторону и отвернулся, чтобы не смотреть юноше в глаза. «Говорят, есть возможность. Мы все в нее верим. Но пока... Я ищу эту возможность много лет и до сих пор не нашел. В твоем случае все проще. Можно повернуть заклинание. Ведь это я сделал тебя упырем. А любое заклинание можно отменить». Винни снова почти почувствовал нечто щемящее в груди, хотя почувствовать этого, как он теперь знал, не мог. «Значит, ты можешь снова сделать меня живым человеком?» хрипло проговорил Винни. «Могу», кивнул Мессер. «Но только тебя это не спасет. В тот момент, когда я сделал из тебя упыря, твое тело было отравлено сильнодействующим ядом. Если я верну все назад, как было, яд очень быстро убьет тебя. Разве что найдется противоядие». Винни ухитрился даже немного приподняться. «А разве нельзя найти это противоядие?» «Можно. Надо только знать, каким ядом тебя отравили. А это знает только один человек». «Кто?» Хотел спросить Винни, но голос вдруг пропал и вышел только странный сип. Но Мессер понял и ответил предельно честно. «Убийца». Скрипнула дверь. Винни в который раз открыл глаза. «Извини, дружище». Дерек стоял рядом с виноватым видом. Погорячился я малость. Нервы никуда не годятся. Винни кивнул. «Я не обижаюсь». Сзади резко и сухо защелкало. Мессер хлопал в ладоши. Обтянутые тонкой кожей перчаток костлявые кисти издавали весьма странный звук. «Браво, вампир! Ты снова становишься человеком!» Дерек фыркнул с доли известного изящества, но было видно, что слова Мессера ему приятны. «В одном ты был прав», продолжал, как ни в чем не бывало Мессер. «Надо уходить. И как можно быстрее». Дерек недоверчиво скосился на Мессера. Теперь вампир вовсе ничего не понимал. Винни подумалось, тот, должно быть, чувствует примерно то же, что чувствовал он сам четверть часа назад. Словно старый маг сидит и издевается. Может, даже улыбается от уха до уха, пользуясь тем, что этого не увидишь. Благо, у него нет ни улыбки, ни ушей. А как же Винни? Или его не тронут, если он останется здесь? И если он останется здесь, его найдут и по закону Лупа-Нопа уничтожат. Отправят в склеп, уточнила Нана. «Нет, уничтожат. Для них он следствие магического ритуала, а не живое существо. Поэтому я попаду в розыск, как практикующий маг, а он будет уничтожен сразу». «А разве можно уничтожить покойника?» Удивилась девушка и тут же поняла, что сморозила глупость. Достаточно было одного воспоминания об обгоревших упырях, оставшихся на рельсах посреди выгоревшего круга. Уж те, за исключением главаря, живыми точно не были. А одно заклинание Мессера превратило и живого человека, и ходячих мертвецов в одинаково обгорелые безжизненные куски мяса. «Все можно», задумчиво ответил Мессер. «И что мы будем делать в таком случае?» Дерек снова начал раздражаться. «Ведь мы не можем... Ведь не можем же мы идти с телом нашего поручителя по улице. И сидеть здесь, ожидая, пока он научится с этим телом управляться, тоже не можем». Мордатый охранник был в ярости. Когда он шел к начальству, отправив на все четыре стороны упыря Петра, он думал о том, что за такую информацию можно получить повышение. А вышло, что думал он так напрасно. И напрасно сказал упырю, что сам займется этим делом. Уж лучше бы мертвичина сам шатался по инстанциям. Повышение не сложилось. Поощрение, если он рассчитывал на поощрение в денежном эквиваленте, то сильно ошибался. Начальство похвалило за хорошую службу и повесило на него львиную долю забот по организации поимки нежити укокошивший своего поручителя. Теперь, вместо того, чтобы уныло сидеть в своей будке у шлагбаума, несчастный был вынужден мотаться по всему городу и изображать из себя курьера, передающего чужие послания и распоряжения, поднимающего на уши всю городскую охрану и патрули. В будке теперь сидел напарник, который переселился туда из кустов за шлагбауму. А он мог только вспоминать теплый, тихий, сухой пост и злиться. Ярости прибавилось, когда снова зарядил дождь. Причем не тот тихонький дождичек, который моросил днем, а настоящий ливень. От всего этого в целом и по отдельности возникло устойчивое желание убивать. Потому на предложение начальника оперативной группы присоединиться к взятию троих убийц, он откликнулся весьма охотно. А вдруг те начнут сопротивляться, и у него появится возможность сломать пару конечностей. Мордатый хрустнул костяшками пальцев и плотоядно улыбнулся. Кто-то сегодня ответит за все его неприятности. Гостиница проступила из серой пеленой дождя, как затерявшаяся в тумане крепость. Это что ли? Ага, кивнул он. Упырь сказал, что они остановились здесь. Начальник, подал голос один из охранников, такой же промокший и злой. Они что, дураки совсем? Если они его убили, то давно уже ушли отсюда. Зачем оставаться? Ушли. В такой-то дождь усомнился другой. Начальник лишь хмуро посмотрел на обоих. Ушли, не ушли, не наше дело. Нам надо проверить. Если убийца на месте, взять их. Вперед. Гостиничный вестибюль, сухой и теплый, после негостеприимной улицы показался родным домом. Вымокшие, недовольные люди устремились на лестницу, наверх, к номерам. Из-за стойки поднялся было администратор, но начальник лишь показал ему кулак и жестом велел заткнуться и не дергаться. Дробно загрохотали каблуки по ступеням, по коридорам. Чем ближе к заветному номеру, тем радостнее становилось. Цель близка. Провернуть дельца и в ближайший кабак греться изнутри и снаружи. Охрана работала четко и слаженно. Ни единого слова. Казалось, эти люди и не знают слов, зато превосходно общаются знаками. Дверь в нужный номер нашлась сразу. В этой гостинице номера комнат располагались логично, не скакали, как играющие в чехарду белки. Люди быстро окружили вход в номер, нахлынули волной и тут же рассредоточились. Перед номером образовалось пустое пространство. Жест другой. Один из охранников разбежался и с размаху саданул дверь плечом. Несчастная дверь оказалась не такой крепкой, какой была на вид, слетела с петель и отлетела в сторону. В номер, как крупа в банку, посыпались вооруженные люди. — Никого, — донеслось из дальней комнаты. — Чисто, пусто. Замешкавшийся в дверях мордатый охранник с сожалением понял, что сломать кому-нибудь конечность у него сегодня не выйдет. «А труп?» — с надеждой спросил он от дверей. «Нет тут никакого трупа», — сердито бросил начальник группы, выходя навстречу. Сзади появился администратор. Рядом с силовиками он выглядел жалким и щуплым. «Что ж вы дверь сломали, изверги?» — посетовал он, прищелкнув языком. «Ключ же есть!» Мордатый посмотрел на него с ненавистью, как на потенциальную жертву. «И спросить могли они ломиться. Я бы вам сам сказал, что их нету». «А где они?» — поинтересовался начальник. «Ушли все четверо». «Трое», — поправил мордастый. «Четверо!» сердито буркнул администратор. «Три урода и мальчишка. Он у них вроде поручителя. Я все удивлялся, как же ему не страшно за них ручаться, не говоря уж о том, чтобы с ними жить вместе. А он просто пьет, как лошадь. Сегодня, когда они уходили, еле языком ворочал и на ногах не стоял». Начальник посмотрел на Мордатова. Тот поежился, про себя думая, что кого-то он все-таки пришибет. И этим кем-то будет навешивший ему лапши на уши упырь. «А что они, совсем ушли?» «Не знаю», — пожал плечами администратор. Обещались вернуться. Просили номер не занимать. «А мне-то что? У них на неделю вперед оплачено. Пусть себе пустой стоит. Вы мне лучше скажите, кто за дверь платить будет, изверги?» «Быстрее», — торопил Дерек. Но быстрее не получалось. Шагать в таком темпе Мессер не мог. И вампир злился. Конечно, можно было бы тащить Винни на себе, а не вдвоем с магом. Но тогда, надо признать честно, скорость снизилась бы значительно. Винни висел на плечах друзей, одной рукой обхватив за шею Мессера, другой Дерека. Но руки не слушались. И фактически он болтался аморфной, мокрой тушей. Дождь разошелся не на шутку. С неба лило не как из прохудившегося ведра, а как из ведра, у которого начисто вышибли донышко. Впрочем, ливень был на руку. За дождем да в сумерках принять юношу за живого, но в дребодан пьяного было куда проще. А еще, несмотря на то, что на самом деле никакого запаха Винни чувствовать не мог, ему казалось, что дождь сбивал специфический аромат гниения. Все попытки Мессера опровергнуть данное убеждение закончились провалом. И теперь, на очередную жалобу юноши, скелет мрачно хмыкал и отвечал, что человек ко всему привыкает. На следующий же, не менее абсурдный вопрос, как надолго этот запах, лорд предпочел не отвечать вообще. Из чего Винни сделал вывод, пока он существует в теле упыря, ему придется смириться с запахом. «Быстрее!» снова прошептал Дерек. Наношедшая впереди оглянулась. «Давай потише, ладно?» бросила на ходу. «Да кто здесь услышит?» пробурчал Дерек, но послушно замолчал. В тишине были слышны только их шаги, легкое дыхание Наны и шум дождя. Девушка вела их неровно. Городские улицы, тонущие в пелене дождя, сменяли друг друга рваными кусками. Они не прошли от начала до конца ни одной улицы. Все время сворачивали. Метались зигзагами. Зачем? Оставалось только догадываться. Возможно, Нана пыталась запутать след. Возможно, не хотела долго привлекать внимание прохожих. Может, еще что? Поворот. Два дома. Еще поворот. Еще один дом длинный, обнесенный бесконечным, кажется, забором. Кованая ограда. Деревья, рвущиеся на ветру. Мечущиеся огромными тенями. Волны дождя, размывающие куски реальности. Плямкающие в лужах капли. Бесконечными потоками бегущая по мостовой вода. Поворот. На этот раз, кажется, даже не перекресток, ни улица поперек просто повернули в просвет между домами. Ведь даже в Витана не бывает таких улиц, чтобы, высунувшись в окно одного дома, можно было бы дотянуться до карниза другого. Втроем в проулке было не развернуться вовсе, и Мессер снова замешкался. Быстрее! Едва слышно подогнал его вампир. Проулок кончился, и они снова выскочили на улицу в дождь. Ливень припустил пуще прежнего, будто стараясь поставить новый рекорд. Совсем стемнело. Совсем стемнело. Сквозь мутную пелену дождя замелькали огни. Много. Трактир? Кажется, да. Во всяком случае, с той же стороны доносились нестройные вопли. Мелькали какие-то тени. Постоял и двор. Тихо озвучила Нана по звериному ведя носом. Может, заночуем здесь? Завтра будет тише, и дождя не будет. Нет, Мессер говорил натужно, словно сбил дыхание. Интересно, с чего бы это? Легких-то у него нет, и вообще ничего нет. Винни вдруг, да дрожи в руках, захотелось узнать, что у лорда внутри. Желание было абсолютно дикое, при этом оно перебивало все остальные желания и страхи. Словно бы ребенку возжелалось знать, что внутри у куклы. И ради этого знания он готов пожертвовать куклой и получить нагоняй за испорченную игрушку. Юноша поймал себя на этой мысли и устыдился. Дождь нам на руку, пыхтел лорд тем временем. Пока темно и ливень, у нас есть шансы выбраться из города. Завтра их не будет. Постоялый двор остался за спиной. Растворились в пелене дождя огни, затихли крики. Снова стало слышно только шум дождя и... Винни вздрогнули. В первый момент решил, что показалось, но нет. За дождем послышались тяжелые шаги. Потом в поле зрения появилось несколько силуэтов. «Стоять, не двигаться!» пробурчал недовольный голос. «Или стреляю!» Нана замерла. На лице девушки появился оскал почти звериный. Мессер и Дерек остановились. Винни безвольно повис, как и договаривались, и уронил голову на грудь. Из темноты вышли четверо патрульных, а за ними уже знакомый офицер. Только если с утра он повел себя благосклонно, то сейчас был раздражен и мрачен. «Везет мне сегодня на вашу компанию!» Патрульные неторопливо сознанием дела обступили беглецов. Офицер подошел ближе, прикрывая глаза от дождя, всмотрелся в лица. «Вампир, девчонка-перевертыш и усохший старик. Что делаем в такое время на улице? Избавляемся от трупа?» «Какого трупа?» удивленно вскинула брови Нана. «Если б не дождь, этот жест возымел бы больший успех, но в темноте и захлещащей водой никто не обратил внимания на богатство мимики». «Вашего поручителя Винни Лупо, устало проговорил офицер, того мальчишки. Не валяйте дурака, вы в розыске. На вас поступило заявление о том, что вы убили господина Лупо. Так что, если вы не станете артачиться и сдадитесь сами, будет лучше для всех». «Но мы никого не убивали», начал Дерек. «Мы...» Винни не стал дожидаться продолжения, и, стараясь как можно достовернее изобразить пьяного, поднял голову. Остекленевшие глаза его бессмысленно уставились на офицера. «Меня тошнит», сообщил Винни и снова уронил голову. Это произвело впечатление. Офицер попятился и выругался. И снова выругался, не зная, как реагировать. «Перебрал парень малость», — извиняющимся тоном проговорил мессер. «Переживал из-за того, что выступление наше с утра не удалось. Я ему говорил не налегать на вино, а он...» Лорд патетически взмахнул рукой. «Молодо-зелено». В голосе его прозвучало столько горечи, что струящиеся по лицу капли дождя напомнили ностальгические слезы. Еще немного, и можно было бы действительно поверить, что мессер плачет. Хотя проще было представить, как скелет улыбается. «Ты говорил», — проворчал Дерек. «Сам пил старое калоша и сопляку наливал». «Это сперва». «А потом», — встрепенулся мессер, «а потом уже поздно было». Нана все это время молчала и заискивающе смотрела на офицера. Тот окончательно растерялся. Долго слушал бессмысленный треп, пока на лице его снова не появилась усталая злость. «Хватит», — рыкнул он. Мессер и Дерек послушно замолчали, будто кто-то нажал на кнопку, отвечающую за исходящий из них звук. Винне захотелось посмотреть, что происходит, но поднять голову сейчас означало бы запороть на корню всю затею. «Значит так», — сухо проговорил полицейский. «Я вас предупреждал утром». «Да, господин офицер, поспешила с ответом Нана. Вот и не обижайтесь. Забирайте своего поручителя и чтоб через полчаса духу вашего не было в городе. Фюрей, проводи господ до постов». Один из полицейских послушно щелкнул каблуками, хоть и без особого энтузиазма. Топать под дождем в ночь не весть куда не хотелось. «Но господин офицер», — запричитал вдруг Мессер, «ночь и дождь, а молодой господин, простите, в стельку пьян. Может быть, мы можем остаться в лупа-нопа хотя бы до утра». Винне снова захотелось вмешаться. «Что он несет, этот лорд Мессер?» «Мозги от дождя промокли». «Такая удача! Надо брать и бежать, пока дают». Но юноша достала у мазь держаться, а маг куда лучше разбирался в людях, чем в Винне. «Не сможете», — прорычал офицер, «а вашего молодого господина я бы выпорол, чтобы он больше никогда так не надирался. Идите отсюда, фюрей!» Фюрей ничего не сказал, но, видимо, что-то сделал, потому что Дерек и Мессер поспешно зашевелились и поволокли его в сторону пригорода. Что-что о направлении Винне мог разобрать даже из своего обвисшего положения. Впереди теперь шел фюрей, огромный, понурый полицейский. Нана легко ступала где-то сбоку. Дождь немного поутих, и висящий на плечах друзей Винни молился только о том, чтобы он не перестал вовсе. По крайней мере, до той поры, пока они не выберутся из города. Офицер проводил компанию мрачным взглядом и тихо пробурчал под нос. «Ну, попадись мне тот негодяй, который полгорода на уши поставил из-за этого мнимого убийства». Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий живое и мертвое. Она решилась. Все просчитала, набралась смелости, отбросила эмоции. Оставила только холодный расчет. Она проиграла ситуацию до мелочей в голове. И не один раз. А вот уже перед дверью почему-то стушевалась. А вдруг мальчик ошибся? А вдруг это навет? Ведь не бывает же такого, не может быть. Но робость длилась недолго. Что-то внутри сжало тисками. «Может!» Удивительно ясно осознала она. «И не такое может. Все может быть». Она уверенно протянула руку и резко дернула шнурок. Где-то внутри нервно задергался колокольчик. Вслушавшись в тишину, дернула снова. Так повторилось еще несколько раз, прежде чем за дверью вдалеке зашуршали шаги. Немного ожидания и дверь распахнулась. Темноту резанула полоска света. Вытянулась, деформировалась в прямоугольник, посреди которого высилась тень хозяина дома. Лицо советника из недовольного превратилось в удивленное и снова слегка сердитое. Миссис Лупо со смесью раздражения и озадаченности спросил он. «Вы глядели на часы?» «У меня к вам очень важное дело, советник, и это срочно». Пока все шло, как и было запланировано. Фраза за фразу, взгляд за взгляд, непонимание за любопытство, цепляясь одно за другое, все запутывалось в клубок, много раз проигранный в уме комбинации. Советник поколебался, но отстранился, пропуская ее в дом. «Проходите». Она вошла, улыбаясь про себя и для себя. Не то советник настолько предсказуем, не то она настолько умна, но все оказалось просто и прогнозируемо настолько, что даже азарт поутих. Хлопнула дверь. Она обернулась. Советник широко взмахнул рукой в приглашающем жесте. «Пойдемте в мой кабинет, миссис Лупо, там нам будет удобнее». «Конечно, господин советник», покорно кивнула она. «Чего ради?» она явилась к нему в такое время. Советник был сбит с толку, сердит и заинтригован. «Идите за мной». Он повернулся спиной, подставляясь. У нее защемило сердце. «Вот сейчас бы ударить и...» «Нет, рано, не сейчас». Глубоко вздохнув, она попыталась немного расслабиться и зашагала следом. Кабинет оказался необъятным. Весь ее дом, три комнаты, прихожая, кухня, кладовка и уборная были, наверное, как этот кабинет. Шаг, еще шаг. Она убрала руки за спину. Пальцы нащупали припрятанный тесак. Она стянула его в лавке у мясника, стащила, как ребенок. Но этот увесистый, заточенный кусок металла, такой нелепый и неуместный, показался ей от чего-то единственно серьезным и доступным оружием. Другого в Витана все равно не достать. Я голос осекся. Сколько не прокручивай такие сцены в голове, а в жизни все равно все выходит иначе. Я хотел рассказать вам историю, господин советник. Историю про двух мальчиков, которые вместе учились. Она посмотрела на него пристально. В глазах советника сверкнуло беспокойство, но на лице не дрогнул ни один мускул. Он умел держать себя в руках. И что же? Улыбнулся советник, заполняя возникшую было паузу. Они учились вместе, повторила она. А потом однажды они поспорили. Очень глупо поспорили, и один мальчик подбил другого уйти в пустошь. Ужас! Почти что искренне возмутился советник. Знаете, чем закончилась эта история? Откуда ж мне знать? Она молча смотрела ему в глаза. Она ждала, что он сломается, но советник не отвел глаза. Тот мальчик, которого подбили идти в пустошь, он погиб. А тот, который его спровоцировал, стал жить как раньше. Даже еще лучше. И знаете почему? Нет. Все очень просто. Его отец советник. Женщина заглянула в глаза собеседника, и они снова сцепились взглядами. Его отец вы тихо произнесла она с торжеством в голосе. «А тот мальчик, что погиб, мой сын. Мертвый сын, за которого вы хотели мне заплатить. Чушь!» Советник откинулся в кресле и расхохотался, но смех получился натянутым. «Полная чушь!» повторил он. Голос советника раздражал и злил. И она выхватила из-за спины тесак и выставила его перед собой на вытянутых руках. Глупо и нелепо. Острое лезвие скользнуло перед носом советника. Тот вскочил, отпрянул, но спинка кресла помешала отстраниться сильнее. «Миссис Лупо, вы с ума сошли!» пробормотал он. Женщина не пошевелилась. В глазах советника злость стала бороться со страхом. Причем борьба была равная. «Чего вы хотите, миссис Лупо?» «Правды!» «Правды о том, как вы убили моего сына!» «Миссис Лупо, я...» Лезвие снова замерло, устремившись в одну точку. И к неудовольствию советника точка эта была где-то по центру его груди. «Сядьте!» приказала она. советник медленно опустился в кресло. «Доставайте бумагу, чернила, пишите!» «Что писать?» устало спросил советник. «Все!» Он поискал глазами бумагу, но не нашел. На столе лежали только исписанные листы, письма, документы. «Зачем вам это?» хрипло спросил он. «Вы же себя губите!» «Не волнуйтесь!» «Я не хочу вас убивать!» «Мне нужно ваше признание!» «И вы мне его напишите!» «А я отнесу его в совет!» «Советы гильдия должны знать!» «И они будут судить вас за преступление против граждан Витана!» «Доставайте бумагу!» твердо повторила она. «Ну как хотите!» С усталой небрежностью он выдвинул ящик стола. На какой-то момент рука исчезла внутри, непринужденно и естественно. Может быть, эта будничность и стала причиной потери бдительности. Он потянул руку на себя, выложил на стол пачку бумаги, кисть снова исчезла в ящике и снова появилась рука грохнула. Грудь рванула болью. В глазах взорвалось ослепительной вспышкой и тут же потемнело. Звякнул оппол тесак. Неужели ее руки ослабели настолько, что она выронила оружие? И тут же пришло осознание, что руки, хоть и слабые, сжимают что-то влажное на груди. Запах табака смешался с запахом гари. В глазах стало совсем темно. Потом все закружилось и она понеслась навстречу полу и вечности. Советник опустил пистолет более совершенной конструкции, чем те, что знали жители Витана. Нервно закусил губу. В голове металось множество бранных слов и, расталкивая их, дергалась мысль «Что делать?» «Что теперь делать?» Прошептал советник, поглядел на труп и с силой шарахнул кулаком по столешнице. советник советник принялся вспоминать всех людей хоть как-то связанных с этой историей. Выходила масса вариантов, жизнеспособных из которых было всего два. Либо мальчишка-свидетель распустил язык, либо против советника кто-то активно ведет игру. Верить хотелось в первый вариант, второй был через чушь скверным. Да и кто бы мог вести такую тонкую игру, чтобы довести до случившегося и чтобы при этом он ничего не заметил. Гением советник себя не считал, но в такую тотальную марионеточность поверить было трудно. Выходит мальчишка, Митрик, значит надо просто избавиться от мальчишки и все. к этой мысли он пришел с полчаса назад. Выяснить, где живет однокашник сына не составило труда. Для этого даже Санте будить не понадобилось. Теперь главное добраться до дома Митрика незамеченным. Хорошо, что все нормальные жители Витана теперь спят. Время играло советнику на руку. А те места, где могли встретиться случайные полуношники, он старательно огибал стороной. Другой вопрос, что делать дальше? Митрик живет с родителями, отцом и матерью. Советник стиснул рукоять покоившегося в кармане пистолета. Убрать его вместе с двумя родителями невозможно, во всяком случае незаметно. Расстреливать полквартала, чтобы не было свидетелей. Не дури, приказал он сам себе, возьми себя в руки. В голосе не было уверенности, но тем не менее такое самоподбадривание подействовало. Мозги зашевелились в нужном направлении. Отец у парня из тех работяг, что вкалывают по ночам, естественно, делают они это не каждую ночь, но будем надеяться, что ему повезет, и папаша Митрика сегодня ушел в смену. Тогда дома остаются мама и сын. Кто откроет среди ночи дверь? Естественно, мать. Не хватало ребенку посреди ночи, хотя сыну-то уже восемнадцать, так что может наоборот молодой парняга пойдет открывать дверь, чтобы немолодая женщина спокойно спала. Если откроет мальчишка, его можно вытянуть на разговор и... А если откроет мать? Извиниться и уйти? А дальше что? А дальше что? Этот вопрос снова и снова врезался в мысли и рушил любую выстраивающуюся схему. Вне зависимости от того, была ли она изящна или не грешила изяществом вовсе. Вот как сейчас. Он всегда криво ухмылялся во время просмотров дешевых постановок. Режиссеры самовыражались, актеры закривлялись и все это безобразие неминуемо заканчивалось счастливой развязкой. Герои, держа друг друга за руки, уходили к закату и зритель давился слезами счастья. А он давился желчью, задаваясь все тем же вопросом «А дальше что?» Этим советник и отличался от простого смертного. Он мог смотреть дальше, просчитывать на несколько шагов вперед, видеть проблему или ситуацию глубже и шире, как с теми же самыми постановками. Ведь если посмотреть на счастливый конец и подумать что с этим счастьем случится чуть позже, становится ясно, что счастья там нет и не будет. Вот только простые обыватели мыслят текущим мгновением «А он?» А он сейчас был точно таким же обывателем. Он не мог смотреть вперед, не мог прогнозировать и просчитывать. Он зациклился. Оттого и мысли дурные и планы один другого сумасбродни. Но где выход? Выхода нет. Он в углу. Загнан в угол как мышь или крыса, но он вырвется. Не особенно понимая, что делать дальше, он вошел в дом, остановился возле нужной двери и постучал. На какой-то момент стало жутко. А вдруг против него действительно идет игра? Или мальчишка уже наплел кому-то что-то, или мать этого несчастного пустошь его задери Винни Лупо успела разболтать что-то, прежде чем идти к нему? Дверь по периметру очертила тонкая яркая полоска. Внутри зажгли свет. Хлипкая дверь, если так просвечивает, подумал советник. От этой мысли, пришедшей некстати, стало почему-то спокойнее. Щелкнул замок. Дверь распахнулась и свет ударил в глаза. На пороге стоял парень и щурился. Митр? спросил советник, предвкушая ответ. Парень сонно кивнул. Знаешь кто я? Отец Санти буркнул он. И советник тот быстро поднес палец к губам. Тссс! Мне надо срочно с тобой поговорить. Может быть утром парень все еще не проснулся, с усилием давил зевки, но выходило плохо. Советник поймал себя на том, что снова начинает волноваться, но теперь даже от осознания этого дрожь не желала отступать. Нет, произнес он, это срочно, дело очень серьезное. Зайдите, пригласил Митрик, лучше ты выходи, чтобы никого не разбудить, попытался советник. Зайдите, неожиданно твердо повторил мальчишка, мне одеться надо. Советник поколебался, но ступил через порог. Рука рефлекторно дернулась в карман, пальцы стиснули рукоять пистолета. С ума сошел, пронеслось в голове, не здесь же, и не сейчас. Мальчишка ушел. Советник топтался возле двери и оглядывал крохотную прихожую. Последний раз в своей жизни он оказывался в таком положении и такой ситуации никогда. Время шло, ничего не происходило, растерянность раздражала. Наконец из комнаты вышел Митрик, одетый и сосредоточенный. Что-то совершенно не мальчишеское было в его виде. Не ведут себя так мальчишки в таких ситуациях. А как ведут? Советник отругал себя за приступ паранойи. Готов? Сухо спросил он. Митрик кивнул. Идем? Они вышли. Советник проследил, как мальчишка закрывает дверь. Отец значит в ночную смену, а мать, что же она не вышла? Или ее тоже нет дома, или он пропустил Митрика вперед, прошлепал следом за ним по ступенькам. Ночной воздух прохладный и чистый кажется отрезвил. Советник огляделся по сторонам. Никого. Сзади тоже никого не было. Все удачно. Слишком удачно. Идем, повторил он, опуская руку на плечо юноши и задавая направление. Тот послушно потопал, куда было велено. Вдоль по улице до перекрестка за угол здесь тупичок. Потемнее и окна сюда выходят начиная с третьего этажа. До того глухие стены. Странная особенность местной застройки, на которую он заранее обратил внимание. Рифленая рукоять шершавила вспотевшие пальцы. Сейчас. Советник тихо достал из кармана пистолет. Не выдал себя ни единым звуком. Но в последний момент мальчишка вдруг обернулся и посмотрел ему в лицо. Не на пистолет, а в лицо, как будто про пистолет он и без того все знал. Рука дрогнула. В голове завертелся хоровод безумных осколочных мыслей, как стекляшки в калейдоскопе. Одно дело стрелять в спятившую бабу с ножом в руке, другое в мальчишку, который смотрит тебе в глаза, который учится вместе с твоим сыном, который сам, как твой сын. Извини, дружок, хрипло произнес советник, ты слишком много знаешь и слишком много говоришь. С этим надо что-то делать. Митрик не ответил. Он молча смотрел советнику в глаза. И тогда тот нажал на спуск. Выстрел хлопнул с оглушительной силой, хотя не мог он так хлопнуть. Но ему показалось, что от этого выстрела содрогнулся весь Витана. Одновременно с выстрелом, а может быть чуть раньше, что-то больно ударило под колени. Советник повалился на землю. Ничего не соображая, дернулся, сверху навалилось, надавило, вывернуло руку. Пистолет чуть не выломал пальцы, он взвыл от боли. Оружие отлетело в сторону, а сверху продолжало давить. И давило, пока у него не осталось сил сопротивляться. Тогда он безвольно обмяк. что-то, а вернее кто-то вздернул его кверху и поставил на ноги, придерживая и ограничивая в движениях. Откуда взялся этот кто-то, стоящий за спиной? Пустой закоулок стал вдруг оживленным. Мальчишка все так же стоял на месте и смотрел на советника, только теперь в глазах его были страх и усталость. Кто-то с силой скручивал за спиной его руки, а на входе в закоулок стояли двое в балахонах, лица двоих закрывали капюшоны. Маги. Внутри все оборвалось. Это конец. С треском рухнула карьера, в дребезге разлетелась налаженная и уютно устроенная жизнь. Против него кто-то вел игру. Или мальчишка. Нет, мальчишка не мог. Значит, против него. Пытаться подкупить мать, сын, который отправился на тот свет благодаря тебе, глупое занятие. Голос шел из-под капюшона, мягкий женский голос. Маги покинули гильдию. Вышли в город, вмешались в жизнь простых смертных невозможно. Я объясню, господа, заторопился советник, поймал себя на том, что голос звучит истерично, неубедительно и продолжил чуть спокойнее. Я и я ведь не один. Все так делают. У вас свои интересы, у совета свои. Все хотят жить удобно и выбирают средства для своего удобства. Вы для своего, мы для своего и вашего. Все? В голосе мужчины послышалась усмешка. Другие тоже, охотно поделился советник. Другие не попадаются, жестко бросила женщина. Погодите, внутри все трепетало, я расскажу. Капюшон покачался из стороны в сторону. Нет. Это нет прозвучало как приговор. Тот, кто стоял сзади и был ему теперь палачом, понял это не хуже советника. Руки освободили, но в спину сильно толкнуло. Советник не удержался на ногах, кувырнулся вперед и отлетел к стене. Хотел обернуться, сказать что-то, заплакать, закричать, позвать на помощь, но не успел ничего. Не дергайся, мальчик. В баритоне снова звучала усмешка, самодовольная, скорее даже насмешка, насмешка человека, стоящего возле муравейника и разглядывающего глупого муравья. Муравья, который не знает ни устройства муравейника, ни устройства леса, ни даже собственного места в жизни. Не дергайся, повторил Балахон. Ты присоединишься к новой партии следопытов. Знаешь, что это значит? Митрик перестал дергаться. Недоверчиво посмотрел на мага и судорожно кивнул. Ты даже не догадываешься. Надменности в баритоне добавилось в разы, но ты узнаешь. Скоро, а пока, тебе придется подождать в заперти. Сейчас тебе не стоит общаться с простыми гражданами. Капюшон едва заметно двинулся в сторону того, кто держал Митрика. Понял? Его мать туда же. Здесь убери. Потом отправляйся к советнику. Что делать знаешь. И поторопись, скоро рассвет. Судорожно билось сердце. Митрик смотрел, как неслышно уходят люди в балахонах, как завороженный. За этим зрелищем он упустил тот момент, когда рука зажимавшая ему рот ослабила хватку. Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф просьба. Продолжение следует... Редактор субтитров МЕЧТА БУКИНИСТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и мертвое Утро было замечательным. Солнце мягко освещало комнату, пробиваясь через тонкую занавеску. Ее качал легкий ветерок, отчего на полу покачивались тени. Петра потянулся и встал с кровати. Так хорошо он не ощущал себя давно. Настроение было превосходным. Жизнь налаживалась, вступая в ту стадию своей полосатости, когда в ней явно доминирует белая краска. Мало того, что он, наконец, имеет возможность жить в городе, о чем мечтал несколько последних лет, так он еще и при деньгах, при хороших деньгах. У него есть неплохое жилье, бесплатное, могучий покровитель. От этой мысли упыря распирало. Он чувствовал себя, если и не всемогущим, то достаточно могущественным. Словно бы он поклонялся некоему богу, взамен молитв, получая все блага земные. И тут ему рассказали, как этого бога можно заставить предоставлять благо безо всяких молитв. Нет, такая ситуация не делала его самого богом. Не наделяла сверхвозможностями. Но зачем они нужны, если у тебя в подчинении тот, кто эти возможности имеет? А то, что лысого господина можно подчинить, каким бы страшным он ни казался, Петро был теперь почти уверен. Еще неделька слежки, и у него будет столько полезной информации, что лысый будет служить ему до самой пенсии. Петро распахнул окно, улыбнулся солнцу, и, мурлыча что-то пошлое под нос, пошел к выходу из комнаты. Хозяйки, с которой вчера успел обмолвиться парой фраз, снова не было. Удобная женщина. Правда, наличие в доме мертвяка ей не шибко понравилось, это было видно по глазам, но достойная плата заставила ее смириться и с ходячим трупом в доме. У лысого покровителя, что ни говори, дар убеждения. Петро вспомнил подпихиваемые ему невзначай мешочки с деньгами и рассмеялся. Скоро, очень скоро, это станет постоянной практикой. Ему будут снова и снова подсовывать мешочки, а он станет благосклонно их принимать. Сильные мира сего станут его игрушками. Нет, он не станет этим злоупотреблять, но не откажет себе в удовольствии пользоваться этим. Он вышел из дома, прошел через дворик, скрипнула калитка. Улица раскинулась в обе стороны от него, прямая, словно стрела. А пока неплохо бы обновить гардеробчик. В чем теперь ходят жители города Порта? Хоть остров и помойка для магических отбросов, а ничто человеческое его обитателям не чуждо. На заборе по ту сторону улицы светилось белым прямоугольником объявление. Петра подошел ближе, банальное любопытство, ничего более. Одного взгляда на листовку оказалось достаточно, чтобы упырь вспомнил те дни, когда был жив и умел потеть. В душе взвелась и тут же осела паника. На смену ей пришла едкая раздраженность. Объявление обещало вознаграждение за любую информацию о двух нарушителях. И если второй был описан как некий человек среднего роста, среднего телосложения, неопределенного возраста и лысый, то к первому даже картинку нарисовали. Петра изучил свое лицо на листе, оценивая портретное сходство и чертыхнулся. Его и его поручителя искали. Жизнь, даже после смерти, доказывала, что на смену белой краски всегда приходят черные. И жизни, в отличие от живущих, не расскажешь, что ты простой, дохлый парень из-за холустья. Не пожалуешься на превратности судьбы. Петра взял себя в руки и попытался успокоиться. Для начала надо думать, а не паниковать. А что тут думать? Все, что он нарыл на своего благодетеля, не имеет никакой ценности. Бога снесли с пьедестала. Ему теперь бесполезно молиться. Он больше не Бог. Его бесполезно шантажировать и использовать. Он ни на что не способен. Но почему? Почему так случилось? Не о том думаешь, — одернул себя Петра. Какая разница, почему? Случилось и все. Теперь не охать надо и не в причинах ковыряться. Надо думать, что делать. На этот вопрос ответ выходил только один, краткий и стремительный. Бежать. А как же этот лысый? Он ведь запретил менять место жительства. — Опомнись, — снова встряхнулся упырь. — Этот лысый, такой же беглец. Его точно так же ищут. Он сейчас не опаснее ужа. — Бежать, — пробормотал упырь. Возвращаться в дом не нужно. Никаких ценностей он там не оставил. Все свое носит с собой. Петра огляделся по сторонам. Улица была безлюдна. Только где-то далеко, в самом ее конце, прогуливались какие-то люди. Прекрасно. Ногти подцепили край листовки. Петра дернул. Плохо приклеенная бумага легко отделилась от забора. Упырь посмотрел на лист. Разыскиваются Петра Зульгир, упырь, и Бруно Вита, человек. Пальцы шустро перегнули листовку пополам, затем еще раз и еще. Упырь сунул бумагу в карман, огляделся и быстро пошел прочь. Обновление гардероба отменялось. Сейчас надо было как можно скорее убираться из города. — Что вы так замерли, дорогой? Вы знаете этого Бруно Вита? Или водите знакомство с мертвичиной? Советник излучал благодушие. Лысый господин натянул улыбку. — Что вы, господин Мара? Просто мне кажется, я видел этого упыря вчера. Советник Мара пригляделся к плакату. — Ага. А этот Вита похож на вас. Смотрите-ка. Средний рост, среднее телосложение, неопределенный возраст, опять же лысый. — Каково, а? Человек поправил очки и снова натянуто улыбнулся. — Дорогой господин Мара, под такое описание подойдет десятая часть жителей Лупа-Нопа и восьмая часть граждан Витана. Советник оторвался от плаката и щелкнул языком. — Да, всегда поражался вашей неприметности, дорогой мой. Как вам это удается? — Это часть моей работы, — слегка поклонился человек. — Кстати, о вашей работе. Советник сделался серьезным и повернулся к юноше, который его сопровождал. — Малыш Жозе, пойди погуляй немного, нам нужно поговорить. Извечный безмолвный сопровождающий послушно удалился, не сказав ни слова. — Так вот, о вашей работе. — Продолжал Мара. — Вы готовы сопроводить нас до Витана и вернуться сюда со следующим караваном? — Или мне поискать другого провожатого? — Лысый господин стрельнул глазами на плакат. — Как бы он хотел отказать сейчас советнику, но оставаться в городе нельзя. Надо исчезнуть на время, а там поймают упыря, и вся история закончится. Закончится, потому что упырь ничего не сможет им сказать, и никто не сможет. — Эх, жаль мертвяка. — А не на всякий сброд из этого портового гадюшника. — Что вы! — расплылся в улыбке Лысый. — Что вы, господин Мара? — Я почту за честь оказать вам эту услугу. Винни лежал под деревом и размышлял о том, что прелая листва пахнет куда приятнее, чем гниющий человек. С мыслью о своем новом теле он худо-бедно смирился. Это было не так уж невозможно. Мертвое тело было куда меньше подвержено эмоциям, чем живое. Или же сам Винни изменился и стал менее чувствительным. Мир за последние недели столько раз разрушал привычные представления о нем, что кто угодно мог бы разучиться удивляться и бурно реагировать на очередной удар по мировоззрению. Он поднял руку и почесал нос, хотя тот вовсе не чесался. Мессер с раннего утра еще до рассвета выдернул его из странного, дремотно-задумчивого состояния и принялся гонять, как солдата на плацу. В результате к обеду Винни мог вполне сносно передвигаться сам. Правда, со стороны он смотрелся как человек, изможденный долгой болезнью, но все лучше, чем лежать как паралитик. Нана убежала куда-то еще ночью и не возвращалась. Где и в каком обличье она ходила сейчас. Винни не особенно думал об этом. Девушка могла постоять за себя сама. В город она вернется вряд ли. В город она вернется вряд ли, а об остальном можно не беспокоиться. Вомпир напротив уходил, приходил, слонялся и был мрачен и задумчив. Наконец присел рядом. «О чем задумался?» — спросил он Винни. Вопрос был задан так, что юноша понял. Дерек ждал, когда его самого спросят о том же. «Ни о чем», — пожал плечами юноша. «Для того, чтобы думать, надо научиться шевелить мертвыми извилинами», — с грустной усмешкой добавил он. «А мессер пока научил меня только мертвыми руками шевелить». Вампир посмотрел на него серьезно. «Чувство юмора — это хорошо», — сказал Бестинни улыбки. «Оно спасает. Вот только мне отказало почему-то. Я все думаю, во что мы превращаемся?» Винни сел. «А во что?» «Чисто физиологически», — усмехнулся Дерек, поняв, что, не желая того, задел животрепещущую для Винни тему. «Ну, сперва ты будешь как Петра. Живой мертвец. Все то же самое, что и у живого, только радости другие». «Почему?» «Потому сердце не бьется, нервы не работают, печень, почки. Короче, алкоголь не действует, и вкус шампанского с трюфелями не радует. Но не переживай. Мертвяки давно уже придумали заменители, которые приносят радость. Человек, даже мертвый, без радости, не человек. Ну и будешь помаленьку гнить. Постепенно тело сгниет, останутся кости. Станешь похожим на нашего лорда. Потом кости превратятся в тлен, и от тебя останется лишь воспоминание. Но все это произойдет через сотни лет». «И что?» Похолодил Винни. «Нет никакого выхода. Выход есть всегда», — фыркнул Дерек. «Заработаешь денег. Сможешь купить себе новые кости или новое мясо. Продается все. И пересаживается все. Оторвут от тебя кусок, пришьют вместо него кусок посвежее от какого-нибудь недавно умершего бедняги. И можешь дальше гнить себя». Винни представил себе эту картину, и ему стало противно. И еще пару дней назад его бы вытошнило. Но теперь желудок молчал. «Я не об этом», — поспешил он. «Ведь можно же как-то вернуться к жизни». Мессер говорил. «Мессер в этом разбирается получше меня», — перебил Дерек. «Но только Мессер уже много лет ищет такой способ. И что же? Нашел он его? Мы все хотим снова стать тем, чем были. Вот только не знаю, возможно ли это. Лорд столько лет ищет средства и не нашел. Так, может, и искать не стоит. А ты? А я?» Дерек запнулся. «Я никогда и не пытался. Я всю свою жизнь кровососом, как говорил наш гнилой приятель, искал возможность сделать эту жизнь приятнее. Лучше, что ли?» Вампир замолчал и неожиданно зло рассмеялся. «А результат такой же, как у Мессера. Никакого результата, малыш. Думаешь, лучше и не пробовать?» Винни не пытался подловить приятеля на чем-то, не пытался воспитывать. Он просто заново узнавал мир. Пару месяцев назад мир был прост, понятен и заканчивался городской стеной. В этом мире были свои цели, задачи, решения, понятные, простые, давно придуманные и объясненные еще до его рождения. Живи по кодексу жизни, и все у тебя будет хорошо. Вот и весь закон. Потом мир раздвинулся, стал шире. В нем появился второй центр. Мир был необъятен и окружен бесконечностью океана. В нем было сложно и интересно. Его хотелось соотнести с тем, что он знал. Вывести новые отношения и закономерности между этими мирами. Соединить их для себя, а потом и для всех. Затем мир стал необъятным. А все, что он узнал до того и узнал теперь, оказалось крохотной горской мусора на краю этого мира. Мир стал бесконечным и непонятным. Ответов в нем было меньше, чем вопросов. А каждый новый ответ рождал новые вопросы. В этом мире он потерялся. Потерял себя. Потерял понимание. Цели, задачи, такие понятные, рассыпались в прах. Сейчас ему хотелось снова стать живым человеком. Это была единственная цель, мечта. Но она ничего не решала и не изменяла. Мир от этого не изменится. Да и он сам не изменится. Поменяется только его состояние, физическая оболочка. А так ли она важна? Что нужно менять? И нужно ли, что нужно понять? — Не пытаться, — задумчиво повторил Дерек, — и жить, как твой приятель Петра. Это очень соблазнительно иногда. Но, думаю, лучше биться головой об стену в надежде ее пробить, чем сидеть под стеной, поклоняться ее величию и смеяться над бьющимися в нее идиотами. — Лучше быть идиотом, чем упырем, — усмехнулся Винни. — Лучше быть человеком, чем упырем, — ответил Дерек. — Если для этого надо быть идиотом в глазах упыря, что ж, я согласен. Вот вчера я вел себя, как упырь, и до сих пор меня это гложет. Я не обиделся, смутился от чего-то Винни. — Дело не в тебе, — покачал головой Дерек. — Дело во мне. Не понимаешь? Винни не ответил. Хотелось бы сказать, что все ясно, но ясно-то как раз ничего и не было. Выйти Петра решил через главные ворота. Покидать город через небольшую лазейку — лишний шанс нарваться на патруль. Там, где никто не ходит, нет работы, зато плодится скука. А от скуки можно и дятла на дереве проверить, приняв за подозрительную личность. Главные ворота наиболее многолюдны, потому есть шанс проскочить незамеченным. Правда, всегда оставалась возможность, что его узнают и поднимут тревогу, но люди в большинстве своем смотрят под ноги, а не по сторонам. Так что вряд ли кто-то видел объявление о его розыске. И уж тем более никто не обратит внимания на него самого. У жителей портового города и без него дел хватает. Если не наступить такому на ногу, он на тебя и не посмотрит. Какое ему дело? На ноги Петра никому не наступал. С охраной повезло. Она была занята досмотром телеги какого-то упыря фермера. Поэтому он беспрепятственно покинул город. Настроение снова стало подниматься. К черту этот портовый, шумный, бессмысленный уль. У него столько денег, что можно прекрасно устроиться в любой деревне. И нечего корчить из себя Денди. Он простой, дохлый парень из-за холусти. С этим жить привычнее и спокойнее. Дорога сузилась, разветвилась, разделившись на несколько совсем уж истанчившихся тропок, словно вилка. Петра свернул на ту, что была менее приметна. Сейчас надо уйти подальше. И желательно при этом ни с кем не встречаться. Чем меньше стороннего внимания к его персоне, тем лучше. По краям замелькали деревья, лес сгустился, как столярный клей. Кроны деревьев сомкнулись над головой, зеленой сетью обхватывая небо. Веселый пейзажик радовал глаз. Но у Петра почему-то возникло стойкое чувство, что за ним кто-то следит. Упырь оглянулся. На дороге помимо него никого не было. Показалось. Петра зашагал быстрее. Чувство не покидало. За ним кто-то следил. Кто-то смотрел ему в спину. Если не с дороги, то из-за кустов. А может сверху, сквозь сплетающиеся кроны. Упырь замер. Прислушался. Птицы. Ветер. Жизнь леса. Никаких посторонних звуков. Но зуд между лопаток был слишком силен, чтобы с ним не считаться. Он снова зашагал быстрее. Почти перешел на бег. Припустил, постоянно оглядываясь, никого. Да и кто может за ним следить. Облюстить или порядка из лупа-нопа. Лысый, купивший его со всеми потрохами. Охрана дальше цепи городских постов носа не кажет. У странного страшного человека сейчас должно быть своих забот выше крыши. Петра оступился, споткнулся, дернулся, словно ему ударили по лицу. Впереди. В шагах вста от него стояла огромная, страшная, как смерть, собака. Или волк. С такого расстояния и не разобрать. А чтоб тебя! Рявкнул перепугавшийся упырь. Животное восприняло это, как призыв к действию. Корпус собаки опасно наклонился вперед, и она потрусила в сторону Петра. Нет, не собака, волк. Облезлый и наверняка голодный. Голодный настолько, что сожрет, не разбираясь, свежее мясо или с гнильцой. Упырь не любил ни собак, ни волков, ни перевертышей, которые в них легко превращались. Не любил и боятся. Не любил и боялся. А чтоб тебя! Крикнул он громче. Развернулся и побежал. Волк тоже прибавил хода. Сзади слышались мощные, хоть и тихие скачки. Или казалось, что они слышатся. Петра обернулся. На дороге никого не было. Упырь смачно выругался. Завертелся в поисках животного, но дорога снова была пуста. И что теперь? Куда дальше? По уму вперед, вглубь острова, подальше от города. Но если с учетом бешеной собаки, прячущейся где-то в придорожных кустах, то скорее обратно, назад. До развилки, где есть хоть какие-то люди или нелюди, хоть кто-то, кто примет его сторону, защитит от дикой твари. Петра завертелся не в силах принять решение и замер. Кусты раздвинулись беззвучно, и животное снова появилось рядом. Волчица. Потрепанная, полинявшая, жутко уродливая, похожая на брошенную собаку. Внутри екнула. «Эй!» Петра выставил перед собой руки, словно пытаясь защититься. «Я же тебя знаю. Ты... Нана?» Волчица молча показала зубы и упырь отдернул руку. «А может, и не Нана? Все они на одно лицо. Хотя вторую такую страхолюдину поди, сыщи». Животное остановилось в пяти шагах. «Один прыжок», — оценил Петра. «Один прыжок, и зубище этой бестии сомкнутся на его горле. Это его, конечно, не убьет, но покалечить тварь его может сильно. А где ему сейчас новые запчасти найти?» «Чего ты хочешь от меня?» Чуть не плача взвыл упырь, чувствую, как предательски дрожит голос. Волчица смотрела молча, не мигая, пугающе. Петра отвел взгляд. «Я пойду», — тихо сказал он. Животное молча показало зубы. Он видел это краем глаза, но рассмотрел во всех деталях. «Не пойду», — метнулась в перепуганной голове. Волчица медленно двинулась к нему. Петра попятился. «Шаг за шагом, медленно, но верно». Через десяток шагов понял, что его оттесняют к лесу. Попытался сместиться в сторону, но волчица тут же показала зубы. «Чтоб тебя», — бессильно заскулил Петра. Зверь скалясь шел на него. Единственный выход, который он оставлял упырю, — отступать в лес. Зеленый, пронизанный солнечными лучами, наполненный птичьими трелями, который почему-то стал жутким и пугающим. Но другого выхода не было, и Петра продолжал отступать шаг за шагом. Сколько он так шел, упырь не смог бы сказать. Время потеряло всякий смысл, превратившись в тягучую резинку страха. Пятился он четверть часа, а может час, или целую вечность. В какой-то момент он понял, что может идти только в одном направлении, и отвлекся. Не заметил, как зверь пропал из поля зрения. Словно растворился в зелени леса. Что это значит? Упырь испугался и снова завертелся, как уж на сковородке. Но через секунду услышал голоса. Ага, вот оно, где-то рядом люди. Или еще какие-то разумные существа, без зубов и с даром речи. С ними можно договориться. Зверь услышал их раньше и испугался. Спасение показалось близким. Петра радостно бросился на голоса. Лес чуть поредел. Впереди замаячил просвет. Поляна. Петра бросился к спасительной поляне изо всех сил. Деревья раступились. На поляне сидели трое. Один привалился к дереву. Двое других сидели поодаль. Мальчишка, мужчина и... Скелет. Трое замолчали. Секунду они и Петра смотрели друг на друга. Спасения нет. Метнулось в голове. Он хотел бежать, но прежде чем желание оформилось в осознанное действие, мужчина в несколько крупных прыжков оказался рядом. Петра дернулся, но получил хороший удар в ухо. Земля и небо поменялись местами. Упырь понял, что летит, что никуда уже не денется. В голове замельтешили спутавшиеся мысли. Мир остановился. Он посмотрел перед собой. Рядом возвышался знакомый до тошноты вампир. Взгляд Дерека не предвещал ничего хорошего. На ловца и зверь бежит. Сурово сообщил он. Подъем, гнилушка. Разговор есть. Петра попытался подняться. Краем глаза, отметив, как за спиной вампира, на поляну выходит красивая женщина. Нана с изяществом поправляла одежду. А чтоб тебя, пробормотал упырь и бессильно откинулся на землю. Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста. Петра представляет. Михаил Костин, Алексей Гравицкий. Живое и мертвое. Надо отдать ему должное. Упырь довольно быстро справился с растерянностью. Сейчас он был связан по рукам и ногам и подвешен за ноги на дерево, но даже несмотря на это, на мерзкой упырячьей роже сохранялась надменная улыбка. Дерек, Мессер и Нана сидели рядом. Ухмылка мертвяка действовала на них не лучшим образом. Винни отсел подальше, смотреть на экзекуцию не хотелось. «Ты все равно все нам расскажешь», сквозь зубы прошипел Дерек. «А что я вам должен рассказать?» Петра понял, что бывшие попутчики не так уж много о нем и знают, а вместе с тем осознал, что угроза не столь велика, зная не больше, не стали бы нянчиться. «Начни с того, как ты ограбил Винни», предложил Дерек. «Я? Ограбил? Это вы меня ограбили». Упырь кинул взгляд на содержимое своих карманов, которое весьма бесцеремонно вытряхнули и сложили в стороне. Из того, что требовало объяснений, там было три тугих мешочка с деньгами и сложенный в восемь раз лист, с которого глядела его рожа. Лист пока не трогали, а деньги... Лучший способ защиты нападения уж это Петра знал точно. «Разве нет?» продолжал он. «Отобрали мое кровное, как бандит из большой дороги. Я такого себе не позволял». «Не ври про хвост», вступил мессер. «А кто взял с нас деньги и не заплатил мальчишке даже ломаного гроша?» «А разве я отбирал у вас деньги?» Ухмылка упыря стала гажа. «Вы сами мне их отдали». «За что?» «За что?» «За то, что я проведу вас в лупа-нупа, найду поручителя, поселю в гостинице. Разве я не выполнил хоть что-то из того, за что вы мне заплатили?» «У вас был проводник, был поручитель. Вы попали в город в срок, поселились с комфортом. Так почему я стал вдруг вором?» «А мальчишке я не обещал никаких денег. Мы договорились, что он берет на поруки четверых добрых нелюдей, а я провожу его в город и все. Опять же, обещание я выполнил. Более того, кормил его всю дорогу и воспитывал, что в наши договоренности не входило». «Воспитатель!» фыркнула Нана. «В отличие от вас, я никого не хватал посреди дороги, не бил, не связывал и не отбирал ваших денег. Но почему-то вы мне говорите о том, что я грабитель. Хотя, если разобраться, все совсем наоборот». «Прохвост!» со смаком добавил Мессер. «Петра его явно злил. но при этом вызывал долю восхищения. Он прав», подал голос Винни. На минуту восстановилась тишина. «Спасибо, Живчик. Так, может, вы меня снимете, наконец?» добавил Петра. «Помечтай», огрызнулся вампир. «Пока не расскажешь все, будешь висеть». «Что еще вам нужно?» патетично вздохнул упырь. «Откуда у тебя столько денег?» кивнул на три увесистых кошеля Дерек. «Заработал», отозвался Петра, даже не моргнув. «Каким образом?» «Не ваше дело. Не украл, не бойся». «Хорошо», — Дерек поднялся, зло скрежетнув зубами. Пальцы вампира выхватили из кучи бумагу, сложенную пополам, еще раз и еще. Петра почувствовал приближение чего-то неприятного. Кровосос развернул листовку. С бумаги на Петра посмотрело его собственное, выполненное в странной манере, лицо. «Интересно, какой мазилой ты рисовал?» «А это что?» «А это я», — честно признался Петра. «Из чего бы тебя искали, если ты такой честный?» «Оклеветали меня», — отмахнулся упырь. «Вчера вот вас искали, сегодня меня. Что с того?» Он понял, что сболтнул лишнего и поспешно заткнулся. Но Дерек встрепенулся, словно почуявший лису спаниель. «А откуда ты знаешь, кого искали вчера?» Упырь не ответил. Он просто не знал, что ответить, потому молчал, расслабленно болтаясь вниз головой. Ветерок покачивал тело, тихо поскрипывала по суку веревка. Лицо Дерека начало набухать, словно ему шею перетянули веревкой. Было видно, еще чуть и вампир сорвется. Мессер поспешно встал и мягко оттеснил товарища. «На этой бумажке упоминаются два существа», — твердо заговорил Мессер. Каждое слово лорд чеканил так, словно вгонял ими гвозди в крышку Петрова гроба. «Одного ты узнал, второго узнали мы. Это именно он убил Винни». «Этот усредненный?» оживился Петра. «Да мало ли таких». «Допустим, но как вы с этим или другим усредненным оказались в розыске одновременно? Кто он?» «Понятия не имею», — фыркнул Петра. «Врешь, гад!» — взревел Дерек. Прежде чем кто-то что-то успел сообразить, вампир одним рывком добрался до висящего связанного упыря и хорошенько поддал ногой, словно бил по мячу или валику, на каких тренируются поединщики. Упырь всхлипнул, Винни вздрогнул. От Дерека он этого не ожидал. Нана и Мессер поспешно оттащили порывающегося добавить с другой ноги вампира. Дерек сейчас был жуток. Куда только девалась былая аристократичность. Теперь он выглядел безмозглым спортсменом, которому к тому же дали по морде, выбив остатки мозгов. Петра прокашлялся. Мессер подошел ближе. «Если ты не расскажешь сам, то...» «Что?» перебил Петра. «Сдадите меня властям, да вы сами вне закона». «Не заговоришь по-хорошему, и я тебя убью», зло произнес Мессер. Упырь расхохотался. Веревка заскрипела сильнее. «Меня нельзя убить, костяшка, я уже сдох». «Сдохнешь еще раз», пообещал Мессер. «Помнишь тех прохвостов с дороги?» Петра почувствовал неприятный холодок внутри, но вида не подал. «Ты не посмеешь. Одно дело в глубине острова, а другое рядом с городом. Тебя вычислят, каким бы хитро вывернутым магом ты ни был». Мессер сосредоточенно разглядывал землю, под висящим вверх тормашками упырем. Он был настолько увлечен этим, что, кажется, уже ничего не слышал, но на последнюю фразу лишь усмехнулся. «Ошибаешься», с каким-то сладострастием протянул скелет. «Это те бедолаги на дороге сгорели мгновенно. С тобой будет по-другому. Поверь мне, есть масса сложных заклинаний, которые заставят меня попотеть, но доставят тебе массу незабываемых ощущений». Он отпихнул ногой пару веток, расчищая пространство под повешенным, и снова критично осмотрел фрагмент земли. Так художник смотрит на чистый лист. «Ты у меня вспомнишь, как был живым, как было больно, и еще тысячу раз пожалеешь, что вспомнил об этом». От голоса мессера винни стало страшно. Он посмотрел на упыря, тому тоже было не по себе, хотя он по-прежнему держал себя в руках. «Не посмеешь?» крикнул Петра. «Тебя найдут. Найдут раньше, чем ты меня доконаешь. Обещаю, что еще раньше ты начнешь говорить». Мессер взял пруд, обломал кончик, сделав его острым, и принялся быстро что-то чертить на земле. Петра висел вверх ногами и нецензурно бронился. Рисунок под ним сложился в круг, состоящий из сложных закорючек неведомого алфавита. Круг был неровный. От него в стороны уходили корявые протуберанцы вязи. Мессер встал, довольно оглядел плоды своего труда. Ненужный прутик полетел в сторону. Маг поглядел на обездвиженного упыря. Итак. «Тебя поймают!» Голос Петра дал петуха. «Следует понимать, что мы не станем сотрудничать. Вас всех поймают. Сюда придет городская стража. Меня снимут, а вы все отправитесь в склеп». Петра орал. «Дико!» Упырю явно было страшно. «Отправимся туда вместе», миролюбиво сообщил Мессер. «Ты блефуешь! Вы не посмеете!» Упырь задергался, раскачиваясь из стороны в сторону. Веревка скрипела, но держала крепко. «Живчик!» «Скажи ему!» «Что ты смотришь?» «Они же звери, не то что мы с тобой!» Винни вздрогнул. Зрелище давно уже угнетало его, но встать и уйти он почему-то не мог. Потому сидел и думал только о том, чтобы его это не коснулось. Не вышло. «Ну, что ты смотришь?» надрывался Петра. «Ты же теперь такой же, как я!» «Неправда!» выдавил Винни. Слово прозвучало едва слышно. Горло сдавило от навалившихся вдруг чувств и мыслей. Его захлестнуло с головой, и он, словно поваленный этой волной эмоций, сел обратно на землю. «Неправда!» прошептал он одними губами. Его никто не мог услышать, но Мессер услышал. Или увидел. А может, почувствовал. На мгновение он замер, глядя на мальчишку. Уже в следующий момент движения его стали твердыми и четкими, словно на поляне заработала машина. Если бы на черепе могли отражаться эмоции, можно было бы точно сказать, что старик вне себя от ярости. «Я дал тебе шанс!» Мессер опустился на колени, коснулся рисунка на земле и начал бормотать что-то. «Стой!» взревел Петра, словно резаная свинья. «Я скажу! Я все расскажу, только перестань! Остановись! Не надо!» Лорд поднялся на ноги и посмотрел на упыря. «Я все, только не надо! Я все расскажу!» лепетал Петра, побледневший, кажется, сверх своей обычной бледности. Винни отвернулся, уронил голову на колени и зажал уши руками. Только бы не видеть и не слышать всего этого. Упырь говорил быстро, сбивался, умолял снять его, дескать, ему неудобно говорить, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы выполнить его просьбу. И он снова говорил и снова сбивался. То ли страх развязал язык, то ли Петра понял, что с ним не шутят и самое время продавать ставшую ненужную уже информацию за собственную шкуру, но разговорился он не на шутку. Винни, не желавший этого видеть и слышать, очень скоро стал прислушиваться. А после определенных подробностей решил, что старый лорд был не так уж и жесток в отношении упыря. Гнилым Петра оказался во всех смыслах. Это подтверждали рассказанные им истории. А начав говорить, болтал он уже без умолку обо всем подряд. Для начала упырь поведал историю махинаций с Винни и его порученцами. Впрочем, об этом и так все уже знали. По ходу всплыл несчастный рогоносец, чуть не открывший по ним стрельбу по дороге в Лупонопо. Петра клялся и божился, что не брал его кошелька, но не единожды успел взять его жену. Причем в разных позах, о каждой из которых упырь поведал зачем-то отдельно. Слезливая история про его собственную жену и ее любовника оказалась чистой воды выдумкой. Петра придумал ее там же, только чтоб попутчики от него отвязались. Впрочем, все это было сущей ерундой в сравнении с тем, что всплыло дальше. А этот человек, тараторил Петра, словно опаздывая, «Ну, то, что разыскивается, лысый. Он нашел меня в тот день, когда мы пришли в город. Сам. Я его не знал. Не видел никогда. А он меня выследил и того. Пытал. Ну, короче говоря, денег мне предложил. Много. За что?» — уточнил Дерек. Он снова олицетворял само спокойствие и слушал упыревые истории с непроницаемым лицом. «За то самое!» — огрызнулся Петра. «Ну, чтобы я, значит, показал ему, где вы остановились. Ему мальчишка нужен был. Он так сказал. Мальчишка, говорит, мой друг, любые деньги плачу, только скажи, где его найти». «За то, чтобы мальчишку убить, он тебе денег не предлагал?» — ядовито осведомился вампир. «Я не убийца!» — вскинулся Петра. «Ты про хвост!» — согласился Мессер. «Дальше». «Что дальше?» «Дальше?» «Ну, снимите же вы меня! Невозможно говорить головой вниз!» «Я простой, дохлый парень!» «Слышали!» — перебил Мессер. «Дальше!» Петра шумно вздохнул и продолжил. «Денег он мне дал, я ему показал, где мальчишка живет. И все в расчете. Потом несколько дней прошло, он опять меня нашел. Посулил денег, дом и спокойную жизнь за небольшую услугу». Упырь замолчал. В наступившей тишине слышно было, как поскрипывает веревка. «Что он хотел?» «Он сказал, что мальчишка мертв, что вы его убили. Он брал меня на пороки, но я должен был доложить, что вы убили моего бывшего поручителя. Я согласился. Чего бы не согласиться?» «Сволочь!» фыркнула Нана. «Знаешь, Цепа, я простой, дохлый парень. У меня простые желания. Я жить хочу. Причем хорошо. Вот тебе твой театр свербит. Сел бы перед тобой главный театрал и сказал бы, что я убийца, укокошил мальчика, а тебе надо всего-то это подтвердить. Тогда всем будет хорошо, а тебе в виде признательности место в театре устроят. Что бы ты тогда сказала? Если подумать, мы все... Заткнись!» С угрозой процедил Дерек. Упырь послушно прикусил язык. Вампир был зол и сосредоточен. «Рассказывай дальше», потребовал Мессер. «Снимите!» Снова законючил Петра, но наткнулся на взгляд Дерека и поспешно заторабанил. «Короче говоря, вас объявили в розыск, а я получил дом и деньги. Но на другой день почему-то в розыске оказался я сам и этот лысый». Петра умолк. Винни задумчиво сопоставлял события. Теперь все вставало на места. Вот только непонятно, зачем этому лысому понадобилось его убивать. «Понимаешь, да?» Толкнул скелет Дерека. «Они наткнулись на нас свиньи, приняли его за живого и вытулили нас из города. Если мальчик жив, так выходит, мы не виноваты, а этих двоих за лжесвидетельство в розыск». Петра попытался вывернуться. Получилось плохо. «Эй, теперь развяжите!» Дерек покачал головой. «У меня еще кое-что есть», похвалился Петра. «Снимите?» «Говори!» с угрозой произнес вампир. «Этот лысый?» «Он из того же места, что и Винни?» Винни подскочил, словно ему в седалище воткнули шило. «Как? Из Витана?» «А, живчик, я знал, что тебе станет интересно». Он в городе встретился с одним таким господином, называл его Маром. Мессер быстро повернулся к Винни. «Тебе это что-то говорит?» «Господин Мара один из членов Совета Витана, но я не понимаю». Лорд поднял руку и Винни замолчал. «Если маг просит, то вопросы лучше задавать потом». «Почему ты решил, что лысый из Витана?» «О чем они говорили?» «Этот Мара говорил с ним, как со старым знакомым. Еще за Мара парнишка ходит. Так как у них с лысым разговор серьезный пошел, Мара парнишку от себя отослал. Бережет он его. Может, сын. Но тоже явно из вашего Витана. У них говор одинаковый. Да и темы такие, как у живчика. Так могут только пришельцы разговаривать. Или психи. Снимите меня». Винни поднялся. В голове все спуталось окончательно. Лысый обещал его до болота проводить и обратно. На днях они туда отправятся. Не сегодня, не завтра. «Снимите, я все сказал». Дерек присвистнул. Мессер пристально поглядел на упыря пустыми глазницами. «Когда и где пойдут». «Не знаю», – задергался упырь. «На днях. Когда я подслушал, они точно не договорились, а пойдут через центральные ворота». Это они сказали. Они не сказали. Но у них караван на полтора десятка телег. Так через какие ворота им еще идти? Мессер отошел от дерева. Окинул пустыми глазницами поляну. Повинуясь этому призывному взгляду, Нана, Дерек и Винни подошли ближе. «Надо перебраться ближе к главным воротам. Встанем у дороги и будем ждать». «Согласен», – кивнул Дерек. «Перехватим лысого, вытрясем из него прояд, а заодно и провитана этот. «Не торопись», – одернула Нана. «Там караван. Может, там народу с ним столько, что тебя самого в бараний рог свернут». «Посмотрим по обстоятельствам», – решил Мессер. «Берите вещи и идем». Сборы были недолгими. Лорду на все про все хватило минуты, благо мешок был уложен, а закинуть его на плечо и накинуть плащ – дело нехитрое. Остальные тоже недолго возились. Петра наблюдал за бывшими товарищами со странным чувством. «Эй!» – не выдержал, наконец. «Снимите меня!» «Все готовы?» – спросил Мессер. «Тогда идем». «А с этим что?» Дерек кивнул наупыря, висящего в позе летучей мыши. «Пусть висит. Второй раз не сдохнет. Рано или поздно его кто-нибудь снимет». Мессер развернулся на каблуках и зашагал прочь. Следом пошла Нана. Винни недоверчиво смотрел на болтающегося вверх ногами Петра. Подошел Дерек, пихнул в бок, и юноша вздернулся. Вампир подмигнул и кивнул, топой, мол. «Эй, я вам все рассказал!» – заголосил Петра. Винни двинулся прочь. Правильно ли они поступили? Он ведь сам никого не убивал, хотя пособничал и делал множество других гадких вещей. «Эй!» – надрывался упырь. «Так нечестно!» «Снимите!» С другой стороны, его тоже никто не убивает. – решил Винни. Но лишили свободы и удобств на какое-то время. Несмертельно. И юноша зашагал быстрее. Следом легкими шагами скользил вампир. Дерек умудрялся двигаться так, что даже в лесу ни один листок не шелохнулся под его ногами. Ни одна веточка не хрустнула. «Эй! Снимите!» надрывно звучал голос упыря. Он звучал еще долго. Винни слышал его даже тогда, когда его уже невозможно было услышать. Они вышли на дорогу, свернули к городу, а крик упыря все стоял в ушах. Стоянку устроили в стороне от дороги. В том месте, где дорога истончалась и делилась на несколько узких неприметных тропок, словно вилка. Место выбрали так, чтобы идущие из города и в город были видны, а стоянка путникам в глаза не бросалась. Костерок развели небольшой уже ночью. Винни лежал у костра и смотрел на небо, чистое, усыпанное звездами. О вчерашнем буйстве стихии не напоминало ничего. Вот только на душе у юноши было пасмурно. В стороне сидел мессер. Лорд повернулся спиной к огню и смотрел на дорогу. Интересно пришло в голову. Как там Петра? Его уже кто-то снял? Или он до сих пор висит вверх тормашками и голосит во всю глотку? Упыря почему-то было жалко. Хотя тот наверняка не думал о Винни, когда продавал его лысому убийце. Убийца. Мысли перепрыгивали с одного на другое, словно в чехарду играли. За что его убили? Кому он мог помешать? Он ведь просто мальчишка. Пусть юноша, хотя теперь Винни почему-то не ощущал себя таким уж взрослым. Более того, пришло понимание того, каким сопляком он выглядит в глазах тех, кто постарше. Мессер позвал Винни. Можно спросить? Лорд не повернулся. То ли не хотел смотреть на огонь, то ли не очень-то рвался смотреть на Винни. Спрашивай. Я ведь никому ничего не сделал. Осторожно, начал Винни. Зачем меня убивать? Маг вздохнул. В костре весело треснул сучок. Кверху подлетел сноб искр. Я не знаю, как там все устроено в вашем Витане, но полагаю, что люди везде одинаковые, неторопливо заговорил лорд. А если так? Вот смотри. Один юноша попадает туда, куда попасть не мог. И выясняет, что там совсем не то, что говорят власти. Власти и приближенные к ним лица запросто гуляют в том месте, которого, по их словам, не существует. Приближенный к власти человек убивает попавшего туда юношу. Мессер замолчал ненадолго. Потом добавил. Знаешь, я думаю, что твоим согражданам, тем, которые создали Витана, просто не нужно, чтобы кто-то знал о том мире, в котором ты сейчас находишься. Ты узнал, и тебя убили от греха подальше, чтобы не вернулся и не разболтал, чего не надо. Понимаешь? Нет, честно ответил Винни и отвернулся. Мессер, конечно, мудрый и многое понимает, но здесь явно перемудрил. Может быть, один советник еще и затеял какую-то жуткую махинацию. Тогда его надо поймать и судить, но весь совет... Нет, не может быть. Да и зачем? И потом ведь над советом стоит гильдия, а там маги посильнее Мессера. Наверняка уж от них-то такое не скроется. Нет, лорд просто привык, что все вокруг упыри, вот и видит их там, где надо и не надо. При мысли об упырях снова возник болтающийся вверх тормашками Петра. Винни представил его себе так ясно, что даже услышал, кажется, скрип в веревке. «Мессер, скажи», прошептал Винни еле слышно, «Я такой же, как и он». Вопрос был непонятным, но маг понял. Лорд хмыкнул, пошевелился в темноте. Винни ждал. «Знаешь», отозвался старик наконец, «это тебе решать». Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и мертвое Караван господина Мора выдвинулся из Лупа-Нопа утром третьего дня. И вышел он, вопреки ожиданиям, не через центральные ворота города, а через восточные. Нет, ни лысый господин, ни советник Мора не ждали, что их кто-то станет подкарауливать возле центральных ворот. Все объяснялось куда как проще. На восточном выезде у господина советника был прикормленный пост. И пока Винни вместе с товарищами ждал появления каравана неподалеку от центральных ворот, обозы советника удалялись и удалялись от города. Караван был невелик и довольно консервативен. Полтора десятка груженных телег, возницы, сам господин Мора и лысый господин, которого Мора называл как угодно, только не по имени. Лысый вызывал неприятные ощущения. Он вроде бы и улыбался, но делал это так, что хотелось сбежать. Бывают притягательные улыбки, завораживающие. У лысого господина улыбка была будто вырезана из бумаги и посажена на клей. Повозки тащили лошади и сам Мора вместе с лысым провожатым ехал верхом. Советник был достаточно состоятельным человеком, чтобы позволить себе более совершенный способ передвижения, но отчего-то этого не делал. Может, не хотел привлекать к себе внимание всяческой шантропы, которая разгуливала по лесам и дорогам острова, а может, просто из жадности. Вот возницы подбирались точно с расчетом на то, чтобы сэкономить. Поэтому дюжина из пятнадцати была мертвяками, а оставшиеся трое настолько опустились, что мало чем отличались от упырей. Такие и живые, и мертвые были готовы на любую работу за сущие копейки, потому что стоящей работы им никто бы не предложил, а сидеть без средств к существованию трудно, даже если ты давно помер. Странные мысли крутились в юношеской голове. Жози ехал замыкающим. Это вполне устраивало юношу. Он знал, что господин Морани захочет тащить его с собой, и потому наслаждался тем, что находится в хвосте, и про него забыли. Может быть, покровитель опомнится слишком поздно, чтобы отослать его обратно. Поездка до болота, в котором прятался родной Витана, и обратно, была для Жози развлечением. Все лучше и интереснее, чем безвылазно сидеть в портовом городе. По Витана он не скучал, но топтать бесконечно улицы Лупа-Нопа было столь же скучным занятием, хотя на жизнь Жози не жаловался. Он вообще не имел такой привычки. Его вполне устраивала судьба следопыта, которым он покинул Витана, и он с благодарностью принял дар судьбы, которая решила, что ему не стоит делить ее с другими следопытами. Это была ошибка. Жози отстал, заблудился, сунулся не туда. В результате следопыты покинули стены Витана без него. Узнав подробности, Жози был не просто шокирован. Вернуться назад, получив такое знание, он не мог. И оставалось ему лишь ожидать следующей партии следопытов в заперти и в ужасе от свалившихся на голову откровений. Но судьба поступила гуманнее. Судьба столкнула его с господином Мара. Советнику на тот момент было около пятидесяти. Старик, как окрестил его для себя Жози, был бездетен и сентиментален. На избежавшего своей доли Жози он посмотрел как на сына и принял его как сына. И Жози не стал противиться судьбе. Почему бы не стать сыном советника? Кроме того, вне Витана все одно жизнь интереснее, чем в городских стенах. Каким бы знанием ни пришлось за это платить. Так Жози попал в Лупа-Нопа, поселился в доме советника и стал малышом Жози. С дурацким словом малыш пришлось смириться, как и с манерой советника отсылать его, если у того заходил разговор о вещах, мягко говоря, нечистоплотных. Так советник берег Жози от грязи, в которую тот уже и без того вляпался по уши. Но забота была хоть и наивной, но столь искренней, что с ней тоже пришлось смириться. Малыш Жози голос Мора оторвал от размышлений. Жози оглянулся, прикинул расстояние. Рано вспомнили о нем, ох, рано. Прогулка отменяется, придется возвращаться обратно. Юноша спрыгнул с края повозки, обозы продолжали тянуться, не меняя скорости, только Мора и его лысый проводник с самоклеющейся улыбкой, остановили лошадей и ждали его на обочине. Жози подошел ближе. Малыш, нам пора прощаться. Дальше дорога становится небезопасной, а тебе еще возвращаться в город. Советник и в самом деле говорил с ним, как с маленьким. Это было смешно и глупо, ведь Жози уже 22. Может быть, я могу поехать с вами? Спросил он. То он был просительным, как у мальчика, клянчившего взять его с собой на ярмарку в город. Жози, сам тому удивляясь, понял вдруг, что принимает правила игры, поддерживает Советника в его стремлении считать юношу мальчиком. Не веди он себя в чем-то, как малыш. Возможно, приемный отец уже давно перестал бы применять к нему это прозвище и относиться бы стал иначе. Нет, покачал головой советник, не стоит. Это не увеселительная поездка, лучше мы съездим с тобой на конную прогулку, когда я вернусь. Мара свесился с седла, и поцеловал юношу в лоб. А теперь ступай. Уходить не хотелось смертельно, но спорить Джози не стал. Он послушно поклонился и пошел назад, к городу. Лысый господин с приклеенной улыбкой наблюдал, как Мара провожает юношу взглядом. И на этот раз улыбка у него была не приклеенная, а ехидная. «Зачем вам этот мальчик, господин Мара?» – поинтересовался он. «Я уже четвертый год ломаю голову и не нахожу ответа». «Это не ваше дело, дружище», – неохотно ответил советник. «Простите», – ухмыльнулся лысый, «я из чистого любопытства. Расслабьтесь». Советник пришпорил коня. Лысый скакал рядом, стремя в стремя. «И все-таки», – не успокаивался он, «готовите себе преемника. Хотите, чтобы он унаследовал ваше место в совете Витана?» Мара посмотрел неприязненно. «Не поверите, но не хочу. Я вообще не хочу, чтобы малыш Жози имел какое-то отношение к этому отвратительному городу. Все, что я ему завещаю, мое состояние и дом в Лупа-Нопа. Возможно, он будет жить здесь и радоваться. А возможно, настанет день, когда он сбежит из этого гадюшника». «И потому вы всячески бережете его от наших дел, боитесь за юношескую ранимую душу. Советник, советник, ведь он уже знает, насколько все это грязно. Он это прошел, или вы забыли? Или думаете, что он забыл?» «Считайте это моим капризом», небрежно отмахнулся Мара. Но жест получился излишне напряженным. Какое-то время они ехали молча, скрипели колеса, фыркали лошади, тянулся обоз, пока сам советник не нарушил тишины. «Скажите, дружище, а у вас что, в самом деле нет ничего, что вам было бы дорого?» «То, что нам дорого, дорого нам обходится, советник. Все, что нам дорого, создает слабые места. Я не могу позволить себе слабых мест и сдержки профессии». И лысый снова улыбнулся. Странно, жутковато. Дни тянулись долго и тошнотворно, как путь слезняка по травинке в унылый дождливый день. Иногда по дороге кто-то проходил, реже проезжал, но ни советника, ни лысого убийцы не было. Винни все больше и больше думал о том, что сказал тогда в первую ночь Мессер. И от этих мыслей становилось страшно. Для себя он решил, что единственный вопрос, который задаст лысому, будет касаться яда и противоядия. Все остальное его не волнует. Правда, решение отдавало фальшью, и Винни сам чувствовал эту фальшь, но пока соваться дальше не хотелось. И он гнал от себя мысли о том, что рано или поздно ему придется узнать что-то, что ему не понравится. А то, что новое знание не вызовет радость и подсказывал здравый смысл. Дерек и Нана тоже пребывали в унынии. Нане было откровенно скучно, а вампир терзался какими-то своими душевными муками. Только Мессеру кажется, все было нипочем. Он точно так же, как и все другие, следил за дорогой, но никаких эмоций затишье длиной в трое суток у него не вызывало. Может, он нас обманул, первой не выдержала Нана. Ты бы на его месте стала врать, поинтересовался лорд, не без удовольствия поддерживая беседу. Винни вспомнил подвешенного за ноги упыря, визжащего от страха и странную вязь непонятных символов под ним. Нет, Петра врать бы не стал. Слишком страшно ему было. Или стал бы. Не стал бы он врать, ответил он за девушку волчицу. А вдруг, усомнился вампир, «Хочешь вернуться к нему и проверить?» От одной мысли о том, что придется идти на поляну, где висит упырь, стало не по себе. «Все какое-то дело», сердито буркнул Дерек, хотя, судя по выражению лица, ему эта идея тоже не понравилась. «Думаешь, он до сих пор там висит?» Дерек пожал плечами и повернулся к дороге. По ней в сторону города шагал человек. Молодой, если судить по осанке и по бодрой походке. «Клиент на горизонте», поделился Дерек. Винни посмотрел на дорогу и обмер. «Не наш клиент», отозвался Мессер. «Он один и идет в город». По дороге в сторону Лупа-Нопа топал молодой человек, с которым Винни столкнулся на улице города неделю тому назад, а после видел его в толпе зрителей возле театра. Человек, которого за несколько лет до того вместе с другими следопытами провожал благодарный Витана. Это... Голос не слушался и хрипел. Винни закашлялся, прочищая горло. «Держите его!» Нана удивленно покосилась на юношу. Мессер поднялся на ноги вместе с самим Винни, которого непросто взяла отрепь. На мгновение он лишился, кажется, не только способности говорить и двигаться, но и способности соображать. «Держите его!» повторил он в голос. «Я его знаю!» Дерек сорвался с места, словно его затолкали вместо снаряда в пушку и выстрелили. Мессер поторопился следом, но его проворства хватило едва ли не на половину достижений вампира. Винни наконец стряхнуло цепенение и побежал за ними. Следопыт а в том, что это был именно он, Винни уже не сомневался, не замечал их до последнего. Шел довольно быстро, не обращая на происходящее вокруг никакого внимания. Первым на дорогу за спиной следопыта выскочил Дерек. Мессер следом не поспевался, пел, словно запыхался. Винни отстал и вовсе на довольно порядочное расстояние, сократить его не получалось, потому юноша сделал то, что сделал бы любой другой. «Стой!» закричал он, треща кустами и прорываясь к дороге. Следопыт на крик отреагировал, его трудно было не заметить. Молодой человек обернулся, увидел несущегося на него вампира и рванул с места. Винни вывалился на дорогу, когда тот уже задал хорошего стрякача, следом огромными прыжками, как хищный зверь, учуявший добычу, мчался Дерек. «Стой!» завопил Винни еще громче. От его крика следопыт помчался, кажется, еще быстрее, но с вампиром, в прошлом спортивным инструктором, ему тягаться было трудно. Дерек догнал молодого беглеца. Взметнулась, сжатая в кулак рука кровососа, беглец кувырнулся, взметнулись его ноги, руки, следопыт скатился под откос в сторону от дороги. Вампир метнулся к нему коршуном. «Убьет!» испуганно подумал Винни и бросился вперед. Опасения оказались напрасными. Следопыт был цел и невредим, если не считать опухшего, похожего на блин, уха. То ли ударил Дерек неудачно, то ли просто сделал это от души. Спустя несколько секунд вампир показался на дороге. Молодого человека он тащил за шиворот. Тот упирался как мог, но противостоять вампиру было не в его силах. Дерек подтащил беглеца к Винни, остановившемуся посреди дороги. Пихнул пленник. Пинок получился сильный, а может парень просто плохо держался на ногах. Так или иначе ноги подкосились, и он рухнул перед Винни, поднимая облако дорожной пыли. Быстро бегает, голос Дерека прерывался. Несмотря на подготовку, вампир успел запыхаться. Кто он? Винни посмотрел на парня, сидящего в пыли на дороге. Глаза у того были испуганными, но ошибки быть не могло. Теперь Винни был уверен в этом на сто процентов. Я его знаю, произнес он. Я его видел. Видел в Витана. Веревка оказалась крепкой. Значительно крепче, чем можно было предположить. И сук, на котором его подвесили, тоже не из хлипких. Это стало ясно часа через три после того, как Петра решил, что сможет самостоятельно освободиться. Он дергался, пытаясь сломать сук, на котором висел. Он раскачивался, стараясь перетереть веревку, но все было напрасно. Веревка скрипела, дерево трещало, казалось, еще немного, и он рухнет на землю, переборов путы. Но время шло, а ничего не происходило. Веревка не лопнула ни через три часа, ни через трое суток, хотя Петра только и делал, что раскачивался, пытаясь перебороть то, что удерживало его на месте. Был бы он живым, кровь давно бы прилила к голове, и он умер бы в муках. Но упырь давно был мертв, и такой исход ему не грозил, и он продолжал испытывать путы на прочность. Тщетно. Иногда это ощущение тщеты выводило из себя. Тогда Петра начинал биться, как рыба в сети, с тем же упрямством, отчаянием и бесперспективностью. От этих метаний он быстро уставал, и на него наваливалась апатия. Мертвяк зло сплевывал и обещал, что больше не шелохнется, так и будет висеть, пока кто-нибудь не снимет. Куда торопиться? Впереди у него безмалого вечность. Уж от дождя или холода он явно не сомлеет, разве что от скуки. Доходя до этого этапа своих размышлений, Петра снова начинал беситься и снова дергался и орал на пол леса, но поляна была далеко от дороги, и услышать его не мог никто, разве что кто-то живущий в лесу, а в лесу возле лупа нопа, кроме белок, зайцев, мошкары и безмозглых птиц никто, похоже, не жил. Впрочем, проверить это, пытаясь доораться хоть до кого-нибудь, вскоре тоже стало невозможно. Уже к утру мертвяк сорвал голос, и вместо криков теперь выползали из горла лишь жалкие, хрипяще-шипящие звуки. Когда на третий день орать и дергаться ему в тридцатый, наверное, уже раз надоело, Петра обвис и увидел глаза. Глаза были мертвыми, стеклянными, и смотрели на него внимательно сквозь заросли кустов на краю поляны. В первый момент упырь не поверил своему счастью. Он зажмурился и проморгался, чтобы отогнать наваждение, однако мертвяк в кустах наваждением не был. Более того, потаращившись немного, он осмелел и вышел на свет. Молодой, даже юный, и, судя по внешнему виду, недавно убиенный. «Брат!» хрипло позвал Петра. Голос сипел и свистел настолько, что упырь сам с трудом разбирал собственные слова. Молодой мертвяк подошел ближе, обошел кругом и с любопытством принялся разглядывать сперва Петра, а потом вязью разрисованный магический круг под ним. «Брат!» повторил Петра. «Сними меня!» Молодой оторвал взгляд от символов, начертанных на земле, и посмотрел на висельника. На его лице появилась пакостная улыбка. «Смешной!» сообщил он. «Это не смешно, чтобы мне второй раз сдохнуть. Сними меня, брат!» попросил Петра. Молодой отошел в сторону. Петра показалось, что он сейчас уйдет. От этого стало жутко. Кто знает, сколько еще придется висеть вверх тормашками, прежде чем еще кто-то наткнется на него среди этого мерзкого леса. Петра задергался, заерзал, становясь похожим на гусеницу, пытающуюся ползти вверх по ниточке. Веревка со скрипом закачалась. «Эй!» хрипло закричал Петра. «Не уходи!» Ему пришлось основательно раскрутиться, чтобы увидеть, куда отошел молодой. Упырь не успел далеко уйти. Он стоял рядом всего в нескольких шагах. Зрелище дергающегося на веревке связанного собрата его явно веселило. «Это не смешно!» обиженно верещал Петра. «Сними меня!» Он перестал дергаться, веревка неторопливо замедлила ход. Молодой мерзко ухмыльнулся и подтолкнул Петра в бок. Упырь снова закачался, чем вызвал новый приступ хохота у юного мертвяка. «Сними меня, а то уши надеру!» хрипло взревел Петра и закашлялся. От кашля задергался еще сильнее. Молодой, хохоча в голос, развернулся и побежал к лесу. «Стой!» засипел Петра, не зная уже обижаться, паниковать или злиться. «Стой!» Звонкий смех молодой нежити растворился в лесу. Петра завыл. На этот раз от гремучей смеси злости, досады и отчаяния. Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта Букиниста представляет Михаил Костин Алексей Гравицкий Живое и Мертвое. Когда Жозе представился, Винни показалось, что он узнал это имя. Хотя, скорее всего, просто показалось. Предложи ему, кто вспомнить имена других следопытов, уходивших из Витана в том году, он не припомнил бы ни одного. «Чего вы от меня хотите?» Жозе не намерен был сопротивляться. «Правды» с нажимом произнес Дерек. «Если будешь врать...» вампир продемонстрировал юноше кулак. «Достаточно весомый аргумент». Жозе потер больное ухо. «А с чего мне врать?» буркнул он. «Чего надо-то?» Мессер с Дереком переглянулись. Такой покладистости от парня никто не ждал. «Я тебя видел», запальчиво начал винив. «Я тебя тоже», пожал плечами парень. «Это что-то значит?» «Молодой человек». Мессер с хрустом расправил плечи и подошел вплотную к пленнику. «Мой друг хотел сказать, что он вас видел в городе, который вроде как не существует и в котором принято считать, что за его стенами тоже ничего не существует». «Ну да», отмахнулся Жози и посмотрел на Винни. «Байка, которую придумал совет в незапамятные времена». Лупо вздрогнул. Он готовился к правде, может быть, даже к страшной правде, но он не был готов к тому, что эту правду ему станут озвучивать тоном балаганного шута, рассказывающего скучающей публике свежий анекдот. «Ты хочешь сказать, совет знает о том, что происходит в пустоши?» «Совет на том стоит», пожал плечами Жози. Винни почувствовал, как начинает кружиться голова. Выходит, совет все знает. Получается, совет предал Витана. А маги? Как же они не заметили? Хотя до того ли им гильдия занята совсем иными делами? Маги давно отошли от власти, отдали управление городом совету, доверили, а советники верить во все это не хотелось. Но другого выхода не оставалось. «Откуда ты это знаешь?» потерянным голосом спросил Винни. «Я четыре года живу в доме советника», усмехнулся Жози. «Он меня всячески ограждает от этого, но я же не слепой». «И еще за Мора парнишка ходит. Так как у них с лысым разговор серьезный пошел, Мора парнишку от себя отослал. Бережет он его, может сын, но тоже явно из вашего витана». Всплыл в голове рассказ упыря. Советник Мора не то спросил, не то объяснил сам себе Винни. «Ты ему кто?» Парень почесал опухшее ухо, поморщился. «Он считает меня своим сыном», с обезоруживающей откровенностью сообщил он. «А ты?» «А я ему подыгрываю». Честность и откровенность, с которой Жози говорил гадости, раздражала Винни. Уж лучше бы соврал. Попытался замолчать что-то. Так нет, рубит правду, а выходит какая-то дрянь вместо правды. Безапелляционная, честная, бессовестная гадость. Винни никогда не думал, что правда может быть такой беспардонной и мерзкой. Хоть бы он постеснялся этого, так нет же ни стеснения, ни угрозений совести упырь. Юноша поймал себя на том, что думает о живом человеке, как о мертвяке и споткнулся. Мысли полетели кувырком и совсем уж в другую сторону. А ты сам как сюда попал? Пробурчал Винни. Сам же знаешь как, через следопытов, хотя по счастью меня их участь миновала, меня марак себе забрал, ему не хватало домашней зверушки, он завел меня. Винни растерялся от такой наглости окончательно, так и застыл с разъявленным ртом. А где твой папаша сейчас? Дерек поспешил замять возникшую неловкость. Едет на болото, везет какое-то барахло в Витана, я хотел съездить с ними, но меня завернули. Едет? Где? Жозе закатил глаза, прикидывая что-то в уме. Сейчас должно быть на полдня пути уехал, они с утра вышли. Они? насторожился мессер. Он провожатого взял, тоже из Витана, лысый такой, с улыбкой на клею, мерзкий тип. Кто бы говорил, подала голос Нана. А я это что? фыркнул Жозе. Не я такой, жизнь такая. Винни смотрел на бывшего следопыта с непониманием. Всегда. С самого детства он считал, что в следопыты берут самых достойных, самых смелых, самых верных и преданных, самых честных и принципиальных. Жозе под эти определения никак не подходил, даже если убрать от них превосходную степень. Ни под одной из них. Как такой человек мог стать следопытом? И ты обо всем этом нам так спокойно рассказываешь, произнес Дерек. А если мы спрашиваем, чтоб догнать твоего отца и убить? Там нет что? С той же небрежностью фыркнул Жозе. Это ваши дела и его. Он хотел, чтобы я в это не лез, я и не лезу. Дать бы тебе в ухо, не сдержался Дерек. Дал уже, поморщился юноша и осторожно дотронулся до уха. Возле Жозе осталась Нана. Дерек позвал в сторону Мессера, а тот кивнул Винни, идем мол. Они отошли недалеко, но достаточно, чтобы можно было говорить в пол голоса и не бояться быть услышанными. Ну, что теперь? спросил Дерек. Мне надо в Витана, выпалил Винни неожиданно даже для самого себя. Решение пришло само, вдруг, как по наитию. Зачем? не понял Дерек. Предупредить гильдию. Маги должны знать, что совет их предал. Винни говорил горячо, искренне. После сегодняшних откровений ему было наплевать на все, даже на себя. В конце концов, что такое его жизнь, когда какие-то советники играют жизнями всего великого города, убили его, но ведь также могут убить и любого другого? Дерек фыркнул. На Винни смотрел со смесью улыбки и уважения. Что теперь? Задумчиво повторил Мессер, словно пропустив их диалог мимо ушей. По-моему, все ясно. Надо догонять этого советника и брать его вместе с убийцей. Тогда можно будет вызнать у этого негодяя все про яд. Найдем противоядие, вернем нашему парню нормальную жизнь, уже дело, а там разберемся. Но начал было Винни и не спорь, отрезал старый скелет. Без советника мы все равно в город не попадем. Ты же не знаешь, как вышел из Витана и как туда войти тоже не знаешь. Винни потупился. В горячке он забыл все на свете. А с этим чего кивнул брезгливо Дерек в сторону Жози, которого караулила Нана. Впрочем, парень, кажется, и не собирался убегать. Предлагаешь подвесить его, как ту гнилушку, хмыкнул лорд. Нет, покачал головой вампир, хотя и стоило бы, но это уже убийство. Значит, возьмем с собой, принял решение Мессер. Винни почувствовал, что челюсть уже в который раз за последний час ползет вниз. Как? Просто пожал плечами маг. Отпускать его нельзя. Он дойдет до города и натравит на нас местные власти. Или побежит вперед нас за караваном, чтобы предупредить. Не побежит, оценил вампир. Не тот он человек, чтоб бежать и спасать кого-то. Спасать не побежит, согласился Мессер. А вот настучать запросто, значит отпускать его мы не можем. Убить? Винни вздрогнул. Настолько буднично прозвучало сейчас это слово. Ну, не убийцы же мы, развеял его страх и маг. Остается только с собой тащить. Потом, если этот советник, как беж его, мара, напомнил Винни. Вот-вот, кивнул Мессер. Если этот мара так трепетно к нему относится, то мальчишка может стать хорошей разменной монетой. Винни пристально поглядел на мага. Тот говорил спокойно, размеренно и очень напоминал сейчас того, которого окрестил разменной монетой. Или Винни это только показалось, ведь Мессер просто не такой. И что же? Выходит, жизнь такая? От этой мысли юношу передернуло. Приступ тоски и жалости к себе был столь же непродолжительным, как и вспышка радости ему предшествующая. Петра не успел перебрать все слова, которыми хотелось окрестить мерзостную жизнь, нещадящую простого дохлого парня из-за холустья, как вдалеке послышались голоса и знакомый уже смех. Упырь прислушался, боясь, что ему показалось, но звуки множились и приближались, кто-то шел в его сторону и явно не один. На этот раз никто не прятался и не приглядывался. Молодой мертвяк вышел из леса без боязни и стеснения. Рядом с ним шли еще несколько упырей. При виде Петра молодой заржал и ткнул в него пальцем. Его приятели тоже заулыбались. «Уши оторву», пообещал про себя Петра, но вслух ничего не сказал. А из леса выходили все новые и новые упыри. Их было уже с пару десятков. Последним вышел старый матерый упыряка. И если его предшественники ржали, то этот посмотрел без тени улыбки. Просто отметил, что да, висит над поляной связанный мертвяк, подвешен вниз головой. Возможно, даже выглядит забавно. Петра Петра посмотрел на старого внимательнее, чем на всех прочих. Впрочем, восторженный взгляд молодого, затеявшего весь этот цирк, тоже не укрылся от его внимания. Повадки старика и этот восторг в глазах глядящего на него молодчика окончательно убедили Петра в том, что старик здесь за главного. Брат позвал хрипло Петра сними меня отсюда. Старик подошел ближе. Вокруг стоял уже дикий гогот. Посмотрел на Петра пристально, словно хотел заглянуть внутрь. А кто сказал, что я тебе брат? поинтересовался он. Мы с тобой одного рода, обиделся Петра. Будь тут кровосос или перевертыш, ни в жизнь бы братом не назвал. Старый хмыкнул. Обошел по кругу, изучая висельника и рисунок под ним. Смех начал понемногу стихать. Старик был серьезен. А зачем мне тебя снимать? спросил он, не глядя на Петра. Как? Зачем? опешил тот. Если тебя так связали и так подвесили, значит, что-то ты натворил. А если и узоры эти в расчет взять? Петра задергался. Не на веревке, как до того. Что-то задергалось внутри в поисках оправдания. Хотя за что бы ему оправдываться? Кто ты? Старик в первый раз посмотрел ему в глаза и Петра понял, что не сможет соврать. У старика был не просто мертвый остекленелый взгляд. Он был мертвее мертвого. Он блестел, как вода в подземной реке мертвых и был глубоким, почти бездонным, как небо в горах. Отвечай, буркнул кто-то. И Петра понял, что никто более не смеется. На поляне была тишина, только веревка поскрипывала. Я упырь, звать Петра. Поговорим, согласился Петра, совсем по-человечески потирая запястье. Немоты он, разумеется, не чувствовал, а вот следы от веревки я думаю, караван на пятнадцать тяжело груженных повозок, идущий вглубь острова наименее оживленными дорогами с минимальной охраной будет тебе интересен. На этот раз уже старик долго и пронзительно смотрел на Петра. Откуда мне знать, что ты не врешь? Я не вру, не отводя взгляда ответил упырь. Старик снова фыркнул. Допустим, чего ты хочешь себе? «Рядом с караваном должны быть те, кто меня здесь повесил и ограбил. Я не хочу ничего, только вернуть свое и поквитаться». Батя сощурился. Лицо старого упыря перекосилось в понимающей ухмылке. «Добро веди, но если охраны будет больше или еще какие-то фокусы, ты пожалеешь, что со мной связался». Петра кивнул. На сердце было легче легкого. Он давно уже не был столь искренним, как сейчас. Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин Алексей Гравицкий Живое и мертвое Дорога обратно, вопреки ожиданиям, оказалась значительно спокойнее, чем путешествие по брошенным рельсам, хоть и шла через лес, в котором, по слухам, кто только не дебоширил. Как показала практика, не дебоширил тут никто. Во всяком случае, за пять дней они никого не встретили. Лес, хоть и был запущен, нуждался во внимании лесника, но оказался вполне приветливым. Винни старался проникнуться этой приветливостью и просто идти вперед, радуясь солнечным лучам и птичьему гомону. Думать не хотелось, ни о чем любая попытка размышлять вводила в уныние. Мысли о собственной судьбе сводились к тому, что он молодой, мертвый неудачник, а ведь мог бы доучиться и мирно работать в Министерстве жизнеобеспечения Витана. В этом месте, если не раньше, мысли перескакивали на судьбу родного города и тут уж становилось вовсе не до веселья. Чему радоваться, если и город со всеми своими гражданами, и гильдия с наивными магами всего лишь марионетки в руках совета. И откуда у совета такая власть? И главное, зачем все это совету? На этом месте Винни обычно чувствовал, что мысли путаются, а мозги не справляются с попыткой осознать замысел мироустроителей. Тогда он ругался на себя и снова пытался отключиться, радоваться букашкам и зеленой листве. Вот только мысли, так или иначе, все время возвращались обратно. Они уже близко. Дерек поднялся на ноги, отряхнул колено. Следы свежие. К вечеру догоним, если поторопимся. Поторопимся, проворчал Мессер. Если не поторопимся, упустим, до болот всего ничего осталось. Надо поднажать. Вот только сил уже нет. Винни молча шагал вперед, сохраняя выбранную скорость. Вот он, выбор. Либо напрягаться и бежать куда-то неизвестно зачем, надеясь лишь на возможность, не на результат, а на возможность еще напрячься, чтобы возможно добиться какого-то результата, а можно дать себе поблажку, расслабиться и потом всю жизнь кусать локти. Хотя, когда силы на пределе, порой хочется плюнуть на все призрачные возможности и дать себе эту поблажку. Возможность отдохнуть, взять передышку, расслабиться. Если подумать, то так всю жизнь. Можно ведь вырваться из витана, напрячься и стать следопытом. А можно дать себе поблажку, потом еще одну, потом давать себе поблажки всю жизнь и сидеть до старости в Министерстве Жизнеобеспечения. А разве в этом есть что-то плохое? Он ведь этого и хотел. Только выбора ему никто не дал. Врешь ты все, одернул себя Винни. И в самом деле в этом тоже была ложь. Не ложь даже, а еще одна поблажка, которую хотел себе позволить. Выбор был. Был выбор пойти домой и засесть за учебники или погулять по крышам и завалиться на гульбище к сыну советника. Был выбор пить или не пить. Был выбор бравировать с пьяну или тихо пойти домой. Был выбор спорить с Санти или быть умнее и отказаться от спора. Был выбор на худой конец не спорить и не поддаваться на провокации избалованного именинника, а просто в ухо ему выбор был и Винни каждый раз сам принимал решение или позволял принять его за себя. Что тоже было его выбором. Выбор есть всегда. Другое дело не всегда он делается верным. А вот чувствовать, что сделал что-то не так никому неприятно. И тысячи людей, делая выбор, начинают перекладывать ответственность за него на чужие плечи, оправдывать себя, делать себе поблажки. Так из маленьких неправд и самообманов складывается одна большая ложь. Может быть, так и закладывается система. Винни снова тряхнул головой. Не думать, не думать больше об этом. лучше лучше уж вовсе ни о чем не думать. И всю жизнь протирать штаны в Министерстве Жизнеобеспечения под дел кто-то внутри. Не знать, что творит совет, а только радостно улыбаясь выполнять то, что он прикажет, давать себе поблажку. Но чем ты сам тогда лучше совета? О чем задумался? Бодро пихнул в бок Деррик, и Винни почувствовал благодарность. Да так, натянутый улыбнулся он. Думаю, что мы станем делать, когда догоним караван? У Мессера есть план, подмигнул Деррик. Какой? оживился Винни. Подвесить всех за ноги, как летучих мышей, и рисовать под ними всякие закорючки, пока они не испугаются. Да ну тебя, заулыбался Винни. А что? Продолжал резвиться Деррик. У лорда в этом деле богатый опыт. Не веришь? Попроси, он тебя покажет. Да вон хоть на этом марошонке. Вампир кивнул на шагающего под присмотром Наны юношу. Жозе боязливо поежился. Караван они догнали вечером. Первым близость противника почувствовал маг. Мессер недовольно хмурился, замирал, словно вслушивался во что-то. Наконец попросил идти тише и побольше молчать, а вскоре и вовсе остановился. «Здесь остановимся», сообщил он. «Посреди дороги?» не понял Винни. Лорд в ответ только хмыкнул, повернулся и зашагал в сторону от дороги. Через пару шагов он был уже возле леса. Еще пара мгновений и за его спиной тихо сомкнулись кусты. Винни поспешил следом. Сзади зашлепали шаги Жози и еле слышно, словно водомерки по зеркалу пруда заскользили Нана и Дерек. Шагов через пятьдесят лес чуть раступился, на прогалине ждал Мессер. «Здесь Аня на дороге», сообщил он, как ни в чем не бывало. Он бросил вещи, огляделся и кивнул Нане. «Устраивайся пока, мы сейчас вернемся». Нана, Дерек и Винни переглянулись. Мессер прежде командования на себя не брал, почему решил взять теперь. Но спорить с магом никто не решился. Мессер сделанным безразличием проследил за тем, как переглядываются спутники, потом повернулся к Дереку и Винни. «Все? Вы двое идите со мной». И снова повернулся и, не дожидаясь, пошел к деревьям. Костлявый силуэт мелькнул среди деревьев и снова растворился. Винни и Дерек поспешили следом. «Чего это со стариком?» удивленно спросил Дерек на ходу. Винни пожал плечами. Еще несколько шагов прошли молча. Потом Дерек замер, словно его осенило, и, бросив короткое «Я догоню», побежал назад. Оставшись в одиночестве, Винни еще раз пожал плечами. Не для кого, разве что для себя. И пошел следом за Мессером. Кусты стали гуще, ветки летели в лицо. И хоть боли он теперь не чувствовал, но остаться без глаза не стремился. Наконец, впереди появился тощий силуэт. Винни хотел спросить, какая муха укусила лорда, но тот приложил палец к зубам, как люди прикладывают губам, и указал вперед. Винни подошел ближе. Там, за кустами, где-то далеко впереди обозначилось пустое пространство, а за ним что-то активно шевелилось, словно разворошили гигантский муравейник. Юноша подался было вперед, но в плечо тут же вцепились крепкие костлявые пальцы. Должно быть, так же хватает смерть, мелькнуло в голове, но тут же и вылетело. Смерть хватает не так. Вернее, она не хватает вовсе. Это Винни теперь знал точно. Она просто обрушивается на голову и все, ну, или почти все. Это кому как повезет. Никаких вспышек, стремительно проносящейся жизни перед глазами, трубы, в конце которой ждут покойные друзья и близкие, никакой старухи с косой и прочих росказней того же порядка. «Просто ты был и тебя не стало. Ну, или почти не стало, опять же, кому как повезет». Повинуясь вцепившемуся в плечо Мессеру, Винни вернулся на место и осторожно раздвинул ветки. Вдалеке остановился обоз, который они пытались догнать без малого неделю. Он разглядел телеги, нагруженные так, что рессоры проседали, а колеса утопали в земле. Повозки стояли кругом. В центре круга готовили костер, бегали возницы, суетились, голдели, никуда не спешили, никуда не спешили только двое. Одного из них Винни знал как деятельного политика Витана, одного из значительнейших членов Совета. Господин Советник Мара слыл кристально честным и преданным Витана отцом народа. Знали бы его жители, где сейчас находится Советник и чем занимается, они бы живо изменили свое мнение. Советник, впрочем, не делал ничего предосудительного. Он сидел на краю повозки и мило беседовал с неприметного вида лысым господином. Винни вспомнил про приклеенную улыбку, о которой говорил мерзавец Джози, и тут же вспомнил, где эту улыбку видел. «Вы были столь убедительны в своем молчании», улыбнулся лысый господин из глубин памяти. «Хотел бы я знать, кто скрывается за вуалью, но боюсь даже спрашивать». «Все это было так давно, хоть и произошло всего неделю назад или чуть больше». «И вы, молодой человек», повернулся лысый к Винни, «я восхищаюсь вами». «Мной», словно со стороны услышал Винни собственный голос, «из меня-то уж точно актер никудышный». «Вами!» «Знаете, лупа-нопа свободный от предрассудков город, но не каждый человек, знаете ли, рискнет гулять здесь с тремя нечеловеческими существами». «Простите, господа, я никого не имел желания обидеть, но угрожаны вправду костные взгляды, а вы, молодой человек, просто поражаете смелостью и широтой взглядов. Разрешите пожать вашу мужественную руку». Лысый протянул ладонь. Винни вяло сунул руку, не ответить на рукопожатие было бы невежливо. Кисть юноши исчезла в ладонях человека, тот схватил ее и судорожно затряс, будто в ладони Винни Лупо крылось спасение всего человечества. Винни почувствовал себя так, словно его рука попала в тиски, а потом хватка ослабла и человек отступил. А еще через час Винни Лупо умер в гостиничном номере недорогого отеля портового города Лупо Нопо. Умер из-за этого человека. Умер из-за этого рукопожатия. Умер потому, что лысый убил его. Сейчас лысый убийца сидел рядом с советником Мара и улыбался на все лады, приклеивая одну за другой самые разные улыбки. И ведь не скажешь, что убийца. Вон даже на упырей возниц не орет. Винни переключился на упырей и попытался их сосчитать. Но те все время перемещались, бегали, суетились, делали что-то и он очень быстро сбился. Снова стал считать, шлепая беззвучно губами. Когда сбился в третий раз беспомощно обернулся к Мессеру. Тот был уже не один, а рядом стоял Дерек, когда только успел подойти. Мак легонько отступил, двигаясь совершенно беззвучно. Осторожно поманил юношу и вампира и на всякий случай снова поднес палец ко рту. Обратно они шли медленно. Теперь Мессер никуда не торопился, а на пол пути остановился вовсе. «Ты куда ходил?» спросил он у Дерека недовольно. Вернулся к нашему юному другу и связал его покрепче. Думаю, ему это не помешает, а то мало ли бежать вздумает или орать на помощь звать. А связанным он орать не сможет? Ядовито поинтересовался Мак. Связанным вероятно и сможет, парировал Дерек. А вот с кляпом во рту вряд ли. Винни, наблюдая за ними со стороны, нахмурился. «По-моему, вам Петра не хватает», буркнул он. «Раньше, когда он был, вы друг с другом не лаялись». «Шутим мы», пояснил Дерек, вновь принимая серьезное выражение лица. Лорд кивнул, словно бы соглашаясь. «Сколько насчитали?» спросил безо всякого перехода. «Кого?» не понял Винни. «Ясно, кого?» Дерек поспешил показать, что он-то все понял. «Этих?» он кивнул назад, где за деревьями осталась стоянка каравана. Винни насупился пуще прежнего. «Не знаю, они бегали, как заведенные, штук двенадцать». Мессер хмыкнул и посмотрел на Дерека. «Пятнадцать?» зачем-то спросил вампир. «Двенадцать упырей», спокойно доложился Мессер. «Три человека, советник и мак». Винни потерял дар речи. «Мак?» переспросил Дерек за двоих. Мессер кивнул. «Этот лысый он мак, причем не слабый». «Сильнее тебя?» наивно спросил Винни, чуя, что снова может ворочать языком. Мессер молча сел на землю, дернул травинку и запустив ее между зубов, принялся совсем как живой человек жевать стебель. Глядя на него, Винни почти почувствовал вкус травинки, хотя понимал, что чувствовать теперь не может только вспоминать. «Какая разница?» проговорил задумчиво маг. «Даже если я справлюсь с этим магом, что с остальными шестнадцатью делать?» «Ну, пусть советник не боец, но остальные это наемники и нанимали их не только для того, чтобы тележки катить по лесу. Вы видели, как они телеги ставят? Думаю, у них и ружья есть, если что, стрелять начнут. Нет, к ним так просто на хромой казе не подъедешь». «А если магией?» прикинул Дерек. «Как тогда на железной дороге? От города мы далеко, даже дальше, чем в прошлый раз, никто и не заметит?» «Никто», сердито пробормотал Мессер. «Кроме этого лысого, а этого уже достаточно. Для того, чтобы огненные шары метать, сконцентрироваться надо. Пока я буду силами собираться, он меня почувствует и успеет блокировать. И что вы тогда будете делать с теми пятнадцатью?» Дерек хотел ответить, но слова застряли в глотке, и он только зло сплюнул. Винни почувствовал, как тоненькая ниточка надежды, в существовании которой боялся признаться даже себе, истончается еще сильнее, превращается в прах. «И что делать?» спросил он убито. «Ждать», уверенно сказал Мессер. «Чего ждать?» вступился вампир. «Завтра они до болот доберутся. Если вход в этот витана не где-то посреди трясины, то уже завтра вечером они войдут в город. И что тогда?» «А вот тогда спокойно со значением сказал лорд. «Пока они будут все это разгружать, мы потихоньку подойдем ближе и выкрадем лысого без всякой магии». «А они будут разгружать?» «Будут. Пятнадцать телег не булавка. Их просто так в город не протащишь, особенно если в городе не должны знать, что снаружи приходят какие-то телеги». «Ну ладно, выкрадем, а потом что?» «А вот потом уже будем разбираться». Мессер говорил так спокойно и уверенно, что ему хотелось верить. Винни даже чуть улыбнулся. «Что, опять за ноги и на дерево?» конец главы Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин Алексей Гравицкий Живое и мертвое Поднялись рано. Мессер, дежуривший последним, решил прогуляться до лагеря караванщиков, но вернулся очень скоро и поспешно, встревоженный и напряженный. Они уже трогаются. «Отчего такая спешка?» удивилась Нана. «Видимо, хотят до темноты добраться», объяснил Дерек. «Мало ли кто там по болотам шастает по ночам». «Или наоборот по темноте», поправил Мессер. «По темноте разгружаться им сподручнее будет». «Собрались быстро». «Труднее всего было с Джози». «Парень явно привык спать до обеда и подняться ни свет ни заря ему было в тягость. Поднятый, но не разбуженный, приемыш советника шел по лесу со связанными руками и не испытывал от этого радости. Но развязывать его, кажется, никто не собирался». «Шли тоже быстро». «В отличие от Джози, для Винни взятый темп оказался не в тягости. При мысли о том, что развязка близка, Винни впадал в эйфорию. Мозги, кажется, цепенели от радости и от вчерашних мрачных мыслей не осталось и следа. «Скоро». «Уже скоро». «От этого слова хотелось петь и плясать». Так чудесно оно звучало. О том, что будет после этого, скоро Винни не задумывался. Наверное, если бы ему пришло в голову подумать об этом трезво, он снова впал бы в уныние. Но мысли были прозрачны и радостны. Зато малыш Джози являл собой прямую противоположность. От шуток вампира и костлявого старика ему делалось не по себе. Путешествие, которое даже после того, как он получил в ухо и стал пленником, казалось ему приключением, теперь превращалось в кошмар. Несостоявшийся следопыт уже отругал себя тысячу раз за то, что не додумался сбежать прежде, когда его еще не связали. Теперь же побег выглядел просто немыслимым. А дальнейшее существование таяло в тумане. Что они с ним станут делать? Держать в заложниках, прикрываться как живым щитом? Эти могут, они ж не люди, а может станут шантажировать отца? Жозе осекся. Он впервые за все то время, что жил у советника, подумал о нем как об отце. От этой мысли жутко захотелось заплакать. Но плакать было нельзя, да и кляп мешал. Потому малыш Жозе топал понукаемой чертовой девкой и чувствовал, как плывет мир перед глазами. А потом по щекам потекли горячие ручейки, и с ними он уже ничего не мог сделать. Дерек попытался шутить. Было видно, что вампир нервничает, но его не поддержали и теперь он шел молча. А Мессер шел молча с самого начала. Топал как заводная игрушка и сосредоточенно думал о чем-то. Вин недавно уже научился ловить настроение скелета. Вот только о чем тот думает оставалось загадкой. А спрашивать было неудобно. они здесь ночевали. Петра был весел до невозможности. Они ночевали здесь. Упырь готов был броситься в пляс вокруг махонького кострища или расцеловать старика или сделать еще что-то абсолютно идиотское лишь бы дать выход тому чувству возбуждения что распирало теперь изнутри. Старый упырь его радости не разделил. Что-то это не очень похоже на караван. У такого костерка человека три заночуют не больше. Четыре поправил Петра. Их четверо чтоб мне второй раз сдохнуть. Старик поднял руку и сделал какой-то знак. Упыри начали молча обступать Петра со всех сторон. Мертвяк попятился. Ты чего брат? Ты говорил про караван с минимумом охраны. Но если это караван, то минимум явно больше четверых. Выходит, ты меня обманул. А что я тебе обещал? Погоди! От возбуждения Петра начал заикаться. Хотя такая мелочь, как непонимание и попытка его покалечить не могли испортить радости. Это не караван. Караван стоял где-то рядом. Смотрите, я думаю, там впереди. Старик молча кивнул, и несколько мертвяков исчезли в лесу, расходясь веером. Старик был сердит и серьезен. Петра не обратил на это ни малейшего внимания. От мысли, что обидчики будут наказаны, он был счастлив, как ребенок. «А здесь мои голубчики стояли», протянул он. Упырь опустился на колени и приблизил лицо к углям. Недавно ушли. Голос Петра стал приторным и мерзко тягучим, как патока. Старой упырь поморщился. Через минуту затрещали ветки, и на поляне появилась пара разведчиков. Они там стояли, телег десять, даже больше, и нагружены сильно. Петра поднялся на ноги и победно посмотрел на старика. «Ладно, извини», сменил гнев на милость тот. «Не страшно», милостиво отмахнулся Петра. Он чувствовал, что удача снова поворачивается к нему лицом. Чувствовал себя победителем, а победителем свойственно великодушие. «Идем», кивнул старик. «Они почти у нас в руках, жалко будет упустить в последний момент». «Не упустим», змеей прошипел Петра. В его гнилой голове выстраивались картины мести. Сначала он раздерет на части скелет, возьмет что-нибудь острое и разберет его на запчасти косточка за косточкой. Старая гадина будет жить, но только по частям. Хотя нет, сначала он вернет себе свое кровное, заработанное, а потом возьмется за старика. Косточка за косточкой». Петра зажмурился от удовольствия, как греющийся на солнышке кот, которому поднесли бадью сметаны. Над болотом клубился туман, смешивался с сумерками, растворял чахлые почерневшие деревья, плесневелые кусты. Звуки здесь становились глухими и странными. Казалось, вот он, остановившийся караван, совсем близко, но голоса погонщиков и отдающего распоряжения советника Мара звучали далеко и глухо, а порой какую-то фразу доносило так, словно говорили вовсе над духом. «Это надолго, дорогой советник, они еле шевелятся. Винни, вместе с Дериком и Мессером из кустов, следивший за тем, как останавливается и перестраивается караван, вздрогнул. Голос Лысого сейчас прозвучал, кажется, совсем рядом, хотя тот стоял далеко, возле телег и советника. Мара что-то ответил, но звуки снова сделались глуше, и Винни не разобрал слов. Зато фигуры советника и убийцы двигались теперь красноречиво и гротескно, словно в театре теней. Они обменялись еще несколькими фразами, потом Лысый развернулся и пошел прочь в туман, в болото. Обиделся, что ли? Утопнет еще чего доброго, и тайна яда, которым он отравил Винни, пропадет вместе с ним. Юноша дернулся вперед. Первым желанием было вырваться из кустов и гнать следом за Лысым. не вышло. Его резко дернуло назад, сразу с двух сторон, вернуло на место. Винни повернулся. Заодно плечо крепко держал Дерек, на втором почти повис Мессер. Неужели он так сильно дернул? Он уходит, отчаянно прошептал Винни. Далеко не уйдет, едва слышно произнес с Мессер и оказался прав. Вскоре совсем стемнело. Упыри возницы сгружали остатки ящиков, которыми оказались завалены телеги уже в кромешной тьме. И хотя они зажгли какие-то фонари, время от времени из темноты раздавались звуки столкновений, грохот падающих ящиков и площадная брань. Винни нервничал. Как оказалось напрасно. Вскоре вдалеке над болотом поднялось зарево, приблизилось, оказавшись светом новых фонарей. Замелькали фигурки людей много. Среди них Винни заметил лысого и чуть успокоился, хотя до полного успокоения было далеко, люди пришли неналегке. Разбившись по парам, они тащили здоровенные бочки, складывали рядом с ящиками. Винни был готов поклясться, что это на самом деле живые люди и, судя по манере одеваться и говорить, жители Витана. Вот только почему они так спокойно реагируют на упырей. Выходит, кто-то, помимо советников, тоже в курсе реального положения вещей. Люди, казалось, не замечали того, что рядом с ними возятся мертвяки. Они сгружали бочки, перекидывались короткими фразами, кто-то даже шутил, другие весело поддерживали шутку бодрым хохотом. По всей вероятности на болоте сейчас происходил обмен. Мертвяки снова оживились и принялись тягать бочки на телеге. Люди взамен бочек подхватывали ящики и шли обратно. Лысый с чувством выполненного долга присел на край телеги и смахнул пот. Люди тем временем поднесли последние бочки и, похватав последние ящики, удалились. Шум и свет постепенно скрылись из пределов видимости. Снова стало совсем темно. Винни потер глаза, словно от этого стал бы лучше видеть. Что-то ткнулось в бок, юноша повернулся, а рядом стоял Дерек с пальцем прижатым кубам. Винни вскинулся. Вампир в ответ кивнул вперед, пригнулся к земле и легкой тенью заскользил в сторону телег. Винни поторопился следом, стараясь двигаться так же неслышно. А Мессер что же, пришло в голову, но тут же и потерялось. Дерек двигался как кошка. Казалось, он вовсе не касается земли и в темноте виден так же, как черная зверушка в темной комнате. Идти за ним было трудно и легко одновременно. От ближних к каравану кустов вампир переместился за крайнюю телегу одной короткой перебежкой. Телега была уже загружена и суеты рядом с ней никакой не было. Зато лысый сидел на краю соседней всего в нескольких шагах от убежища Дерека. Винни собрался с силами и метнулся следом за вампиром. До телеги он добежал так быстро, как казалось не бегал никогда. Вроде бы получилось остаться незамеченным. Посмотрел на вампира. Тот сидел хладнокровный как змея. Теперь оставалось только обогнуть телегу и схватить лысого. Причем заткнуть ему рот прежде чем он сообразит заорать. «Поднимай!» гаркнул рядом хриплый голос. «Ты чего творишь?» недовольно рыкнул другой. Этот голос Винни узнал. Он принадлежал лысому. Голос лысого сперва взвился, как ужаленный, а после зазвучал недовольно. Видимо, что-то там произошло за телегой, не очень приятное для убийцы. «Грузим мы!» удивленно отозвался первый голос, принадлежащий видимо одному из упырей. «Поберегись!» заорал третий. «Чтоб тебя!» взвыл одновременно с ним лысый. А потом оба голоса слились с грохотом. Судя по звукам, бочку закидывали на телегу, где устроился лысый, но бочка сорвалась. Падая задело ряды уже загруженных бочек. Телега перевернулась, бочки покатились в разные стороны. Винни бросил панический взгляд на Деррика. Что делать? Но вампир смотрел в другую сторону, словно сейчас могло быть что-то важнее, чем происходящее в двух шагах от них за телегой. А там гулко громыхали, катились и замирали разлетевшиеся бочки. Шумели упыри возницы, страшно ругался лысый. Не справившись с любопытством, Винни подтянулся к переднему колесу и осторожно выглянул из-за него, пытаясь разглядеть, что же происходит. Выглянул и замер, уткнувшись в знакомое лицо и остолбенел. Где-то там галдели, пытаясь разобраться в произошедшем упыри. Орал недовольный лысый, подбежал господин Мора, но все это теперь было очень далеко, а рядом. Рядом лежала одна из бочек. От удара она раскрылась, из нее наружу вывалилось содержимое. В бочке были человеческие тела. Мертвые и, судя по ранам, умершие совсем недавно и вовсе не своей смертью. А самое жуткое было в том, что одного из них Вин не узнал. Из бочки на него смотрел стеклянными мертвыми глазами Митрик. Он был совсем мертв. Не так, как потихоньку гниющий Винни, иначе. Навсегда. За плечо потормошил Дерик. Винни закрыл ладонью рот, чтобы не закричать. Дерик, однако, воспринял этот жест по-своему. «Потерпи!» шепнул в самое ухо вампир и потащил его в сторону. Винни на негнущихся ногах двинулся следом. Пользуясь суматохой, они отступили за кусты и дальше кустами поспешили обратно. А перед глазами все стоял Митрик. Очень хотелось кричать. Не плакать, а именно кричать на взрыд, выть, орать. А потом вцепиться зубами в первого, кто попадет на глаза, сунется успокаивать и рвать на части. Из кустов выступил Мессер. Он был чем-то встревожен. Винни не обратил на него внимания, повернулся к Дерику. Ты видел, что там? Трупы. Нехотя отозвался Дерик. В других бочках тоже. Почему в бочках? Дерик пожал плечами. Для сохранности. Продадут, видимо, не здесь. Довести-то надо. Что продадут? Трупы? Дерик кивнул. Среди мертвых тела живых дорогого стоят. Мертвяки гниют, как ты заметил, и многие готовы платить за обновление тела. Успокойся, вступил в разговор Мессер. Успокойся, посиди немного, сейчас они там поутихнуты, попробуем еще раз. Винни понял, что никакого раза не будет. Пока он пытается выяснить, каким ядом из него сделали сначала неживого, а потом немертвого, в Витана убивают людей. Уже убили. И среди прочих его друга. И кто в этом виноват? Или хотя бы кто это может объяснить? Идея родилась сама собой. Он отпихнул Дерека и бросился назад, подальше от болота, туда, где Нана осталась караулить пленного Жози. Стой! Позвал насколько хватало шепота Дерек. Куда он? Не понял Мессер. Винни мчался по болоту. Караван, огни, погонщики, лысый, мара, Мессер с Дереком все осталось позади. Впереди был только один вопрос и одна цель теперь достаточно четкая. Ты! Заорал Винни страшно, выбегая на поляну, где оставил парня с оборотнем. Ты знаешь, что там! Нана вскочила в непонимании, отшатнулась. Одно мгновение вид у нее был, как у собаки, которую ругает хозяин. Хозяин в ярости, а она не понимает, почему. Но уже через секунду она поняла, что юношу прогневала не она. Винни подлетел к Жозе, хватанул за грудки и рывком поднял на ноги. Затрещала ткань. Винни ослабил хватку, не понимая, да и не особенно задумываясь, откуда в нем проснулась такая сила. Где что затрепетал Жозе? В бочках, которые грузит твой твой а-а-а-а. Жозе сделался значительно спокойнее, словно все понял и угроза миновала. Новая партия следопытов. Как следопытов? От волнения Винни начал заикаться. — Ты ж говорил, что все знаешь и понимаешь, — фыркнул Жозе. — Следопыты там. В смысле, в бочках. Или ты думаешь, молодых и лучших выбирают, чтоб в пустошь отправить? — В этом не было бы никакого смысла. А здесь товар, что называется, лицом. У Винни зачесались руки, и он не стал себя сдерживать. Юноша ударил. Жозе пошатнулся, но не смог удержать равновесие. Помешали связанные руки, и он повалился на траву. Винни подлетел, не разбирая, как, с какой силой и куда бьет, ударил ногой. Перед глазами плясали кровавые пятна. — Перестань! — крикнула где-то на краю сознания Нана. Винни еще раз поддел ногой. По сопротивлению и всхлипыванию понял, что попал. Он же беззащитный. Он ударил еще раз, игнорируя внутренний голос, а тот все продолжал бить метрономом в голове. Бить беззащитного, бить связанного, бить лежачего. Как ты можешь? — Стоять! Кто-то схватил сзади за руки, оттащил в сторону. Очередной удар не сложился. Нога просвистела мимо. Жаль. — Винни завертелся. — Прекрати! — потребовал Дерек. — Он не виноват. Он же сам из этих твоих следопытов. Винни резко обернулся. Дернулся, вывернулся и отскочил в сторону. Дерек, неждавший такой прыти, опешил. — Он не из них. У него теперь покровитель-благодетель. А вот Митрик из них. Почему-то. Хотя не должен был. Они его убили. Вместе со всеми. — Кого? — не понял Мессер. — Митрика! — прошептал Винни. — Да кто такой этот Митрик? — Мой единственный друг! — бросил Винни. — А мы тогда? Кто? — тихо произнес Дерек. Винни поперхнулся. Снова захотелось орать, но он задавил желание. Лишь бросился изо всех сил, но не на плюющегося кровью Жозе, а назад, в сторону болота. — Стой! Погоди! Винни! — он не слышал. Не хотел слышать. Он просто бежал. Земля снова сменилась пружинищим мхом, а потом и вовсе чем-то хлюпающим. Впереди замаячили редкие огни. Караван. Винни свернул в сторону. Нет, караван ему теперь не интересен. Зачем ему караван? Тратить время на продажного Мара, который и так у него в руках, пока они держат этого экс-следопыта, вот еще. Нет смысла бороться против одного негодяя, когда буквально под боком орудует целая орава. Под ноги ткнулась склизкая коряга. Винни споткнулся, но удержал равновесие. От испуга чирикнуть носом в грязную жижу, голова заработала лучше. Мировосприятие стало резче, четче, а желание убивать и кровавая пелена немного отступили, очищая сознание. Винни вскинулся и тут же замер. В темноте за деревьями мелькнула фигура. Одинокая, с какой-то удивительно круглой головой. Лысый. Он хотел окликнуть, но вовремя передумал. Лысый двигался по болоту, оставив за спиной огни, караван и криворуких возниц. Он знал, куда шел. Двигался свободно, словно шел не по топкому болоту, а по центральной улице родного города. Словно знал, куда идет. Стараясь не шуметь, Винни двинулся следом. Лысый, сам того не ведая, показывал ему теперь дорогу в Витана. А в том, что он идет в великий город, у Винни Лупо не было никаких сомнений. Вот только как он туда попадет? Воображение рисовало невероятные переходы. Искрящиеся ворота порталов, сверкающие воронки света, Все оказалось значительно проще. За деревьями и кустами, посреди гнилого и страшного болота, Торчал крохотный островок. Не островок даже, а бугорок мшистый и грязно-зеленый. А на островке зиял чернотой провал подземного хода. Лысый уверенно прошлепал по болоту к островку. Быстро подошел к провалу, задержался на мгновение и уверенной походкой захромал внутрь. Судя по движениям тела, вниз уходила лестница. Мгновение, и убийца исчез в провале. Догнать бы его ии. Винни снова одернул себя, давя нелепое желание. Во-первых, никакого ии не выйдет. Даже если он взорвется от ярости, Селенок справиться с лысым у него не хватит. И потом он же не собирался размениваться по мелочам. А лысый ничуть не важнее продажного советника. Если, как говорит Джози, так работает весь совет, То воевать следует против совета, А не против советника и его прихвостня. Убей одного, ничего не изменишь. А вот если пошатнуть всю систему, Рассказать магам, какую змею они пригрели, Кому отдали власть, Он сосчитал до тридцати, выжидая время. И, посчитав, что лысый уже далеко, Вышел из кустов и бросился к острову. Только бы получилось. А тогда... Может быть, маги Витана посильнее Мессера. Вдруг сумеют вернуть ему жизнь. В благодарность ведь можно постараться. Островок оказался неожиданно твердым, Как камень или ссохшаяся земля. Винни заглянул в провал. Внутри притаилась кромешная тьма. Он вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Чего бояться? Он изгнан и идет против совета. Он уже мертв и не чувствует ни боли, Ни жара, ни холода. У него погиб друг и вера в честность людей, Совета, мироздание. Так чего еще бояться? И он без страха шагнул в провал. Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий. Живое и мертвое. Внутри было еще темнее, чем снаружи. Если наверху на болоте светило, Хоть и с трудом пробиваясь холодными лучами луна, То внизу вовсе не было никакого света. Винни замер в темноте. Но напрасно углядывался, Пытался приучить глаза. Тьма была непроницаемой. Где-то вдалеке гулка шлепали шаги. Уходит. Винни ощупью, насколько мог, быстро двинулся вперед. Ему казалось, что он точно определил направление и идет на звук. Только звук дробился. Отдавался. С эхом смешалось эхо шагов самого Винни. И через какое-то время он понял, Что не может определить источник звука. Юноша замер. Шаги слышались где-то впереди. Видно, по-прежнему ничего не было. Он снова зашагал на звук. Выставленная вперед рука уткнулась во что-то твердое. Винни вздрогнул. Суетливо завозил руками по стене и вокруг себя. Понял, что двигается по тоннелю И попросту уткнулся в его стену. Шаги робко шлепали где-то впереди. Словно лысый тоже уперся в стену. Винни двинулся вперед, Придерживаясь рукой за стену, Ловя пальцами очертания свода. Так хоть понятно, что идет прямо. Глаза болели от бесполезных попыток Разглядеть что-либо в темноте. Он споткнулся и едва удержал равновесие, Замер, вслушиваясь. Шаги дробью неслись откуда-то из-за спины. Не может быть. Не мог же он пройти мимо лысого. Или лабиринт значительно сложнее. В который раз, пожалев, Что у него с собой нет ни фонаря, ни спичек, Юноша развернулся. Через какое-то время остановился И прислушался. Звук шагов теперь бежал Где-то далеко в конце коридора. Если, конечно, у этого непроглядного тоннеля Был хоть какой-то конец. Винни не двигался с места, Боясь неожиданной догадки. Звук шагов тихо растворился, Сошел на нет. Эхо умолкло, оставив его в темноте. Глупец. Он же все это время шел за собственным эхом. И куда шел? Винни завертелся, Пытаясь вспомнить, откуда пришел. Но память сбоила. Поворачивал несколько раз это точно. Поворачивал в противоположную сторону. Два раза. Три. А сколько навертел до того. Стараясь успокоиться, Он тронул пальцами стену И заскользил вдоль нее. Темнота снова наполнилась шагами. Эхо неслось, не смолкая. Бежало в разные стороны, сводя с ума. По его прикидкам, Он уже должен был вернуться к входу. Может быть, он перепутал направление? Юноша остановился. Главное не паниковать. Глаза болели все сильнее. Винни сомкнул веки. Какой толк всматриваться в черноту, Если не видно даже собственного носа? Передохнув минуту, Он схватился за стену другой рукой И побрел обратно. Шаги переливчатой дробью Разносились по темным переходам. Эхо будто издевалось. Зачем он вообще сюда полез без света? Один. Эмоции захлестнули. А мозги где были в это время? Винни заспешил, Заторопился, Чуть не сбиваясь с ног. Рука все скользила и скользила по стене, Покуда пальцы не провалились В зияющую пустоту. Он замер. Рука судорожно искала опору. Когда нащупала, Винни понял, Что стоит на развилке. Но откуда она взялась? Ведь не было же. Куда теперь? Можно, конечно, повернуть Или развернуться, Но сколько еще он будет бегать В темноте? Где-то что-то скользнуло Совсем рядом. Или это только послышалось? Винни рванулся вперед, Споткнулся и потерял равновесие. Больно ударился о землю. В глазах вспыхнуло И снова потухло. Темнота. Винни попытался встать. Рядом что-то шлепнулось. Так падает на землю тело. Эхо. Запоздалое эхо, Подумал Винни. Или он нагнал лысого. Лысый где-то рядом. И его здесь нет. Поведал из темноты голос. От неожиданности Винни подпрыгнул И вытаращился до такой степени, Что еще немного И глаза выкатились бы из орбит. Не сразу понял, Что голос знакомый И бояться его глупо. Он ушел другим коридором. Их здесь много. Тихо добавил мягкий Женский голос. Нана. Нана. Позвал он. Да. Отозвалась темнота. Винни вспомнил Звук удара И догадался, Что волчица Перекинулась. И она не может. Говорить-то Она в хвостатом Обличье не может, А в человеческом Никому не дано Видеть В такой темноте Даже оборотню. Он представил себе ее, Стоящую рядом, Абсолютно обнаженную. От этой фантазии Вспыхнули щеки. Мне Промямлил он, Пытаясь скрыть Смущение, Которого она не могла Видеть. Я должен Извиниться. Мне просто очень Винни сбился, Понимая, Что запутался, За что хочет Извиниться. За то, Что увидел, А точнее, Представил себе Девушку Обнаженной. Или за то, Что как обиженный Мальчишка Побежал неведомо куда, Непонятно зачем, Или за то, Что брякнул, Убегая. Окончательно Запутавшись, Он замолчал. Митрик, Произнесла Нана, Кто он? Она была в темноте, С мягким, Ласковым голосом. Ей не надо было Смотреть в глаза И думать, Куда деться от ее Взгляда тоже было лишним. И Винни ощутил Неимоверный прилив Благодарности за это. За то, Что Нана говорит с ним Именно в этой темноте. Именно сейчас. И, наверное, Именно о том, О чем надо. Он был моим лучшим другом. Я его знаю С самого детства. Винни почувствовал, Что улыбается, Представляя себе Живое, Светлое лицо Соседского мальчишки. Улыбается, Хотя в горле комок. К старику Лорину Вместе бегали. Все вместе, Повторил он. Он ведь мне Как брат был, Хотя я не знаю, У меня брата Никогда не было. Но если б был, То... Он сбился. Я понимаю. Мягко отозвалась темнота. И я знаю, Я знаю, Как тебе сейчас Больно. Винни всхлипнул. Скорее, Потому что надо было Всхлипнуть. Или потому что Хотелось. Слез не было, Да и откуда У мертвяка Слезы. Я понимаю, Повторила Нана. И я знаю, Как бывает больно, Когда ничего не болит. Только запомни Вот что. Что бы ни случилось, Жизнь продолжается. Всегда. Нравится она тебе Или нет, Но она идет дальше, А не застывает на месте. Даже если случилось Что-то очень плохое, Это не конец. И всегда может случиться Что-то очень хорошее. Винни кивнул, Будто его могли увидеть. И вот еще, Добавила темнота. Митрик был лучше, Я не сомневаюсь в этом. Но ты, пожалуйста, Знай, Что у тебя есть И другие друзья. Те, кому ты Не безразличен. А теперь идем, Нас ждут. Спасибо. Искренне сказал он. Темнота ответила Глухим ударом Человеческого тела О землю. Через секунду В ладонь ткнулся Мокрый собачий нос. Или волчий. Винни погладил Оборотня по голове. Волчица переместилась Неуловимым движением, И рука юноши Оказалась на холке. Он вцепился В жесткую Клочковатую шерсть. Зверь затрусил Вперед. Винни пошел рядом. Метания в темноте Закончились. Появилась ясность И уверенность, С которой он шагал Следом за перекинувшейся В волка девушкой. У него есть друзья. И хотя он вроде как знал Это, когда они шли В Лупа-Нопа И потом, когда поселились В гостинице. И позднее, когда он умер, Они вернули его к жизни И вместе с ним Пошли в Витана, Чтобы снова вернуть ему Человеческий облик. Но ясное осознание того, Что он не один, Что ему есть на кого Опереться появилось Только теперь. Возможно, виной тому Была темнота, А может, еще что-то. Какая-то неуловимая магия, Которая безо всякого Волшебства возникает Между людьми, Если они хорошо К друг другу относятся. Вскоре впереди Забрежжил свет. Винни напрягся. Под пальцами Скользнула мохнатая спина. Коротко вильнул хвост, И Нана исчезла Где-то в темноте. Шлепнулась со знакомым звуком. Как она себе Только не отобьет ничего. Каждый день о землю Так кидаться, Да по несколько раз. Она должна бы Вся в синяках ходить. Винни напряг память, Но ни одного синяка У девушки не припомнил. Чего стоишь? Иди, тебя ждут. Повинуясь голосу И ругая себя За несообразительность, Винни пошлепал на свет. Мог бы и сам догадаться, Что девушке надо одеться. Светил факел, Который сжимал в руках Дерек. Еще несколько факелов Болтались на стене Возле входа. Вот у Мессера и вампира Хватило ума зажечь свет, А он ломанулся в темноту, Не глядя, Очертя голову. О чем только думал. Где ты ходишь? Поинтересовался Мессер. Мы тебя уже заждались? Оба вели себя так, Будто бы ничего не произошло. Извините, Попросил прощения Винни, Не за то, что где-то ходил И заставил себя ждать, А за устроенный на болоте разворот. Мессер сделал вид, Что ничего не услышал, Только проворчал что-то, Мол, где Нана ходит, И почему всех надо ждать? Дерек мягко улыбнулся И благосклонно кивнул. Вампир прекрасно понял, За что извиняется Лупо, А Винни понял, Что на него не таят обиды. Появилась Нана, На ходу поправляя одежду. «Куда теперь?» Поинтересовался Дерек. Нана кивнула в сторону, Противоположную той, С которой пришли они с Винни. Он пошел туда. Винни огляделся. Ступеньки от входа Вели через короткий коридор В огромную залу. От этого подземного вестибюля Веером расходилось Четыре туннеля. «Откуда знаешь, что туда?» Не понял Винни. «Нана спустилась позже него, Значит, видеть, куда ушел советник, Не могла. Впрочем, она и его видеть не могла, Но нашла же». «Волчий нос надежнее, Чем любая карта», Улыбнулась Нана. «Пошли». Дерек не стал ждать приглашения И первым двинулся В указанном направлении. Спина вампира исчезла В нешироком проходе. Отцветы от факела Заплясали по стенам. Следом двинулась Нана. Мессер подтолкнул Винни. Тот посмотрел на мага. «Давай топай», Подбодрил лорд. «Если б я мог, Я б тебе подмигнул. Но знаешь ли, Физиология не позволяет. Так что считай, Я приободрил тебя Мимикой и жестом. Шевели ножками». В голосе Мессера Чувствовалась улыбка. Не издевательская, А мягкая. Винни улыбнулся скелету И пошел в тоннель. Коридор тянулся, Как ровная бесконечная труба. Наверное, крыса в водостоке Чувствует себя примерно так же. Тоннель тянулся монотонный И однообразный. Скучными уродцами Выплясывали на стенах Корявые тени. Несмотря на подбадривание И ощущение дружеского плеча, Ему все равно было паршиво. Мертвый Митрик Не шел из головы. Винни чувствовал себя виноватым, Словно бы друга убили из-за него. За тоскливыми мыслями Вдруг вспомнил, Что чего-то не хватает. Когда вспомнил, Чего именно, Содрогнулся. А где Жози? Спросил он, Боясь предположить, Что с ним могло случиться. Бить связанного паршивое дело. Не по-человечески он поступил. Вот друзья у него куда гуманнее. Они связанного бить не станут. Они... Винни вспомнил подвешенного За ноги упыря И судорожно сглотнул. Отпустила она его, Кинул Мессер в сторону Наны. Как отпустила? Глупо спросил Винни. На все четыре стороны. Ты как бежать бросился, А на веревке полоснула. Свободен, говорит. И за тобой следом. Ну и мы с ним возиться не стали. Да и зачем он нам теперь? Пусть идет. Девушка была смертельно красива. Он понял это, когда увидел нож в ее руке. Жозе даже успел подумать, Что у него будет красивая смерть. Не глупо героическое, А в прямом смысле слова Красивое. Впрочем, страх, Который бросился вниз живота И с силой надавил на мочевой пузырь, Меньше от этой мысли не стал. Но смерть в этот день Оказалась не просто красивой. Она была настолько благосклонна К бывшему следопыту, Что прошла стороной. Лезвие мелькнуло раз, другой, И Жозе почувствовал, Что руки, наконец, свободны. Кровь устремилась в затекшие кисти, Отчего конечности заколола Тысячами иголок. Свободен, Бросила женщина таким тоном, Что захотелось побыстрее сбежать Куда подальше. Двое других, Вампир и Костлявый В дорожном плаще не вмешивались, Словно бы их это дело не касалось. Жозе посмотрел на них с опаской, Перевел взгляд на женщину, Та довольно бесцеремонно Дернула кляп. Забыв обо всем остальном, Жозе закашлялся. Свободен, Повторила женщина, Поспешно развернулась И исчезла за кустами. Вампир и скелет Еще чуть помедлили, А Жозе медлить не стал. Оглядываясь, Словно ожидая подвоха, Он бросился прочь. Сначала медленно, Неуверенно, Потом быстрее, Подальше от этого проклятого болота, Прочь от этого грязного города, Скрытого ото всех. Вот только убежать далеко Он не смог. Силы оставили его буквально Через полсотни шагов, И он повалился в ближайшие кусты. Ему было плохо и страшно. Один, В темноте, Посреди этого мерзкого, Вонючего болота, Где кто-то снова торгует Человечиной. А ведь он сам должен был Стать товаром, Если бы не Мара. Старик ведь спас его тогда. Конечно, сначала стечение обстоятельств, А потом Мара, Который берег его, Держал подальше от всего мерзкого И низкого, Так трогательно, Так наивно. А он считал, Что его приемный отец Старый дурак, Наивный, Одинокий старик. И кто в результате Оказался наивным? Просидев в кустах с полчаса, Жозе поднялся и выглянул. Никого. Те, что держали его в плену, Ушли. Кажется, совсем. От этой мысли Он испытал невероятное облегчение. Люди, А вернее, нелюди, От которых неизвестно, Чего ждать, Пугали. Сколько бы он не бравировал, А ему было страшно. И сейчас, Наедине с собой, Посреди болота, Он мог себе в этом признаться. Ныла челюсть, Болели отбитые ребра, Тянуло что-то внизу живота. Этот молодой мертвяк Налетел с такой силой, Какой Жозе не ждал, Пожалуй, И от взрослого мужчины. Он шмыгнул носом И поморщился, Нос тоже оказался разбит. Впереди замелькали огни. Там стояли черные силуэты повозок, Бочки, Мельтешили фигуры возниц. Жозе прибавил шагу. Его шатало. Трясло от холода и страха. А еще очень хотелось оказаться отсюда подальше. Он не успел дойти до каравана. Старик заметил его раньше. Лицо мора исказилось. Удивление, волнение, испуг, Злость и снова испуг. Малыш Жозе, Что ты здесь делаешь? Пожалуйста, Жозе бросился навстречу. Как ты здесь оказался? Он бросился на колени, Обхватил ноги старика и прижался. Его трясло. По лицу бежали слезы. Рука старика легла на макушку, Тронула волосы. От этого нехитрого жеста Слезы брызнули сильнее. Что случилось? Голос старика дрогнул. Что происходит, малыш? Пожалуйста, Бормотал Жозе, Давясь рыданиями. Пожалуйста, пожалуйста. Да что случилось? Почти вскрикнул мора. Непонимание и страх Злили невероятно. Жозе посмотрел на него Взглядом загнанного зверя. Испуганный, избитый, Промокший и озябший, Грязный, как тысячи чертей, С глазами полными слез. Пожалуйста, Прошептал он. Давай уедем отсюда прямо сейчас. Пожалуйста, Папа. Мора вздрогнул. Жесткие губы советника мелко задрожали. Он готов был спорить, Вытряхивать правду и подробности, Яриться, Что, вопреки его требованию ждать в городе, Юноша оказался не весть где, Да еще в таком виде, Но одно слово, Которого юноша не произносил никогда, Заставило советника принять Совсем другое решение. Лошадей, Я буду ждать вас в Лупа-Нопа, Приказал он замершему рядом возниться. Тот смотрел на сцену между Жозей и советником, Словно оказался в цирке или театре. Через четверть часа Мора и Жози скакали прочь от болота. Советник жаждал подробностей, Хотел понять, что же все-таки произошло, Но преемник рыдал, И Мора смирился с неведением. Но преемник рыдал, И Мора смирился с неведением. Смирился советник из потери каравана, О которой узнал много позже, Как и о том, Что это дрожащее, испуганное «Пожалуйста, папа!» Спасло ему жизнь. Тоннель уперся в развилку. Дерек, шедший впереди, Остановился и сосредоточенно Уставился на два одинаково черных провала. И куда теперь? Нана молча вышла вперед, Потянула носом, Совсем как собака. Покачала головой. Человеческие возможности тут бессильны. Подождите. Винни не успела рта раскрыть, Как девушка устремилась в левый тоннель. Послышался знакомый шлепок, Винни поморщился. Мессер покачал головой. Из черноты трусцой выбежала Все та же ободранная волчица. Что-то рыкнуло, Развернулось к одному из проемов. А говорила, Человеческие возможности бессильны, Фыркнул Мессер. С первого раза ведь угадала. Дерек поднял разбросанную одежду И зашагал. Нана примкнула к вампиру И терлась его ногу. Винни показалось, Что волчица делает это с нежностью. Или только показалось. Тоннель снова зазмеился, Как хитро вывернутая водосточная труба. Интересно, Какой сумасшедший копал эти лабиринты И зачем? Следующая развилка Образовалась шагов через триста. Нана чуть задержалась, Принюхиваясь, И безошибочно угадав направление, Устремилась в средний проход. Как она это делает? Спросил Винни. Помолчи, Посоветовал Дерек. Не стоит шуметь. Кто знает, Может, мы не одни тут ходим. Слова Дерека подтвердились Еще через две развилки. Нана, Безошибочно находившая Нужную дорогу, Остановилась. Вампир поглядел на подругу С подозрением. Что? Нана не ответила. Только села рядом, Еще больше став похожей на собаку. Винни прислушался. Где-то очень далеко Звучали голоса. Юноша хотел поделиться Своим открытием, Но, как оказалось, До него дошел не только он. Дерек поднес палец к губам, Давая понять, Что беседы излишни, И принялся тушить факел. Фонарь погасить было бы легче, Чем возиться с этой Старомодной конструкцией, Но вампир справился И с живым огнем. Вскоре тоннель снова погрузился В непроницаемую тьму. Винни попытался вглядываться И понял, что ничего не видит. На плечо легла рука Мессера, Подтолкнула. Интересно, как ориентируется В темноте старик. Нана по запаху. Вампир, потому что вампир. А Мессер? Спрашивать Винни не решился. Голоса приближались. Впереди забрежжило Какое-то неясное свечение. Возникла новая развилка, Причем один тоннель Ее уходил ниже, Другой брал уклон вверх. Отцветы мелькали В конце первого. Нана уверенно свернула во второй. Через несколько десятков шагов Коридор развернулся И тоже засветился Всполохами искусственного освещения. Правая стена тоннеля Оборвалась, И он превратился в балку, Находящуюся где-то под потолком Огромной пещеры. В двух десятках шагов впереди Балка снова превращалась В коридор, Выбуравливающийся в толщу земли. Но эти десятки шагов Надо было пройти, А внизу Пещера была огромна. В противоположной Ее стене Расположились широченные ворота. Только створки были заперты. И это явно не нравилось Людям с ящиками, Что устроились в ожидании Возле ворота. Свет шел от их факелов. И разговоры доносились Оттуда же. И хотя они были далеко внизу, А значит, не могли увидеть Ни Винни, ни его друзей, Идти над их головами Было боязно. А за воротами Винни был в этом уверен Находился Витана. Вернее, нижние ярусы города. В плечо ткнули. Винни завертел головой, Возвращаясь к реальности. Оказалось, что Нана и Дерек Уже перешли Открытое пространство И ждут на том конце балки. Мессер всем видом, Как мог, показывал Недовольство. Винни выдохнул И осторожно, Стараясь не издать Ни единого лишнего звука, Пошел вперед. Это оказалось проще, Чем он думал. Людям, что сидели снизу, Было не до балки. Их куда больше занимал вопрос, Куда девалось начальство, И сколько им сидеть Еще здесь, на ящиках. Мессер просвистал Через балку С невероятной Для себя скоростью. Оглянулся назад, Кивнул. Дерек и Нана Двинулись дальше. Винни послушно Побрел за ними. Идти молча Было свыше его сил, Но он держался, Как мог. Хотя вопросы И наблюдения Распирали И лезли наружу. Например, Его интересовало, Куда делся лысый. Среди людей, И сидящих на ящиках Странного человека Не было. А ворота Были заперты. Значит ли это, Что их открыли Для него одного? Или он вышел Другим путем? Или он до сих пор Ходит где-то здесь Под землей? Коридор закончился Тупиком. Винни едва Различал что-то В темноте. Свет из пещеры Сюда не доходил Практически совсем, А другого Источника света Не было. Вот тебе И безошибочный Проводник С волчьим нюхом, Подумал юноша. Он посмотрел На девушку Оборотня. Волчица Остановилась И смотрела наверх. Он не увидел это, А скорее угадал. Дерек тоже Уставился на подругу, Потом зашарил Руками по стенам. О-о-о-о! Прошептал он На грани слуха. Здесь лестница. Забрятся ли Металлические Скобы ступени, Вампир полез наверх. Там что-то Скрижетнуло И стало Немного светлее. Дерек замер, Потом спустился Несколькими ступенями Ниже, Отклонился в сторону, Освобождая проход. Винни! Позвал он. Винни запрокинул голову. Вампир молча Поманил к себе. Юноша подошел К лестнице И потихоньку Вскарабкался вверх. Когда поравнялся С Дереком, Лезть стала До невозможности Неудобна. Что там? Спросил тихо. Вампир кивнул наверх. Посмотри и скажи сам. С замиранием Винни вскарабкался выше. Провал Наверху оказался Колодезным люком. Он подтянулся, Вылез наружу И словно Объянил. Рядом лежала Крышка колодца Из тех, На какие наступают Посреди улицы, Не особенно задумываясь, Что под ней. Мостовая улица Мостовая улица Упиралась в тупичок. Отсюда вверх Возносились Невероятные высоты Дома, На крышах которых Винни это точно знал Раскинулись Странные Фермерские Угодья. Город спал, Горели неярко Редкие фонари, Плакал где-то За одним из окон Ребенок И все. Но в воздухе Было что-то такое, Знакомое с детства, Пьянящее, Или в Винни Что-то перевернулось От чувства, Что вернулся домой. Винни понял, Что ему надо Выйти наверх, Подняться, Побежать по улицам Ночного города, Сейчас, Найти маму, Найти. Он не мог сказать, Что за неведомая сила Подтолкнула его, Но все, Что было раньше, Вдруг забылось, Перемешалось, Превращаясь В абсурдный Пестрый сон. Винни рванул наверх, Выскочил из люка И бросился Навстречу Витана. Дерек, Болтавшийся рядом На лестнице, Не успел даже Сообразить, Что произошло, Настолько стремительным Был рывок. Винни! Вампир затопал Вверх по ступеням, Высунулся наружу, Потом, Будто припомнил, Что-то бросился Обратно вниз, Съехал по ступеням Прямо в руки Мессера. Что там? Спокойно спросил мак. Что произошло? Город, Выпалил вампир. Я думаю, Это он, Витана. А Винни? Там, Рванул наружу, Ответил Дерек, И словно безумный Рванулся обратно Вверх по лестнице. Мессер повис На нем Всем своим Скромным весом, Силой дернул Обратно подействовало. Вампир вылупился На лорда Ошалелыми С полплошки глазами. Ты-то не веди себя, Как мальчишка, Сердито одернул мак. Догоним, Только другим путем. И оба мужчины Повернулись к Нане. Конец главы Продолжение На сайте Мечта Букиниста Точка РФ Мечта Букиниста Представляет Михаил Костин Алексей Гравицкий Живое И мертвое Винни бежал Прочь от городских стен, Прочь от пустоши. Знакомые до боли улицы Казались дружелюбными И ласковыми. Здесь все было понятно. Не надо было никуда идти, Ни за кого ручаться, Ни от кого убегать. Здесь было уютно, Как дома. Дома. На мгновение Показалось, Что ничего с ним Будто и не произошло. Что он Всего каких-то Полчаса назад Залез на городскую стену, Поспорив с выпившим Сыном советника, А теперь спустился И возвращается домой, К маме. Мама, конечно, Будет сердиться, Что он так надолго Задержался, Да еще и в кабаке, Но в конечном итоге Нельзя же сердиться Вечно. И завтра Она, как обычно, Соберет его В академию. И он, как обычно, Будет с отвращением Жевать овсянку. А потом он С Митриком И Санти Винни замер, Словно на него Из соседнего окна Вылили ведро Ледяной воды. Пьянящее ощущение Счастья Отступило. Эйфории Словно не бывало. Какая академия, Какая овсянка. Митрик мертв. Он стал следопытом И умер. Уж как так получилось Неизвестно, Но в бочку Он отправился Как следопыт. А Санти Должно быть Растет таким же Негодяем, Как и его отец. Ведь всем известно, Что советники Передают свои места По наследству. А в том, Что в совете Нет честных людей, Винни был теперь Уверен На все сто. Дома и улицы Растеряли дружелюбие. Винни почувствовал Озноб. Ночью на улицах Витана Часто было холодно. В этом городе Вообще холодно С тех пор, Как его продал И предал совет. Хотя живет же он Веселый и радостный. Никто ничего не знает И всем хорошо. Винни заставил Внутренний голос Заткнуться И завертелся, Оценивая, Где находится. Нет, Домой он не пойдет. Маму обязательно Надо найти, Но это потом. А сейчас Нужно бежать В гильдию. Пройти как-то Внутрь, Просить охрану, Умолять, Дать возможность Сказать буквально Два слова Магам И рассказать им все, Чтобы они Наконец поняли, Какую змею Пригрели на груди. Маги поймут, Маги поверят. И тогда Совету конец. И в Витана Снова не станут Никого убивать, А барьер Можно будет снять, Потому что Пустошь не опаснее Ужа. Выглядит, Как змея, Но не жалит. Винни свернул В сторону И побежал К зданию Гильдии. Улочки Мелькали, Сливаясь В странные Круговороты. Он все Их знал. Все они Были знакомыми, Но выглядели Теперь неприятно. Словно За любым Окном В каждом Доме Мог оказаться Советник-предатель. Или работающий На совет Лысый человек С неприметной Внешностью. Или даже Работающие На лысого Люди. Опасность Была всюду. Неявная, Но ощущение Ее не оставляло Ни на секунду. Ноги Привычно Несли по лабиринту Узких Пустых улочек. Винни бежал Не думая Куда бежит. По привычке. Поворот Два дома Еще Поворот Еще И Площадь Перед гильдией Распахнулась Перед ним Во всем Великолепии. В густо Застроенном Витана Широкая площадь Смотрелась Невероятно. Разливалась Как лесное Озеро. Хотя Кто В этом Городе Видел Лес Или Озеро? Винни Сбавил Шаг И чинно Пошел Прямиком К дверям Гильдии. Возле Массивных Створок У входа Дежурила Охрана. Она Менялась Раз в Три Часа И Никогда Не Заходила Внутрь. Вообще Никто На памяти Горожан Не Переступал Порога Гильдии. Разве Что Новоизбранные Ученики Магов. Но Это Случалось Редко. И Новоизбранного Ученика Как и Магов Никто Больше Не Видел. Никогда. Охране В этом Плане Везло Немногим Больше. Случалось Что Маги Выходили В Город. Тогда Ночная Смена Счастливчиков Рассказывала Своим Коллегам Как Под Покровом Ночи Маги В Темных Балахонах Покидают Гильдию. Как Выглядят Маги Никто Рассказать Не Мог Потому Что Лица Скрывали Капюшоны. А Еще Ходили Легенды О Нескольких Людях Входивших Внутрь И Вышедших Обратно. Но Эти Случаи Были Единичны. Рассказам О них Мало Кто Верил. Сегодняшняя Смена Тоже Не Верила. Тем Удивительнее Было Наблюдать Как Гильдии Подходит Неприметный Лысый Господин. Как Сами Собой Открываются Ему Навстречу Двери И Голос Изнутри Разрешает Войти Приятный Мягкий Баритон. Это Было Удивительно И Невероятно. Но Еще Невероятнее Было То, Что Случилось Немногим Позже. На Площади Появился Молодой Человек И Уверенно Направился Ко Входу. Словно Бы На Дворе Ни Ночь И Молодым Людям Не Надо Спать. Подойдя Почти Вплотную Молодой Человек Замедлил Шаг Словно Засомневался. Это Показалось Подозрительным И Стражи Не Сговариваясь Шагнули Вперед. От Того Что Они Увидели Волосы Зашевелились Поднимаясь Дыбом. До Ворот Гильдии Оставалось Всего Несколько Десятков Шагов. Винни Не Думал О Расстоянии. Он Проигрывал В голове Разговор С охраной И Понять Как Говорить Чтобы Его Пустили Внутрь Не Мог. Все Слова Выходили Либо Глупыми Либо Возвышенными Либо Пугающими Но В любом Случае Неправдоподобными. Он Уже Увидел Лица Стражей Понимая Что Так И Не Успел Подобрать Нужных Слов Когда В голове Дернулась Паническая Я Же Труп. Мысли Запрыгали Как Вспугнутые Воробьи. Как Говорить С охраной Если Он Мертв. Они Же Примут Его За Порождение Пустоши. Они Не Станут С Ним Даже Говорить. Они Просто Начнут Стрелять В Него Из Пистолей Или Схватят И Запрут Где-нибудь. Схватят Винни знал, что они там увидят, мертвую серовато-синеватую кожу, стеклянные невыразительные глаза, выдуманный им самим же запах мертвого тела, к которому он уже привык. Бежать, мелькнуло в голове, бежать пока не поздно, а ноги все несли и несли вперед, навстречу стражам, навстречу лицам, вытягивающимся в страхе. Он никогда не видел в человеческих глазах столько ужаса. Возможно, его было не меньше в его собственном взгляде, когда он впервые столкнулся с Петром в лесу. Но в лесу не было ни зеркала, ни возможности посмотреть, как он выглядит со стороны. Мать моя, советник финансов, пробормотал тот из двоих мужчин, что стоял справа. Его рука, сжимавшая пистоль, опустилась. Оружие, потеряв опору, скользнуло на землю, ударилось с противным звуком о мостовую. Этот звук дал понять левому стражу, что он не одинок в своем кошмаре. Стоявший левее двери человек хотел заорать, но связки отказали от страха, потому вышел только сдавленный всхлип, а следом за ним звук падающего на мостовую пистоля. Побросавшие оружие люди попятились. Винни выставил руки ладонями вперед, пытаясь показать, что не сделает ничего плохого. В голове все крутились какие-то слова, но он никак не мог подобрать нужные, потому просто молча шел на стражу с выставленными вперед руками. И этот невинный жест, знак миролюбивого настроя, стража трактовала совсем иначе. Первым сорвался левый. Упершись спиной в дверную створку, которую он с достоинством охранял много лет, страж дрогнул. Отступить было некуда. Понимание этого большими буквами, как на доске в академии, отразилось на лице мужчины. Он взвизгнул и бросился бежать. «Я», — хотел объясниться Винни, но сказать больше ничего не успел. Звук его голоса так подействовал на бедолагу, стоявшего справа, что тот метнулся в сторону со спринтерской скоростью и уже спустя несколько мгновений обогнал своего улепетывающего напарника. Вот так, без драки или уговоров, вход в гильдию был свободен. Внизу располагался огромный вестибюль с колоннами. Настолько огромный, что Винни затаил дыхание не в силах сдержать восхищение. Колонны устремлялись вверх, поддерживая необъятный потолок. Туда же вверх взлетала, разбегаясь от центра в стороны, широкая мраморная лестница. По центру аккуратно, обстоятельно змеилась красная тканая дорожка. Все это выглядело очень дорого, очень изысканно, и на фоне жизни города, проросшего в землю до самого ядра и вознесшегося в небо до самых облаков, абсолютно бесчеловечно. Была в этой роскоши и огромных неиспользуемых пространствах какая-то издевка. Винни неторопливо добрался до лестницы. Шаги гулка отлетали под самый потолок. Каждый казался весомым, значимым, наполнялся собственным смыслом, будто обязывал к чему-то. На лестнице стало приятнее. Дорожка скрадывала гулки и звуки, глушила, делала мягче и незаметнее. Юноша взлетел по ступеням, свернул в правое крыло. Здесь был коридор, устеленный такой же дорожкой, и множество дверей. Винни принялся дергать ручки одну за другой. Заперто, заперто, заперто. С каждой новой запертой дверью надежды добраться до магов таяли все скорее. Да и с чего бы магам, отгородившимся от мира, защищать свои владения двумя пугливыми охранниками? Наивно было предполагать, что все так просто. Винни начал нервничать, когда очередная ручка поддалась с чуть большим усилием, и дверь распахнулась, увлекая за собой юношу. Он уже не ожидал, что сможет открыть хоть одну из комнат, поэтому тело, потеряв опору, едва удержало равновесие. Винни ругнулся и остановился на пороге, заглядывая внутрь. Это была не комната, скорее кладовка. Маленькое темное помещение, заваленное коробками, сундуками, ящиками и прочим хламом. Содержимым этого чулана явно давно не пользовались. На всем собранном внутри барахле лежал толстый слой пыли, нещадно лезший в глаза и нос. В углу слева от входа стояла рогатая вешалка с корявой ножкой. Из-за этой корявости вешалка заваливалась на сторону, словно хромая. На одном из рогообразных крюков висел потрепанный балахон. Повинуясь какому-то неясному порыву, он сдернул старую тряпку. С балахоном в руке вышел в коридор и прикрыл дверь. Балахон оказался таким же пыльным, как и все здесь. Винни как следует тряхнул тряпку, не удержался и чихнул. Чих громко прокатился по пустому коридору, пусто ж забери это эхо. Винни огляделся боязливо, но, кажется, на звук никто не пришел. Юноша поспешно облачился в балахон, натянул капюшон как можно ниже и пошел обратно к лестнице. Через вестибюль он шел теперь свободно. Старая тряпка, наброшенная на плечи, почему-то добавила уверенности. Миновав лестницу с блюстрадой, свернул в противоположное крыло. Двери здесь тоже оказались заперты, зато в конце коридора нашлась лестница на другой этаж. Не такая широкая и шикарная, как в вестибюле, но тоже весьма впечатляющая, для миниатюрных застроек минималистичной архитектуры плотно заселенного города. Второй этаж оказался не так густо утыкан дверями. Некоторые из них были распахнуты настежь. Винни заглянул в ближайшие двери и увидел анфиладу комнат, огромных, светлых и пустых. Не в плане мебелировки, но без единого намека на присутствие людей. Гильдия напоминала странный замок из старой сказки. Огромный, пустой, непонятный и потому пугающий. Второй этаж тоже оказался пуст. «Может быть, маги невидимы?» Пришла мысль. Но Винни тут же отогнал ее, как бредовую. Живые люди обнаружились этажом выше. Голоса он услышал еще с лестницы. Коридор здесь был коротким, а двери закрытыми. Проверять, заперты ли они, Винни не стал. Он шел на голоса, которые доносились из конца коридора. Двери там были прикрыты. Лишь одна створка была притиснута неплотно, из-за чего образовалась узкая щель. Люди были уже близко. До них оставались считанные шаги. Дойди до конца, толкни дверь и... Вот он я, Винни Лупо, пришел предупредить вас о заговоре. Все было просто. Но Винни, ждавший и искавший встречи с хозяевами гильдии, отчего-то оробел. Какое право он имеет здесь находиться? Разогнал стражу, пролез внутрь, без разрешения, как вор. Винни подошел к дверям и замер. Припал к щели, пытаясь разглядеть, что происходит внутри, и боясь войти без стука или даже постучать. Чувствуя, что поступает некрасиво, он замер у двери и принялся слушать голоса. А через минуту уже не мог не то что войти внутрь, а даже пошевелиться. Сильнейшие принимали его в большом зале. Зал не только имел большое название, но и полностью его оправдывал. Он был едва ли меньше вестибюля, с той лишь разницей, что здесь не было ни колонн, ни лестниц с балюстрадами. В центре немыслимо огромного помещения стоял крохотный столик и несколько кресел. И хотя кресла удивляли своей мягкостью и удобством, а на столике всегда были радушно расставлены вино и фрукты, зал давил. «В таких залах опасно есть и пить», — поеживаясь, думал лысый. «Может случиться, дорогим вином угостят, а может, мышьяку насыплют. Раз на раз не приходится». Отказаться от вина, которое предлагают сильнейшие, считалось непозволительным. Такую дерзость мог позволить себе лишь тот, кто торопился на тот свет. Потому пить приходилось всегда. И вино до сегодняшнего дня было великолепным. Но наслаждаться букетом, думая про себя о мышейке, лысый не мог. Потому вино шло с улыбкой, но без радости. Сильнейшие сидели напротив. Ни женщина, ни мужчина не ели и не пили. Капюшоны скрывали лица. Лысый чувствовал себя в их компании странно, словно рядом посадили два манекена, но не обманывался. И совершенно точно знал, что за капюшонами скрываются не только пытливые умы. Каждое его движение не остается незамеченным. Каждый его жест, вздох, ерзанье на стуле, любое движение, даже усмешка, не остаются незамеченными магами. И хотя глаз под капюшонами видно не было, они там были. Зоркие, внимательные, проникающие, кажется, в самую душу. Говорила женщина. Голос был мягкий, вкрадчивый. И лысый вдруг понял, что давно уже не слушает ее, не слышит слов, отвлекся на свои мысли. Он вздрогнул. Двое, казалось, не заметили этого. Поэтому нам пришлось пожертвовать господином советником, закончила женщина. Но нам хотелось бы услышать ваше мнение относительно инцидента. Лысый кашлянул, понимая, что сказать ему нечего. А что тут сказать? Пожал плечами он. Советник оступился. Такое случается. Советник оступился, но вы работали на него. Это не кажется странным? Вступил мужчина. Мягкий, приятный баритон. Давайте на чистоту. На чистоту, подумал Лысый, ругая себя за то, что расслабился. Советник оступился, он на него работал. Человек перебрал в голове всех советников, на которых работал в последнее время. Речь об истории с этим мальчишкой, которого ему пришлось убить, должно быть. Если на чистоту, осторожно начал Лысый, я работаю на вас, на совет в целом, на многих советников и еще на некоторых людей. Вас много, я один. В первое мгновение, когда Винни увидел Лысого рядом с магами, ему захотелось раскрыть дверь и закричать об измене. Но ноги одеревенели, и он понял, что не может сдвинуться с места, как в детском кошмаре, когда надо что-то делать, а возможности пошевелиться нет. Он стоял прилипший к двери, словно муха в янтаре, и слушал. И с каждым услышанным словом ему становилось все более жутко. Измены не было. Лысый не изменял совету. Совет не изменял гильдии. Гильдия тоже никому не изменяла, и никто ни от кого ничего не скрывал. Все все знали. Это только юный Винни Лупо не мог понять, как так случилось, что весь мир, который знал с детства, такой радостный и светлый, оказался грязным и лживым. Он жил ради совета и гильдия, ради витана хвала совету и гильдии. Он жил в последнем оплоте человечества, а оказалось, что живет в загоне, как баран. И все остальные тоже живут и радуются, не видя ничего, кроме загона, не ведая, что за пределами загона что-то есть. Бараны. А их просто разводят. Одних на мясо и на продажу, других оставляют плодить потомство. И придумал это не предательский совет. Это придумали маги, строившие витана, знавшие, что за его пределами существует целый мир, огромный, другой. Меня обычно зовут, когда кто-то уже совершил оплошность, продолжал тем временем лысый. Я прихожу не для того, чтобы помочь заказчику оступиться, а для того, чтобы исправить ошибку. Устранить последствия – это моя работа. Как с тем мальчиком, голос женщины улыбнулся. Скажите, вам не совестно убивать детей? Добавил мужчина. Лысый слегка поперхнулся или сделал вид, что поперхнулся. Это вы спрашиваете меня? Уточнил он, стараясь придать голосу достаточно глупости, чтобы вопрос не звучал, как откровенная издевка. Нам просто интересно, добавил баритон, с кем мы работаем. У вас нет лишних сантиментов. Я не путаю работу с чувствами, отозвался человек. Есть система, которая меня родила и кормит. Я обязан ей всем. Так зачем мне рассказывать этой системе, что хорошо, а что плохо? Балахоны молчали. Если для системы вреден отдельный человек, значит, полезно его устранить. Это моя работа. Устранять. И устранять тоже. И мне совершенно не важно, кто он. Мальчик, девочка, старушка, беременный вампир или страдающий похмельем волкалак. То, что вредно для системы, не имеет никаких других идентификаторов, кроме одного. Вредитель. Баритон усмехнулся. И много ли здесь осталось вредителей? Вы имеете в виду историю с этим юношей? Возможно. Я был уверен, что советник даст мне необходимую информацию. Но раз он оступился, придется искать самому. Не придется. Голос женщины снова улыбался. Мы закрыли этот вопрос. Не оступившийся советник. Никто либо, кто имел касательство к этой истории, больше нас не потревожит. Считайте это нашим подарком. А свою работу выполненной, если только... Она замолчала. Лысый ждал продолжения, но не выдержал первым. Что? Спросил он. Этот юноша действительно мертв. Вы видели тело? Я не видел тело, покачал головой лысый. Но я знаю этот яд. От него умирают быстро и гарантированно. Особенно от такой дозы, которую получил этот парнишка. А я слышал, что у вас там случилась какая-то накладка. Протянул баритон. Лысый едва заметно дернулся. Пальцы поспешно отщипнули виноградину, отправили в рот. Не волнуйтесь, усмехнулся баритон. Ваши профессиональные накладки на вашей совести нас интересует только результат. Что там за барьером? Перевела тему женщина. Спрос на товар стал падать. Если так будет продолжаться, придется что-то делать с рождаемостью. Вводить ограничения, а горожане этого не любят. Лысый заметно успокоился, даже позволил себе улыбку. Не думаю, что есть поводы для беспокойства. Спрос на мясо будет всегда. Винни почувствовал, как мутится в голове. Перед глазами заполыхала кровавая пелена. Возникла досада при мысли, что внизу у входа валяются два пистоля, а он не догадался их поднять. Сейчас бы двумя выстрелами. Но пистолей не было. А Винни, А Винни был уже близок к тому, чтобы ворваться внутрь, вцепиться в глотки и рвать зубами негодяев, которые сзади что-то ударило сильно. Голова закружилась. Винни почувствовал, что падает вперед. Увидел, как открываются двери, вскакивает лысый. Потом все закружилось, и он полетел не то навстречу полу, не то навстречу черноте, которая заволокла собой все. Двери с грохотом распахнулись, и в зал ввалилось тело в балахоне. Лысый вскочил, чуть не уронив кресло. Тут же отругал себя за нездержанность. Балахоны-то и с места не сдвинулись. Вслед за телом в дверях появился молчаливый громила. Что это значит? Баритон обращался к громиле, и был холоднее промерзшего насквозь льда. Эээ, вот это, эээ, этот, подглядывал. Ответил тот, подумал и добавил, и подслушивал. Балахоны, казалось, не пошевелились, или лысый не заметил движения, прозевал поданный знак. Так или иначе, громила поднял тело, подтащил к столику и сдернул капюшон. Лысый медленно опустился в кресло «Оставь его и выйди», — разрешил баритон громили Тот неуклюже скрылся за дверью Впрочем, Лысый не следил за ним Внимание его привлекло лицо мертвяка в балахоне То, что перед ними мертвяк, а не человек, из которого только что выбили дух, он знал наверняка И потому, что от того разило тлением И потому, что от яда, которым его отравил человек, умирают гарантированно и быстро «Кто это?» — спросила женщина Лысый почувствовал на себе внимательный взгляд «Винни Лупо» — назвал он имя, за которое было заплачено «И которого не должно было быть в списке живых» «Вы утверждали, что он мертв» «Вы хотите сказать, что он жив?» — парировал Лысый шестым чувством, понимая, что оправдываться бесполезно «Оставьте ваши шутки» «Лучше объясните, как он сюда попал, да еще в таком новом обличье» «Точного ответа у меня нет, но предположение есть» «И...» «Как только я взялся за это дело, я выяснил, что у господина Лупо за барьером появилось несколько приятелей из числа местной нежити» «А чуть позже я почувствовал рядом с юношей присутствие магической силы, причем силы не официальной, а подпольной» «Из этого я сделал вывод, что один из друзей, господин Лупо, имел некие магические способности» «Возможно, новый облик юноши — это его работа» «Лысый замолчал, не оправдываться, ни в коем случае не оправдываться» «Как я уже говорил», — прохладно заговорил Баритон «Нас не интересуют ваши профессиональные накладки, нам нужен результат» «Этот юноша может иметь какие-то способности» «Нет», — категорично мотнул головой Лысый «Я уверен», — в таком случае до вечера он посидит под замком «После вы сможете поговорить с ним и разобраться в ситуации» «До того у вас будет другая работа» «Надеюсь, с ней вы справитесь лучше» Он нервно вскинулся и крикнул совсем уж неприятно «Эй, кто там есть, заберите это» Воняет Конец главы Продолжение на сайте Мечта Букиниста Мечта Букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и мертвое Винни очнулся в камере Голова не болела, но была пустой и звенящей Словно из нее долго вытряхивали содержимое Он лежал на полу Его просто бросили на пол, не особенно церемонясь Винни поднялся и огляделся Камера оказалась просторной и темной Пахла подгнившим сеном и застарелыми нечистотами От входа камера освещалась от силы наполовину У стены валялся сырой тюфяк, набитый соломой Винни прошелся по камере Кроме тюфяка здесь не было ничего Только в дальнем углу обнаружилась дыра в полу Судя по виду, назначение ее сомнений не вызывало Винни плюхнулся на тюфяк и закрыл глаза Святая простота Кого и от кого он хотел спасать? Гильдию от предательского совета Ведь можно же было предположить, что гильдия, создавшая совет Не может не знать, что он творит И маги, создавшие великий город, не так слепы Чтобы их могли запросто обмануть Сейчас, когда первый шок прошел Все это казалось таким понятным и таким прозрачным Почему же он не поверил в это раньше? Зачем строил воздушные замки? Лязгнуло На двери открылось небольшое окошечко Мелькнула физиономия надзирателя в капюшоне Харчи Буркнул он И в окошко втиснулась волосатая рука с жестяной миской Винни поднялся и принял миску Есть не хотелось, да ему это было и не особо нужно Хотелось поговорить Но у надсмотрщика желания были совсем иными Он не собирался ни с кем разговаривать А хотел только избавиться от миски Как только Винни принял харчи Оконце тут же закрылось Юноша тяжело вздохнул Поставил миску на пол и вернулся на тюфяк Откинулся Привалился спиной к стене В дальнем темном углу что-то шебуршалось, наверное, крыса Впрочем Все равно Он прикрыл глаза и, кажется, задремал Проснулся он от странного звука Словно что-то массивное, тяжелое Крутанулось на шарнире Звук шел из темной части камеры Винни приподнялся на локте И вгляделся в темноту Там, на границе света и тьмы Маячил силуэт Человеческая фигура Винни тряхнул головой, пытаясь сообразить, не спит ли он Но это был не сон Человек был вполне реален Только чересчур грязный и лохматый Словно бы лазал по помойке и не мылся недели три Ты кто? Спросил Винни И я? Лохматый хихикнул Гуль У тебя пожрать есть? Винни кивнул настоящую неподалеку миску Вон, ешь, если хочешь А ты откуда взялся? Гуль подошел ближе Остановился на расстоянии вытянутой руки Замер Потом неуловимым движением выкинул вперед руку Дернул на себя миску и отпрыгнул Словно боясь, что его схватят Вместе с добычей отступил в темноту Сверкнули бесноватые глаза Зачавкало Да он не в себе Подумал Винни Видимо, пока он спал, к нему подселили Помешанного сокамерника Гуль между тем быстро расправился с содержимым миски Поставил жестяную емкость на пол И толкнул вперед к Винни Миска прокатилась по полу И замерла практически на том же месте Откуда ее взяли жадные руки сумасшедшего сокамерника Из темноты сыто срыгнули Я здесь давно С запозданием ответил Гуль А ты скажешь, что сам все съел Понял? Понял, кивнул Винни, решив, что с сумасшедшим лучше не спорить А ты сам кто? Заинтересовался Гуль Человек Пожал плечами Винни и осекся Вспомнив, что уже не совсем человек Лохматый приблизился на пару шагов Хихикнул Рожа у него была страшная Грязная, ободранная, покрытая коростой Только глаза светились Но от этого сумасшедшего блеска Притягательнее образ не становился Человек Согласился Гуль Только не живой Он снова захихикал Видимо, это показалось ему смешным Не живой, не мертвый А звать как? Я вот Гуль Винни Винни Нехотя представился юноша Винни Лупо Гуль отпрянул, словно услышал запретное слово А потом снова захохотал Он скрылся в темноте И видно его не было Но смех перекатывался по камере Из чего Винни сделал вывод, что сумасшедший не стоит на месте Чего смешного? Не выдержал Винни А я ему говорил Весело сообщил Гуль Уже без боязни выходя на свет Я ему говорил, что рано или поздно ты здесь окажешься И покормишь Гуля А он не верил Говорит, убили тебя Да если б тебя убили Разве б он здесь оказался? Кто он? Винни понял, что остатки смысла теряются И бормотание сумасшедшего становится совсем непонятным Как кто? В свою очередь удивился Лохматый Митр Винни подскочил Словно в тюфяк вместе с сеном зашили иголку И он ее нашел весьма экстравагантным способом Митрик? Кинулся он к Гулю Митрик сидел с тобой в одной камере Тот покачал головой Гуль не сидел, Митр сидел И Митр тоже кормил Гуля Поделился сумасшедший Он что-то говорил? Рассказывал? Взволнованно воспрашивал Винни Не обращая уже внимания на странность ответов Гуль сел на пол и задумался Винни вернулся на тюфяк и замер в ожидании Он в следопыты собирался Хихикнул Лохматый Гуль знает Гуль сам когда-то в следопыты собирался Давно Митру обещали, что он со следопытами уйдет Он с ними ушел В собственном соку А я ему говорил Только он не верил Всегда такой здравомыслящий Митрик сидел в камере Возможно, даже на его месте Сидел и не верил, что он обречен Сидел с глупой верой в советы гильдию Пустоши их забери Врешь Буркнул Винни Хотя знал, что Лохматый говорит правду Нисколечко Если хочешь, я тебе такое рассказать могу Ужас Расскажи Ответил Винни И вскоре очень пожалел По рассказам Гуля выходило Что Митрик попал в камеру А потом и в бочку По его Винни Винне Он говорил, что отомстил советнику Который тебя убил Вывел его на чистую воду Поведал Гуль Советник, отец Санти Понял Винни Митрик помог сдать советника магам Маги убили советника А Митрика заперли здесь С обещанием отправить его Вместе с новой партией следопытов Митрик расценил это Как награду за преданность Совету и гильдии Как и обещание магов Позаботиться о его матери И о матери Винни Лупо На этом месте Винни вздрогнул Не совладав с эмоциями Выходит его мать Тоже мертва И мать Митрика И отец Санти С чего Митрик решил, что Винни Убил именно советника Хотя Лысого мог послать и он Даже скорее всего он Ведь никто из совета не мог знать Об их споре Кроме отца Санти Но маги Какая циничность Какое безразличие Они открыто говорили о том, что будет Они ничего не утаивали Не врали Они обещали Митрику Судьбу следопыта И он ее получил Они обещали позаботиться А... Винни снова передернуло А Митрик сидел в каталажке И ждал, что его из тюремной камеры Отправят не на тот свет А в поход за барьер Во славу Витана И ведь Винни даже укорить его не мог В безрассудстве и наивности Потому что сам еще несколько дней назад Имея массу аргументов против совета Верил ему как родному отцу А когда к аргументам добавились факты С которыми не имело смысла спорить Он поверил, наконец, в нечистоплотность совета И тут же Со щенячьей верой в справедливость Побежал жаловаться гильдии Гильдии Которая породила и выпистывала этот совет Откуда в них эта наивность? Куда исчезает понимание очевидного? Почему рушится непробиваемый Хоть и корявый, некрасивый утес веры? Может быть, от того, что вера в это мироустройство И его справедливость Закладывалась годами Закладывалась активной пропагандой Вливалась в уши сладкой патокой со всех сторон Объяснялась, объяснялась, объяснялась Если ребенку с детства говорит, что вино в бутылке черное Он поверит в это И потом, посмотрев на красную каплю на столе Зная, что вино черное Он сам придумает объяснение Глупое, наивное Скажет, что капля разбавлена Или что это оцвет Или выведет целую теорию Про игру света, колебания волны Особенности глаза И оптический обман зрения Им с детства рассказывали, что совет и гильдия заботятся о них Защищают от пустоши И они видели пустошь И видели город И понимали, что в городе хорошо А в пустоши грязное болото и упыри А витана последний А плод человечества Им с детства рассказывали про доблестных следопытов Уходивших покорять пустошь И они видели, как самых лучших Самых достойных выбирают И отправляют с почестями на исследование чужой земли Мальчишки мечтали стать следопытами Откуда было им знать, что избранных с почестями отправляют на бойню Как коров А потом фасуют в бочке и продают Да и расскажи им, кто такую сказку Никто же не поверил бы Ни за что не поверил Потому что так просто не может быть Хвала совету и гильдии Винни задавал и задавал вопросы сокамернику А тот хихикал и отвечал, словно рассказывал свежие анекдоты И от этих анекдотов становилось жутко «И что же, он так до самого конца верил им?» Тихо спросил Винни «Твой друг умер в счастливом?» Хихикнул Гуль «Когда его забирали, он был все так же уверен, что его ждут невероятные приключения» Лохматый оборванец снова засмеялся Этот смех уже порядком раздражал «А тебя почему не забрали?» Сердито спросил Винни Сумасшедший оборвал смех Поднялся на ноги и воровато огляделся «Гуля не убили!» «Гуля не убьют!» Забормотал он «Гуль знает ход» Он отступил в темный конец камеры Снова скрижетнуло что-то, словно повернули старую тяжелую карусель Стоявшую без движения много лет И в камере стало тихо «Гуль!» — позвал Винни Ответа не было Напугался он, что ли? Юноша встал с тюфяка и пошел вглубь камеры В углу воняла дырка в полу И больше в темноте никого не было «Гуль!» — позвал он снова Ни единого звука А сумасшедший-то, оказывается, не такой дурак, каким кажется И Винни принялся изучать стену в поисках потайного рычага Давно замечено, что в отсутствии хозяина Работа ладится совсем в другом ритме Возницы толкали бочки до утра Неторопливо, обстоятельно Особо не напрягаясь и делая частые паузы Переброситься словечком другим А куда спешить? Хозяин ведь уехал, ждет в другом месте Кто как работает, не проверит Ну, а там по пути наверстают упущенное А даже если и не нагонят время Так и чего? Хозяину не все равно, сколько ждать Полдня меньше, полдня больше Банда, которую вел Петра, тоже не торопилась Добравшись до болота и окружив место, где стоял караван Упыри расселись по кустам и принялись ждать Суетился только Петра, вызывая всеобщие усмешки За время похода он перестал быть для банды чужим Но своим так и не стал Упыри к нему относились как к шуту Который временно сопровождает их в путешествии и веселит старика Впрочем, старик был единственным, кто относился к Петра более чем серьезно Значит, уважает Решил Упырь и перестал обращать внимание на насмешки подчиненного старику сброда Сейчас Петра нервничал Цель была близка Сладость мести щекотала и будоражила А старый главарь мертвой банды ждал чего-то и не нападал Петра маялся, мучимый неведением Пытался разглядеть знакомые фигуры Но караван стоял довольно далеко И разобрать, кто есть кто, с такого расстояния было невозможно Не выдержав, он сунулся к старому упырю Тот был спокоен и рассудителен, как всегда «Нападем сейчас, всех положим», — кивнул он «А грузить потом кто будет? Ты?» Он открыто посмотрел на Петра, ожидая ответа Упырь понял несостоятельность своих притязаний и уселся рядом в кустах, нервным у соля ноготь Время шло, ничего не происходило Зашла луна, караванщики погасили фонари, появились первые лучи солнца, а старик ждал Петра уже устал нервничать и даже почти заснул Когда старый атаман скомандовал наступление Команда была беззвучной Он просто сделал знак рукой Сидевшие рядом повторили странный жест и пошли вперед Знак мгновенно разнесся по цепочке и упыри напали практически одновременно Они не кричали, не гикали и не подбадривали друг друга воплями Было видно, что для них это настоящая работа Петра поднялся с запозданием и потрусил следом Теперь я участник разбойного нападения на караван Мелькнула трусливая мыслишка Хотя, чего бы это? Ведь не нападает он ни на кого Никого не убивает, не грабит Просто рядом был В неудачное время, в неудачном месте А нужно-то ему Всего лишь найти четверых жуликов Которые ограбили его несчастного Обездвижили И оставили гнить в лесу Эта мысль понравилась больше Она звучала не так трусливо И даже вызывала жалость Петра даже сам себя пожалел Возницы между тем Увидели нападавших И принялись хватать все, что могло послужить оружием У двоих обнаружились пистоли Грохнуло несколько выстрелов Послышались крики Петра отстал и наблюдал за расправой со стороны Он искал глазами знакомые лица, но не находил Караван словно бросили Кажется, кроме возниц здесь вовсе никого не было Хотя Петра своими глазами видел место стоянки четверых Ошибки быть не могло И потом, какой хозяин бросит свое добро На погонщиков Ребята из банды выглядели страшно В руках у них не было никакого оружия Кроме коротких, заостренных с одного конца жезлов Но этими палками они били четко и беспощадно Видимо, начисто выбивая сознание Старик тоже вломился в потасовку И бил жезлом налево и направо Возницы жались к обозам Пытались отбиваться, но силы были неравны И они понемногу сдавали позиции Сами караванщики тоже, видимо, начали это понимать Во всяком случае, несколько попытались прорваться Выбраться из окружения Попытку тут же задавили бандиты Вопли и шум драки стали более ожесточенными Из-под крайней телеги Которая уже выпала из эпицентра бойни Выкатилась жалкая фигурка И ломанулась прочь «Ах ты ж!» Воскликнул Петра «Чтоб мне второй раз!» Он бросился на перерез убегающему Вознице «Вот теперь ты, соучастник!» Мелькнуло в голове «Ни разу!» Подумал Петра зло «Я убивать не стану Только пораспрошу немного» Возница оказался прыток Петра понял, что не успевает Тело сработало само, раньше мысли Он кинулся на землю, выбрасывая далеко вперед ноги Земля ткнула вбок Отбила локоть, по ногам что-то ударила Навернулась и, грубо ругаясь, полетела вперед Петра вскочил, прихрамывая Бросился на Возницу Тот был напуган Что-то нечленораздельно мычал Выставлял вперед руки и пытался закрыться Петра навис над ним «Я не стану бить!» Заговорил он быстро, словно его кто-то ограничил во времени «Где хозяин? Где?» «Уехал в город» Затропился упырь, все еще прикрываясь «В Витана?» Надавил Петра «Какой Витана?» Возница даже удивился «В Лупонопо» «А Лысый?» «С вами был Лысый?» «Он где?» «Ушел!» Возница попытался вывернуться «В Витана?» «Не знаю никакого Витана!» Задергался пленник «В болото он ушел, в болото, курдюм с ним ходил Там в болоте бугор, а в нем лаз Курдюм у лаза стоял, а Лысый туда, а потом оттуда И не один, а с какими-то людьми Они нам бочки принесли, ящики сгрузили и ушли И Лысый ушел» Пленник снова попытался вывернуться Петра понадобилось немало усилий, чтобы удержать его «Где бугор?» Затряс Петра противника «Там!» Тот кинул в сторону «Там!» Он вдруг резко выдернул руку Петра заметил, как блеснуло лезвие ножа Руки Петра по-прежнему держали возницу за грудки И рефлекторно только сжались сильнее «Шкурку попортит!» Мелькнула паническая мысль «Только б не по лицу» В следующую секунду пленник дернулся Обмяк и повалился на Петра Нож чиркнул мочку уха и ушел в пружинищую болотистую почву Петра дернулся и поспешил выбраться из-под тела Тот, кто уже был неживым, теперь вдруг стал мертвее мертвого Из спины мертвого возницы упыря торчал заостренный с одного конца жезл Рядом стоял один из ребят старика Он подмигнул Петра и дернул на себя странную палку В стороне затихала драка Смертоносная, как оказалось «Что это?» — хрипло спросил Петра «Кол!» — ответил упырь «Мне один маг сделал», — улыбнулся подошедший батя «Кости, правда, не берет, а вот гнилое мясо отправляет к праотцам легко Хочешь?» — на себе испытать Старик подкинул на руке жезл с отточенным концом и усмехнулся Петра отпрянул «О нет, чтоб мне второй!» И тут же осекся С колом перспектива второй раз сдохнуть не казалась такой уж нереальной Старик расхохотался «Зачем тебе?» — спросил Петра, немного придя в себя «Сам же упырь!» «Ты мне еще расскажи про всемирное упыриное братство!» — отмахнулся старик «В моей работе что упырь, что человек, да и для себя, если попадусь, полезно «Накол-то, а напади, поприятнее, чем в склеп!» «Тот маг за них знаешь сколько запросил?» «Но за ладную работу денег не жаль» Петра кивнул «А кровососа или перевертыша возьмет?» «Не знаю», — пожал плечами старик «Оборотень, оборотня, должно быть, возьмет, почему нет?» «Собаку берет, человек тоже, значит, и оборотня, а вампира...» «Думаю, и вампира возьмет, хотя...» «А тебе зачем?» «Там, куда мы пойдем, будут мертвяк, типа нас с тобой, вампир, оборотень и скелет, костлявый маг, а еще могут быть люди» «Куда это мы пойдем?» — не понял батя «Караван тут дело сделано» Петра почувствовал, что снова оказывается обманутым «Твое дело!» — заторопился он «А мое нет!» «Здесь нет тех, кто мне нужен, они ушли, я знаю куда, здесь недалеко» Старик смотрел скептически Двигаться дальше ему явно не хотелось «Мы договаривались, что берем караван», — буркнул он недовольно «Мы договаривались, — надавил Петра, — что каждый получает то, что ему нужно» «Возьми одну телегу с грузом», — предложил старик «Пятнадцатая часть добычи — это справедливо, или... Хочешь, кол тебе подарю?» Петра с завистью посмотрел на кол Прикинул, сколько стоит телега с мясом Но были в этом мире вещи, которые стоили дороже денег Например, месть И потом, зачем брать чужое, когда можно вернуть свое? «Брат», — нехорошо улыбнулся Петра «Так дела не делаются Ты обещал мне жизни четверых ублюдков Я обещал тебе и твоим людям караван Караван у вас есть» Старик нахмурился Огляделся по сторонам Вокруг было уже слишком много людей Которые слышали слишком много ненужного Выходит грохнуть упыря И сказать, что он хотел присвоить себе половину добычи Не получится Подставлять пришлого — это, конечно, не своего подставить Но все равно нельзя Вера и авторитет держатся на странных штуках Один раз оступишься, и вся жизнь наперекосяк «Хорошо», — кинул старик «Я от своих слов не отказываюсь» «Где?» Тут недалеко Радостно заторопился Петра Бугорок нашелся быстро Вход зиял черным странным провалом И выглядел неприятно даже при свете дня Рядом все поросло мхом и какой-то мерзкой плесенью Вся толпа головорезов собралась здесь и с вялым интересом рассматривала Бугор Старик набрался храбрости и даже спустился вниз на пару ступенек После чего снова вылез наверх «Я туда не полезу», — сказал он «Мы договаривались», — напомнил Петра «Мы не договаривались бегать под землей в темноте, как крысы», — покачал головой старик, чувствуя, что теперь говорит правильные вещи «Авторитет не пошатнется, и Петра не заставит его лезть в катакомбы», — если правильно подбирать слова «Я и мои люди», — продолжил он с нажимом на моих людей «Не подписывались играть в кротов Иди туда сам и выманивай своих ублюдков, как хочешь Мы будем ждать здесь три дня Если ты не вернешься или придешь один, мы оставим тебе в виде компенсации твою долю и уйдем Справедливо, ребята?» Банда одобрительно загудела Старик ухмыльнулся, оттопырил три пальца Три дня Спорить теперь было абсолютно бесполезно Поняв это, Петра вздохнул и полез под землю Конец главы Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и мертвое А сумасшедший-то совсем не дурак, — размышлял Винни Он во всех подробностях исследовал дальнюю стену и прилегающие к ней боковые стены камеры Но никакого рычага или чего-то, что открывало бы потайной ход, не нашел Винни вернулся на тюфяк и принялся ждать Рано или поздно этот лохматый вернется Главное, чтобы его отсюда прежде не забрали Сколько прошло времени, Винни не мог сказать Когда за стеной послышались шаги и слязгом распахнулось оконце Понял, что время обеда Вот только б знать, когда у них тут обед В окошко втиснулась волосатая конечность с миской Орчии Винни поднялся с тюфяка и принял миску На этот раз охранник оказался более общительным Съел? — поинтересовался он Съел? — кивнул Винни Тогда миску верни Потребовал охранник Винни опустил полную миску возле тюфяка на пол Поднял пустую и вернул ее охраннику Тот уцепил край миски Винни чуть задержал свою сторону А у вас узники когда-нибудь убегали? — беспечно спросил он А что, хочется? — недобро хмыкнул надзиратель Успокойся На моей памяти ни один не сбежал А на моей памяти уже двое Подумал Винни и отпустил миску Хотя, может, и Жози, и Гуль бежали из другого места Оконце слязгом захлопнулось Винни обернулся Лохматый должен знать, когда здесь кормят Значит, скоро появится Надо только подкараулить и вызнать, как он сюда попадает Но сумасшедший оказался проворнее Винни только шагнул в темноту А оттуда уже глядела покрытая коростой рожа Винни отшатнулся от неожиданности Есть? Принесли? — спросил Гуль Юноша кивнул на миску возле тифика Сумасшедший поспешил к еде И устроился с миской прямо на тифике Ел он спешно, неряшливо А у меня для тебя новости Хихикнул Лохматый, отставляя в сторону миску Я у тебя последний раз обедаю Это еще почему? Винни почувствовал, как внутри все съеживается А потому? — охотно объяснил Гуль До вечера ты не доживешь Винни почувствовал, как в голове мутится Он бы поверил в то, что упырь не может умереть Как верили многие упыри Вот только он сам своими глазами видел Как мертвые умирают А в Витана маги всесильны Откуда знаешь? — голос прозвучал хрипло Слышал? — неопределенно отозвался Гуль Так что я попрощаться пришел Он поднялся на ноги Можешь не верить? — весело добавил сумасшедший Многие не верят Гулю Я верю, — покачал головой Винни Ты умный, — отозвался Гуль Мне тебя даже немного жалко Но ты все равно умрешь Сумасшедший направился был к дальнему концу камеры Но Винни преградил путь А если нет? Умрешь Уверенно повторил Гуль Точно говорю Он попытался обойти Винни Но тот снова заступил дорогу Сумасшедший занервничал Юноша попытался улыбнуться Чтобы как-то расположить к себе лохматого узника Гуль А возьми меня с собой Предложил он, продолжая улыбаться Сумасшедший отшатнулся В глазах его впервые появился страх Не страх даже, ужас Нет, — замотал головой он Нет, нет, нельзя Винни не найдут Ход найдут Ход найдут, станут искать Станут искать Винни найдут И Гуля найдут Не найдут, — пообещал Винни Но сумасшедший не услышал И Винни убьют Настойчиво продолжал он И Гуля убьют А Гуля нельзя убивать Пусть лучше один Винни умрет Чем все умрут Винни протянул руку Гуль отшатнулся Гуль отшатнулся Вжался в стену Юноша почувствовал, как начинает злиться Шанс спастись, вот он рядом Многие его предшественники сидели здесь и не хотели бежать Считая, что никто не станет их убивать Они слушали хихиканье сумасшедшего И не верили в байки Гуля Но он-то верит И он хочет бежать И сбежать можно Вот только на пути к свободе Стоит хихикающий Опустившийся и избриндивший человек Человек ли? Гуль, — попытался он Выпусти меня А я тебе за это... Нет! Сумасшедший не дал договорить Он стремительно бросился вперед Хоть и был зажат в угол Винни, не ожидавший такого натиска Споткнулся и повалился на пол Сверху навалился Гуль Оба покатились по полу Пытаясь стряхнуть друг друга И подняться на ноги Гуль оказался неимоверно силен Откуда только бралась такая сила и ловкость В его тщедушном тельце? Винни понял, что не справляется Рванулся, пытаясь перевернуться И подмять сумасшедшего под себя Не вышло Он смог только переместиться Чуть ближе к тюфяку Стоило только вспомнить про тюфяк Как хватка ослабла Винни дернулся вперед Но сверху навалилось тяжелое, сырое И дурнопахнущее Хватка ослабла Юноша брыкнулся Набитая соломой сырая тряпка Отлетела в сторону Где-то в конце камеры скрипнуло шарниром На который давило что-то массивное Винни вскочил, понимая, что не успевает Камеру он преодолел в несколько прыжков Но было поздно В темноте не было ни просвета, ни провала Только каменная кладка Отчаяние и злость накатили могучей волной Он с силой саданул рукой по каменной кладке Где-то, словно в стене, глухо хихикнуло «Гуль!» — позвал Винни «Открой меня!» — «Выпусти!» Из-за стены откровенно и издевательски захохотало Винни закусил губу и отчаянно замолотил по стене кулаками Бессилие и злость вырывались наружу и заполняли камеру В какой-то момент он подумал, что сам, наверное, свихнется до вечера И смерть или что-то приготовили ему маги Будет для него очень веселой Силы кончились Винни последний раз хлопнул по каменной кладке Что-то дрогнуло Послышался звук, как будто крутанули старую карусель За стеной истерично вскрикнул сумасшедший Или сначала вскрикнул, а потом заскрежетало Стена с тихим шорохом отодвинулась в сторону И прежде чем Винни успел что-то сообразить или сделать В камеру влетел сумасшедший Следом за ним появился Дерек По ходу дела отвешивая лохматому нового пинка В образовавшемся проеме возникла черепушка Мессера Маг недовольно посмотрел на Винни И встал, буркнул он Ты чего здесь делаешь? Гуля кормлю Устало усмехнулся Винни Нашел место и время голубей кормить Фыркнул Мессер Пошли Оставленный в камере гуль верещал, как резанный Потайная дверь закрылась С обратной стороны каменной кладки Размещался запорный механизм Мессер подобрал валяющийся рядом кусок деревяшки И заклинил запор Теперь не выйдет Пояснил Маг Не слишком жестоко Поморщился Винни Не слишком Напомню, что именно это он хотел сделать с тобой Или я что-то не так расслышал Винни потупился Он снова был свободен Если лабиринт под городом и болотом можно было назвать свободой Они снова шли коридорами Впереди Дерек Рядом трусила Нана, свесив язык на сторону И помахивая облезлым хвостом Следом шел Винни Мессер замыкал шествие Как вы меня нашли? Спросил он наконец Это не мы Не оборачиваясь бросил Дерек Это Нана Правда пришлось поплутать И еще мы чуть не потеряли Мессера Ехидно добавил вампир Винни удивленно повернулся к магу Тот пожал плечами Только теперь Юноша обратил внимание на два огромных фолианта У того под мышкой Что это? Вот из-за этого мы его чуть и не посеяли Оживился вампир Нана ошиблась уже под зданием гильдии И мы завернули не туда Потом еще раз не туда Ну в общем попали в библиотеку Ты бы видел нашего лорда Если б у него глаза были Они бы у него там и выкатились Прилип к полкам И только нес какую-то ерунду На силу вытянули Там такой кладезь Виновато пробормотал Мессер Но самое главное я все-таки унес Он потряс тяжелыми томами А что там? О, да там столько Начал было Мессер Но был перебит Дереком Умоляю, не сейчас Лорд умолк и пожал плечами Мол, потом как-нибудь расскажу А теперь мы куда? Спросил Винни А ты что предлагаешь? Вопросом ответил Дерек Судя по тому месту, откуда мы тебя вытащили Гильдия тебе не помощник Совет подчиняется гильдии Потупился Винни Я не знал Не страшно, отмахнулся Дерек Нам сейчас нужен Лысый И если мы не сможем найти его в Витана Значит будем ждать снаружи Насколько я понимаю Он частенько выходит А выход у него один На болото Значит будем ждать его там Все согласны? Несогласных не нашлось Заключенный Винни Лупо Начал орать после обеда Забился в дальний конец камеры И раздирался На требование подойти к двери И внятно объяснить Чего он хочет Заключенный не отреагировал Орал он так громко и так дико Что надзиратель побоялся к нему соваться А в свете того Что заключенный находился На особом положении Надсмотрщик поспешил доложить О странном поведении начальству Через четверть часа У дверей камеры Помимо охранника Стояло пятеро людей в балахонах Лицо одного из них Обладателя приятного баритона Было скрыто капюшоном Еще один человек Находившийся здесь же Был лыс как колено И имел толстые нелепые очки И незапоминающуюся внешность Если бы к нему Периодически не обращался Баритон в капюшоне Охранник может и вовсе Не обратил внимания На его присутствие Но главный Который никогда не спускался вниз А тут вдруг сделал исключение Говорил только с лысым Дверь открылась Охранник опасливо вошел внутрь Узник находился в дальнем углу камеры Он уже не орал, а тихо выл Винни Лупо Позвал баритон Подойдите ко мне В ответ послышалось что-то неразборчивое Охранник зажег фонарь и посветил Он видел многое Но рука от неожиданности Дрогнула даже у него Свет метнулся к полу Держите фонарь Неприязненно рыкнул баритон Свет выровнялся У стены сидел тщедушный человек Живой, но грязный и оборванный Лицо его покрылось коростой Бесноватые глаза стреляли по визитерам Это существо могло быть кем угодно Только не тем, кто должен был сидеть В этой камере Что это значит? Баритон обращался теперь к лысому И голос его не обещал Ничего хорошего Это не он Лысый попытался сохранить достоинство Я вижу Бросил баритон Вы утверждали, что у него нет никаких Сверхспособностей Как же он умудрился это провернуть? У Винни Лупо нет магических способностей Твердо произнес лысый господин Я готов поклясться в этом чем угодно Если рассуждать логически Здесь мог быть какой-то скрытый проход На нижние уровни Охрана могла быть подкуплена Фонарь снова дрогнул Надсмотрщик понял, что начинает ненавидеть этого лысого Но вмешиваться в разговор не посмел Кроме того Закончил лысый У него снаружи оставались знакомые Как минимум один из них был весьма нерядовой маг И я вас предупреждал Капюшон дернулся в сторону Словно его хозяин получил пощечину Тем лучше Процедил баритон Теряя мягкость и приятность Значит, они не могли уйти далеко Возьмите людей Прочешите весь нижний уровень Возьмите людей Прочешите весь нижний уровень Найдите их И либо убейте Либо приведите в кандалах Но чтобы они больше не были проблемой И не сделайте ошибки Как один советник Ошибка может быть роковой Лысый господин коротко поклонился Махнул рукой Молчаливые люди в балахонах Пошли следом за ним Из великого города пора уходить К этой нехитрой мысли Лысый пришел в тот момент Когда прозвучала Сакраментальная фраза про ошибку Историю с Винни Лупо Он ошибкой не считал Во всяком случае Чисто своей ошибкой Он все делал, как было приказано И задачи решал четко Конечно, случилась пара неприятных накладок Но это его сугубо внутренние проблемы Не касающиеся никого, кроме него Сейчас ему намекнули на проблемы Или высказали недовольство и раздражение Или дали понять, что незаменимых нет Может, даже угрожали Реплику можно было трактовать по-всякому А вот вывод был один Пора уходить Есть такой момент, когда на карьере Лучше всего поставить точку Потому что золотая середина Уже достигнута Если ты незаменим, то пора уходить Если тебе платят слишком много Пора уходить Если тобой пытаются помыкать Без особой на то причины Пора уходить Либо брать все в свои руки Взять в свои руки весь Витана Он не мог Не по зубам ему эта кость Значит, пора уходить Последнее поручение и все И если он его выполнит И все пройдет успешно То можно вернуться за гонораром А если проклятому мальчишке Удастся сбежать То он даже возвращаться не будет Что ему этот Витана? У него есть свой уютный домик Есть деньги Столько денег, что с его потребностями Ему не потратить и половины За всю жизнь Пора на покое Он осядет со всем своим профессионализмом А он профессионал И его никто никогда не найдет Потому что земля этого поганого острова Еще не родила того, кто сможет его вычислить С его умом С его неприметностью С его способностями к мимикрии Нет, нет такого человека Который сможет его найти Там Вскрикнул один из охранников Идущих рядом Лысый задумался и прозевал момент Когда впереди что-то мелькнуло Он посмотрел на мужчину Тот смутился Я видел там край плаща За поворотом Так шевелите ногами Посоветовал Лысый Выход уже рядом И учтите, что среди них маг Возможно даже не один А сколько их всего Поинтересовался другой охранник А песок знает Огрызнулся Лысый Впереди раскинулась широченная пещера Предбанник лабиринта Пусто Оставалось только пересечь пещеру Подняться по ступеням и... А если там засада? Откуда? Отдернул он сам себя Сколько их было? Четверо? Ну, может, кого наняли Еще пара бродяг и все Никакого риска Последнее дело и все И прочь из Витана Гнилой город Пещера кончилась Лысый сделал знак своим людям И стремительно бросился вверх По лестнице Конец главы Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин Алексей Гравицкий Живое и мертвое Петра повезло немыслимо Пройдя вдоль одного коридора И завернув в пару его ответвлений Он понял Что за три дня не успеет найти тут Не то, что своих обидчиков Но даже выбрать направление В котором они ушли Лабиринт под землей Ветвился, как столетний дуб Понять здесь что-то без карты Не представлялось возможным Да и с картой, признаться Петра боялся не разобраться Полдня ушло на топтание Подземного тоннеля И возвращение к исходной точке Полдня из трех А он ни на шаг Не приблизился к противнику И что оставалось Систематично, целеустремленно Проходить от начала до конца Тоннель за тоннелем Петра прикинул объем работы И понял, что не управится с этим И за неделю А по закону подлости Который переворачивает бутерброды Маслом вниз И делает еще множество Неприятных штук То, что он ищет Наверняка окажется там, куда он За три дня Не успеет добраться Второй вариант был Ничуть не лучше первого Петра мог просто Хаотично метаться на удачу По доступной части лабиринта А вдруг повезет Метод был хуже не придумаешь Кроме того Метания действовали на нервы И казались бессмысленными Все казалось бессмысленным Разве что сесть у входа И надеяться на удачу У входа Петра не сел По жизненному опыту Узнал, что под лежачий камень Вода не течет А вот удача Ему в самом деле Улыбнулась Углубившись в очередной тоннель Чуть дальше, чем планировал Он услышал шаги Упырь замер посреди коридора И прислушался Топал не один человек И топал довольно часто Шаги дробью разбегались по коридорам Потом где-то вдали полыхнул отцвет В конце коридора засияло ярче Появился человек с факелом Следом еще несколько Силуэты казались Очень знакомыми Петра почуял сладкую исту Там кто-то есть Вскрикнул один из них В конце коридора Петра узнал голос Это был вампир Упырь возликовал Сами идут Сами Нет, он не собирался бросаться на них Не собирался рвать на части Отступить Заманить в ловушку А потом Когда их схватят Ребята-старика Если, конечно, их схватят Они убьют на месте Он посмотрит на их мучения А они помучаются Петра? В голосе вампира Мелькнуло узнавание И удивление Петра развернулся И дал дёру К выходу Факел он бросил В пещере у входа Ступени кинулись Под ноги Слишком резко Повалили Он споткнулся Пропахал пару ступеней Но словно не заметил Подскочил И вырвался наверх Старик отдыхал Рядом устроились На привал его люди Пара упырей Резко вскочили Едва он выбрался Из провала На Петра посмотрели Острия кольев Они идут Пропыхтел Петра Они уже рядом Сейчас выйдут Старик тут же Оказался на ногах Подъём Крикнул коротко Петра сопя Отодвинулся в сторону Накатила усталость Главарь оказался рядом Сунул что-то в руку Петра бросил взгляд На полученный предмет И дёрнулся В руке упырь Держал кол Зачем мне Промямлил Петра Ты же хотел себе Такую штуку Улыбнулся батя Или ты хотел В сторонке постоять Вроде как ты ни при чём Чужими руками Жар загребать Не выйдет Брат Ты в деле Потому что Это твоё дело И если мы все После этого Будем вне закона Так и ты будешь Старик резко Пихнул его в плечо Петра пошатнулся Толчок вышел Удивительно крепким Вперёд Быстрее Подгонял Дерек Не оглядываясь Но словно чувствуя Что его попутчики Отстают Они мчались По коридорам Вслед за Наной Та вышла На полкорпуса Вперёд вампира И безошибочно Вела к выходу А ошибиться Было нельзя Их догоняли В том что пропажу Винни обнаружат И их станут ловить Никто не сомневался Но кто мог подумать Что это случится Так быстро Маги вели себя Так будто знали Не только о побеге юноши Словно им было известно Кто его вытащил Как Сколько их И куда они идут И каким маршрутом Коридор изогнулся Пахнуло гнельцой Или только показалось Впереди Впереди Мелькнул Свет факела Человек Дерек Замер Не понимая Что делать дальше Разум Отказывался Понимать Куда идти Когда и впереди И за спиной Враг Чего Встал Хрипло Поинтересовался Мессер Там кто-то есть Крикнул вампир Нана Которая Замерла Рядом с его ногой Зарычала И показала Зуб Винни Выступил Вперед Фигура в конце коридора Уже разворачивалась Человек собирался бежать Давая понять Что он не охотник А жертва Петра Прошептал вампир Петра Повторил Винни Человек А вернее Упырь Развернулся И бросился На утек За спиной Послышались Далекие шаги Что он здесь делает Буркнул Винни Понятия не имею Ответил Дерек Но явно Ничего хорошего Коридор Кончился Пещера Распахнула Объятие Как радушная Хозяйка Возле провала Ведущего наружу Валялся факел Брошенный Упырем Десяток ступенек И свобода Хотя вряд ли Их там Оставят в покое Нано стояла Посреди пещеры И судорожно Водила носом По воздуху Вперед Скомандовал Дерек Он успел сделать Пару шагов К выходу Волчица тенью Метнулась Поперек дороги И показала зубы Из глотки Оборотня Донесся Утробный рык Что это значит Растерялся Дерек За спиной Снова Послышались Звуки погони Нано Рыкнула И вместо выхода Потрусила В соседний тоннель За ней Решил За всех мест Винни Поспешил следом Дерек Поколебался Не понимая Что происходит Но времени не было Отшвырнув факел Вампир Скрылся Следом за спутниками В дальнем коридоре И вовремя Спустя Несколько минут Пещера Заполнилась Стопотом Шорохами Криками Маги Под предводительством Лысого господина Устремились К выходу Лысый выбрался Из подземелья Первым Он хотел схватить Слабого противника А если это окажется Чуть труднее Чем задумывалось Убить Убить Не раздумывая Он просто Выполнял Свою работу Люди Гильдии Что шли за ним Готовы Были схватить Слабого противника А если Попробует Бежать Убить На месте Они просто Защищали Тайны Своего существования И боролись За сохранность Сложившихся Устоев Старик И его люди Ждали Слабого Противника И готовы Были его Схватить Пусть Мертвяк Подаривший Им Дорогой Караван Порадуется Но рисковать Никто из них Не собирался Если что-то Пойдет не так И старик И последние Из его Упырей Готовы Были пустить В ход Колья И поубивать Всех Не раздумывая Петра Хотел Убивать А если Получится То схватить Живьем И сперва Помучить А душонка Мертвяка Жаждала Мести Противник Не казался Ему Такой Легкой Добычей Но Сватага За спиной Четверка Нежити Была Все равно Что дети Против Наряда Полиции Лупанопа Сказать Что каждый Из столкнувшихся На поляне Был удивлен Значило Не сказать Ничего Но только Путей К отступлению Ни у кого Уже Не было Лысый Замер На долю Секунды Возле Провала Но в следующее Мгновение Увидел Петра И бросился Вперед Петра Вздрогнул Впервые На незапоминающемся Лице Появилось Запоминающееся Выражение Выражение Дикой ярости И холодной Расчетливой Жестокости От страха У мертвяка Затряслись Руки Лысый Поднял руку Складывая пальцы В замысловатую Фигуру Сейчас он Зашлепает губами Как мессер А потом Упырь Вспомнил Рельсы Выгоревшую Землю И обгорелые Трупы Все это Произошло За долю Секунды Петра Зажмурился Стиснул Кол И с диким Отчаянным Воплем Существа Боящегося Смерти Бросился На Лысого Тот Не успел Произнести Заклинание Кол С хрустом Проломил Ребра Разорвал Грудную Клетку Лысый Опустил Руки Обмяк И с Совершенно Чуждым Его Профессией Удивлением Уставился На торчащее Из груди Древко Заточенного С одного Конца Жезла Смерть Была Последней Штукой Которую Он ждал От этого Мира И Наверное Единственной Которая Могла Его Удивить Упыри Ломанулись Вслед За Петра К провалу Оттуда Один за Другим Выскакивали Охранники Гильдии А спустя Пару Мгновений За ними Появились И маги Их Было Двое Но в отличие От Лысого Они успели Среагировать Их Заклинания Оказались Короче Режче И Целенаправленнее Мессоровских Оба Словно Плевали Сгустками Чистого Света Упыри Молча Орудовали Кольями Уверенно И Слаженно Петра Завертел Головой Пытаясь Понять С какого Краю Боя Он оказался Но Бой Был Везде Мертвяк Отбросил Тело Лысого Настоящего Имени Которого Он так Никогда И не Узнал И собрался Было Отойти В сторону Сверкающий Как лед На вершине Горы Сгусток Света Пронесся В его Сторон Петра Дернулся Пытаясь Увернуться Но Свет Гигантским Плевком Ударил В лицо Ослепил Жгучей Волной Стек Вниз В отличие От Лысого Упырь Не Удивился Он Просто Не Понял Что Умер Звуки Боя Доносились Глухо И неясно Словно Из-за Толстого Ватного Матраса Винни Хотел Вернуться Потихоньку В пещеру И выглянуть Наверх Хоть Краем Глаза Но Дерек С Мессером Довольно Грубо Схватили Его За плечи Устанавливая Посадили На пол Тоннеля И велели Не дергаться Рядом Присела Нана Уже В человеческом Обличье Винни Хотел Спросить Что-то Но Не знал Что Единственный Вопрос Как Она Догадалась Что Снаружи Засада Казался Глупым Зачем Спрашивать Если Винни И сам Знает Ответ А Другие Вопросы Казались Еще Глупее Время Тянулось Бесконечно Казались Напрасными Вскоре Вниз По ступеням Загрохотали Шаги И пещера Которая Была Совсем Рядом Наполнилась Голосами И Все Таки Мы Их Ни Один Не Ушел Сильнейшие Будут Довольны Струва Жалко Видал Как Они Его Колом Они Многих Колом Чего Только Струв А Альма А Бруга А Остальные Струв Мне Как Брат Был Нет Ну Сколько Их Было Ты Видел А этот Говорил Что Их Там Всего Пятеро И Один Маг Говорил Договорился Вот Его Первым И Положили Как Ты Об Этому Скажешь Сильнейшим А Чего Так И Скажу Я Его Что Ли Накол Насадил А Следить За Его Здоровьем Мне Никто Не Приказывал И Потом Маги Сами Все Видели Голоса Становились Четче Слова Не Нужно Уже Было Угадывать Речь За Стеной Стала Четче Потом Снова Размылась Потеряла Внятность Удалилась Охранники Уходили Уходили Как Победители Которые Считали Что Справились С Задачей Значит Они Считали Что Винни Мертв И Его Друзья Мертвы Это Хорошо Звуки Шагов И Голоса Растворились Вдали Стало Тихо Идем Спросил Дерек Мессер Кивнул Винни И Нана Поднялись На ноги Четверка Молча Пошла К выходу На ступеньках Лежало Несколько Упырей Замерших В странных Позах Что С ними Удивился Винни Они Мертвы Можно Сказать Что Да Ответил Мессер После Небольшой Паузы Но Как Магия Мой Друг Жестокая И Всемогущая Магия Но Они Же Просто Лежат Это Всего Лишь Тела Их Жизненная Сила Вернее Ее Остатки Испарились Вместе С Заклинанием Винни Винни Дернулся То же Самое Могло Случиться И с Ним Ведь Он Тоже Мертвяк Он Осторожно Переступил Через Валявшееся На Дороге Тело И Тут Его Осенило Враг Считает Что Они Мертвы А Это Значит Они Свободны Можно Найти Лысого Вернуть Себе Жизнь А Потом Что Будет Потом Винни Не Успел Представить В глаза Ударило Солнце Он Зажмурился И опустил Взгляд Вздрогнул Все Вокруг Было Завалено Трупами Десятки Мертвых Упырей С Десяток Охранников Гильдии С Торчащими Из рваных Ран Странными Жезлами Винни Шагнул Вперед А Потом Мысль Снова Оборвалась Юноша Вздрогнул Потом Уже Наступило Он Нашел Лысого Лысый Невзрачный С удивлением На мертвом Лице Валялся У входа Из груди Его Торчал Кол Рядом Лежал Мертвый Петра Совсем Мертвый Мертвее Некуда Но Упырь Волновал Винни Куда Меньше Чем Лысый Господин В мертвой Голове Которого Разлагалось Знание О том Каким Ядом Был Отравлен Винни Лупа Что там Подошел Мессер Ничего Покачал Головой Винни И тут же Понял Что это На самом Деле Так Ничего Не Осталось Нет Никакого Потом Нет Будущего Он Мертв Те Кто Был Ему Дорог Еще Мертвее Вернуть Себе Человеческую Жизнь Он Не Может Потому Что Враг Который Знал Как Это Сделать Тоже Мертв Он Проиграл По Всем Статьям Винни Устало Опустился На Землю Мессер Уже Все Понял Опустил Руку На Плечо Юноша Вздругнул Пошли Позвал Скелет Куда Спросил Винни Хотя В голове Вертелся Другой Вопрос Зачем В деревню Тут Рядом Деревня Устроимся Там Нам Надо Передохнуть Собраться С мыслями Это Требует Времени И Более Приятной Атмосферы Чем На Болоте В компании Полусотни Трупов Маг Был Настойчив И Винни Поднялся На Ноги Хотя Идти Никуда Не Хотелось В Одном Мессер Точно Был Прав Они Устали Во Всяком Случа Винни Устал Смертельно Смертельно Конец Главы Продолжение На сайте мечтабукиниста.рф Мечта Букиниста Представляет Михаил Костин Алексей Гравицкий Живое И Мертвое Он Лежал На Тахте И Смотрел В Потолок Ничего Не Хотелось То Есть Вообще Ничего Разве Что Умереть Но Умереть Он Теперь Не Мог Вспомнилось Как Еще В детстве В Витана Бегали К Лорин Считалось Что Старик Лорин Не В Своем Уме Кто То Видел В нем Гения Кто То Юродивого Но Все Сходились На Том Что Лорин Не В Себе И Чердак У Него Подтекает А Вот Дети Старика Любили Может Быть За То Что Он Сам В Чем То Был Как Ребенок А Может От Того Что В Его Комнатушке Было Множество Интересных Вещей Лорин 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 он так и не стал. Вернее, он изучал что-то, творил в заперти, даже изобретал и создавал какие-то странные штуки, но ни одна из них не работала, и потекли слухи о том, что Лорин поссорился с головой. Среди прочего, смешной старик рассказывал о том, что почти раскрыл секрет вечной жизни. Еще немного, и он доберется до сути, станет жить вечно. Тогда-то с ним начнут считаться. Тогда в детстве он слушал старика, и ему тоже хотелось жить вечно. Хотя смерти не осознавалось, как что-то реальное, а дожидаться ее все же не хотелось. И он, да что он, все они мечтали, что Лорин изобретет способ жить вечно и поделится с ними секретом. Ведь они друзья, и они тоже вместе со стариком будут жить, если не всегда, то очень долго. Сейчас Винни думал, что иногда стоит быть поосторожнее в своих желаниях. Жить ему не хотелось не то, что вечно, вовсе не хотелось. Но умереть он теперь не мог. В дверь тихонько постучали. Винни сел на кровать. «Кто?» «Кто?» Недовольно спросил у двери. Хоть они и поселились в деревне в одном доме, видеть он никого не хотел. Дерек, Нана и Мессер понимали это и не совались, во всяком случае, до теперешнего времени. «Это я», — донесся из-за двери голос. Створка скрипнула. Между торцом и косяком появилась щель. В образовавшееся пространство втиснулась черепушка лорда. «Что-то случилось?» Небрежно поинтересовался Винни. «Может быть, разрешишь войти?» Вопросом на вопрос ответил Мессер. Винни махнул рукой и снова завалился на кровать. Лорд вошел, плотно прикрыл за собой дверь и сел на край кровати. В руках у него было два толстенных фолианта в древнем переплете и стесненной кожи. «Пусть я и не чувствую запаха, я уверен, что у тебя вонь в комнате», — посетовал Мессер. «Ты гниешь здесь уже неделю. Тебе это нравится?» «Если ты пришел поучить меня жизни», — фыркнул Винни, «то сперва придумай, как ее можно вернуть или хоть расскажи, как жить дальше». «Ты изменился». Мессер не огорчался и не радовался. Он просто высказывал наблюдение. «Раньше ты был вежливее». Он сказал это между делом, походя, словно и не говорил. Открыл книгу и принялся листать ветхие страницы. «Но Винни задело». «Раньше», — с горечью выдавил он, «я был живым человеком, а теперь я кусок гниющей плоти». «И на этом основании ты решил гнить не только снаружи, но и внутри», — беспечно поинтересовался Мессер. Винни почувствовал, как внутри поднимается злость. «Лорд что, поиздеваться решил?» «Хочет вывести его, чтобы встряхнулся и вышел из состояния апатии?» «Не выйдет». Юноша успокоился так же мгновенно, как и вскипел. «Я устал», — честно признался он. «Мы все устали», — бодро отозвался Мессер. «Но жизнь продолжается. У тебя ведь было время отдохнуть». Винни снова поднялся. Сейчас ему хотелось только, чтобы его оставили в покое, чтобы лорд встал и вышел, и перестал уже доставать его идиотскими разговорами. Но Мессер сидел на краю тахты и с хитрым видом листал странички своей книжки. «Есть способ», — промурлыкал он. «Что?» — не понял Винни. «Есть способ снова стать живым человеком. Шансы реальны, и не только у тебя, у всех нас». Винни подскочил. В глотке сделалось сухо настолько, что в горле запершило и стало трудно говорить. Он встал с кровати и заходил кругами по комнате. «Где ты нашел?» Мессер постучал костлявым пальцем по странице. Винни перестал нарезать нервные круги и посмотрел на книгу. «Там что, есть заклинания? Ты уверен?» «В книге?» — уточнил Мессер. «Нет, в этой книге нет никаких заклинаний. Это библиотечные списки». «У-у-у-у!» — разочарованно протянул Винни. Он вдруг почувствовал себя обманутым. «А вот в этой...» — продолжил Мессер, постукивая пальцем по странице. «В этой есть. Вот смотри. Книга включает в себя все известные заклинания по возвращению жизни мертвому и обращению немертвых. Всего заклинаний собрано 48. Ну, дальше неинтересно. А если это обман? На Винни снова накатывало отрешенное состояние. Как в тот раз, ну, когда ты стал таким, как теперь?» «Нет!» — убежденно покачал головой Мессер. «Книга стоит во втором зале, восьмой стеллаж, полка шесть. Надо только прийти и взять ее». Винни внимательно смотрел на Мессера. «Мы снова идем в Витана». Скелет кивнул. Всю дорогу до болота Винни чувствовал радостное оживление. Ему снова подарили надежду. Не только ему. Он снова сможет стать человеком. И пусть это не вернет ушедших, но по крайней мере даст ему возможность жить и умереть, как подобает человеку, а уж там будем думать, как прожить эту жизнь. Мессер был возбужден до нельзя. Дерек вышагивал так, словно стоял на пороге величайшего открытия. Даже Нана, которой все это касалось весьма косвенно, была радостна, как никогда. Тем убийственнее было разочарование и болезненнее удар судьбы. Бугорок с провалом подземного хода был на месте. И гниющие останки погибших здесь упырей и людей все так же лежали возле входа. Уродливые тела, искореженные смертью. Они словно пытались бежать от нее или побегать с ней на перегонки, только смерть оказалась быстрее и беспощаднее. Хоть и упыри, и люди считали, что кого-кого, а уши их старое с косой не догонит. Проход тоже был на месте. Только что-то неуловимо изменилось в нем. Винни не заметил это, а скорее почувствовал каким-то шестым чувством. Почувствовал издалека. Когда подходили ближе, он внутренне был уже готов к краху, хоть и надеялся, надеялся. Надежды не оправдались. Вход в подземелье не пугал темнотой. Не было там темноты. Вернее, была и даже еще непроницаемей, чем прежде. Но добраться до нее было теперь невозможно. Ступеньки уходили вниз и упирались в каменный завал. Винни стоял придавленный новостью, словно завалили не проход, а его самого замуровали в этом черном тоннеле. Подсуетились маги, констатировал Дерек. Вся радужность настроения слетела с него в одно мгновение. Теперь он был бледен, мрачен. На лице аристократичность мешалась с усталостью. Винни подошел вплотную к завалу, рука уперлась в камни. Огромный, массивный. Даже если попытаться разобрать завал, то тут и один камень проблематично сдвинуть. А их тут сколько? Может быть, маги завалили проход? А может, обрушили все своды, похоронив тоннели? Кто их знает? Говорит, они ведь маги. Для них нет ничего невозможного. Что будем делать? Дерек обращался к Мессеру. Я предполагал, что такое может произойти. Пожал плечами скелет. Винни, до того молчавший, отчаянно саданул ладонью по каменной стене. Но не надо отчаиваться. Есть запасной вариант. Мессер развернулся. Идем. Куда? Нана по собачьей потянула носом. Здесь есть еще один проход? Есть. Но не здесь. Мессер говорил настолько уверенно, что ему хотелось верить. Возвращаемся в деревню. Только он запнулся и пошел к трупам, на которые Винни старался не смотреть. Что только, уточнил вампир. Он не показывал, что ему противно, но мертвые подгнившие тела старательно обходил стороной. А Мессер шел сейчас от одного тела к другому, целенаправленно. При этом останавливался с интересом эскулапа, расчленяющего труп, всматривался в чужую смерть и шел дальше. Словно гулял не по болоту, а по рынку, выбирая товар. Дерек судорожно сглотнул и повернулся к Винни. Кинул беглый взгляд, мол, чего это старик затеял. Винни в ответ только плечами пожал. Искорка надежды в душе снова разгоралась, словно на нее подул благосклонно ветерок. Но поведение старика-скелета оптимизма не добавляло. «Вот он подойдет», возвестил Мессер радостно, зависнув над очередным трупом. «Идите сюда». Винни поглядел на Дерека. Труп, возле которого застыл Мессер, показался знакомым. Винни вгляделся в изуродованное лицо. Взглядом быстро стрельнул в Мессера. Дерека... Нана осталась в стороне. Подойти вплотную, видимо, не решилась. «Это же Петра», пробормотал Дерек. Винни отметил, как дернулся его кадык. «Ага», чуть ли не с радостью отозвался Мессер. «Хорошо сохранился. Лучше, чем другие. Возьмем его с собой». Дерек всхлипнул и закашлялся. Винни почувствовал, что, будь он живым человеком, его стошнило бы прямо здесь. «Зачем?» «Жил, как негодяй, и умер, как негодяй», непонятно объяснил лорд. «Так пусть хоть настоящим трупом что-то хорошее сделает. Берите его и пошли отсюда». Последнее было сказано так, что Винни не решился спорить, хотя касаться мертвого было омерзительно. Рядом засопел Дерек. «Берите, берите», – поторопил Мессер. «Мертвая плоть – необходимый ингредиент, а потом соберите все металлические колы, они тоже понадобятся». Дерек засопел сильнее. Мессер развернулся и пошел прочь, давая понять, что ничего обсуждать не намерен. Винни, превозмогая отвращение, опустился на корточки. Рядом склонился Дерек. «Надеюсь, – шепнул он Винни в самое ухо, – у нашего старика есть веское объяснение этому. Потому что если нет, я ему голову оторву». В отличие от приунывших друзей, лорд был весьма бодр. Для него неудача с подземным ходом была лишь мелкой неприятностью, трудностью из тех, что закаляют. А гнилой труп гнилого упыря и вовсе выглядел чем-то вполне обыденным. Словно Мессер таскал их целыми днями, как хлеб или овощи с базара. А на этот раз решил, что ему лень тащить тяжесть самому и взял помощников. А что такого? Вопреки ожиданиям, мертвый Петра оказался не таким тяжелым и на части не разваливался. Словно его труп не валялся неделю на болоте, а был бережно мумифицирован. То ли место, на котором он свалился, было каким-то странным, то ли заклинание, которое сделало не мертвое мертвым, оказало специфическое воздействие на природные процессы. Тащить труп пришлось не так далеко. На границе вонючего болота и цветущего благоухающего поля лорд кивнул в кусты. Положите его здесь пока. До объяснений Мессер снова не дошел. Он только бодро шагал впереди и выглядел вполне себе счастливым. Он даже радостно раскланялся с парой упырей, попавшихся по дороге. «Вот у кого все хорошо», — думал Винни. «Всегда было хорошо. Может, потому что он маг? Ему ведь по большому счету безразлично, как он выглядит, как живет, что у него есть в жизни, кроме знаний и обрядов. И было ли когда-то что-то большее? В доме Мессер раскрыл одну из своих честно изъятых у магов в библиотеке книг и ткнул в какие-то закорючки, начертанные на незнакомом языке. «Вот!» — гордо возвестил он. «Что бы это значило?» — меланхолично отозвался Дерек. Вампир подставил Нане стул и довольно бесцеремонно плюхнулся на второй. Впрочем, Винни сидеть не хотел, а Мессер был слишком возбужден, чтобы задумываться об удобствах для своего костлявого тела. «Это наш ключ Квитана», — с нескрываемым пафосом поведал лорд и замер, гордо оглядывая своих товарищей. «Еще один библиотечный список». Винни почуял, как разгоревшаяся искорка надежды тлеет в раздумьях. Не то разгореться в пожар, не то вовсе потухнуть. «Нет!» — протянул Мессер. «Это гораздо большее. Это история Витана. Летопись». «Еще совсем недавно Винни вцепился бы в Мессера и не отстал, пока тот не пересказал бы ему все содержимое книги. Теперь она нисколько его не взволновала. Может, интерес к жизни перегорел. А может, он понял что-то более важное. Так или иначе, все секреты Витана были ему сейчас безразличны. «И что она нам дает?» — вяло спросил Дерек. «Ха! Очень многое!» — кивнул Мессер и замер. «И?» — протянул вампир. «Витана был создан магами», — гордо заявил Мессер. «Это я знал даже тогда, когда жил в Витана», — буркнул Винни. «Точно», — согласился Дерек. «Это мы знали и раньше». «Да, но раньше мы не знали, что Витана был создан не просто магами, а некромантами». «Некроманты, маги, какая разница?» — бросил Винни. «Ты прав. Разница не очень велика, но в данном конкретном случае для нас это имеет очень большое значение». «Почему?» — спросил Дерек. «Видите ли, друзья, в отличие от других, более развитых ветвей магии, некромантия не располагает большим арсеналом заклинаний и обрядов. Почти все некроманты пользуются одними и теми же формулами из одного и того же первоисточника — некромудо. Это древний текст, созданный еще до того, как консорциум запретил некромантию как науку». «И что?» — снова буркнул Винни. «А то, что те заклинания, которыми пользуются маги Витана, использую и я. Или вы забыли, что я тоже некромант?» Мессер хитро посмотрел на Винни и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Скажи, как ты вышел из Витана?» Юноша смотрел все еще непонимающе, стараясь уяснить, что от него хотят. «Не знаю», — сказал он наконец. «Хороший ответ», — фыркнул Мессер. «Но ты ведь не знал про потайной ход? Ты просто залез на стену, перелез через нее и...» Винни вспомнил тот далекий вечер из совсем другой, чужой, казалось, жизни. Подзуживающей Санти, охрана с мушкетами, ров с водой, темнота, холод. «Барьер», — протянул Винни. «Я перешел через...» «Браво, мой юный друг!» «Барьер!» «Не только скрывает город, он также вызывает страх, животный, панический ужас. Тебе было страшно не потому, что в тот вечер случилось что-то страшное. Тебя заставлял бояться сам барьер, вернее, то заклинание, что поддерживает его. «Это оно отталкивало тебя, заставляло повернуть назад!» Мессер замолчал. Винни ждал продолжения, Нана задумчиво покусывала губу. «Так что ты предлагаешь?» — спросил, наконец, Дерек. «Идти через болото, наплевав на страх?» «Зачем же?» «Есть более простой путь». «Видите ли, мы, некроманты, люди не очень изобретательные и, как следствие, весьма предсказуемы. Наши заклинания похожи, обряды простые и не требуют слишком много энергии. Изучив все увиденное, я уверен, что знаю то заклинание, что создает и поддерживает барьер. Это стена страха, одно из менее известных наших заклинаний. Большая редкость на большой земле, но только не для меня». Мессер усмехнулся. «Ты знаешь, как оно действует?» — спросил Винни. «Да. А еще я знаю, как его нейтрализовать». Дерек с удивлением уставился на Мессера. Глаза вампира округлились, словно он пытался представить себе масштаб задуманного. Нана заметно нервничала. Винни почувствовал, как искра надежды внутри полыхает буйным пламенем. «Но мне понадобится помощь», продолжил Мессер. «Потому я спрашиваю вас троих, вы готовы пойти на это?» Трое смотрели на лорда, как на взведенное ружье. «Обратить заклинание». «Я согласен», — кинул Дерек. «Обратить заклинание, показать незримый город и покончить с ложью». «Я тоже», — согласилась Нана. «Покончить с ложью, сделать мир, в котором не будет страха перед пустошью и жизнью в городе, похожем на слоеный пирог, где будут земля, лес, море, где не станут растить людей и на убой и не будет разделения на людей и второсортных гнилушек». «Согласен», — кинул Винни. «Завтра вечером», — сказал Мессер. «У меня будет все готово, и мы перевернем мир Витана». «Интересно», — пришло вдруг в голову Винни. «А сам великомудрый лорд о чем думал, готовясь к этому обряду, который на самом деле перевернет мир? О жителях Витана? О возможности вернуть себе человеческий облик? Или старый хитрец просто решил потягаться с великими, сильнейшими магами? Конец главы. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и Мертвое. Мертвый Петра лежал на земле, раскинув руки и ноги, напоминая выброшенную на берег морскую звезду. Глаза мертвяка были закрыты. Поверх век Мессер набросал какой-то травы. Травки, серебряные монетки, птичьи перья и еще какой-то мусор были разложены кучками вокруг тела. Чуть левее крестом в землю были воткнуты колья. Сам Мессер чертил на земле узор. Винни и Дерик отдыхали и было отчего. Прежде чем начать приготовление, старик отмерил круг диаметром в десяток шагов и заставил их выдрать всю траву на этой площади. Причем следил за тщательностью прополки лично и громко ругался, если Винни или вампир пропускали хоть один листочек или корешок. Просеяв землю в круге и убедившись, что там не осталось ничего, кроме земли, Мессер принялся утаптывать площадку. Потом потребовал приволочь труп, раскидал кучки со всяческой ерундой, по которой плакала помойка и стал ползать на карачках по спирали, удаляясь от мертвого Петра и нанося круг за кругом мудреный узор. Винни смотрел на раскинувшегося среди магического узора Петра, вспомнилась их первая встреча. Упырь тогда сперва напугал, а после показался таким славным и дружелюбным, простой дохлый парень из захолустья. Он и в самом деле был для Винни тогда таким. Почему? Может, потому, что хорошо скрывал за улыбкой и шутливым тоном свое гнилое нутро. А может, потому, что был первой и единственной ниточкой, связывающей Винни с новым огромным миром. Миром, который находился словно бы в другом измерении. Потом пришли Дерек, Нана, Лорд Мессер. Скелет вызывал чуть ли не вселенский ужас. Хотя, казалось бы, что в нем страшного? Просто люди чаще судят о других по внешности. Внутрь никто не лезет. Это трудно, неудобно. Да и зачем, когда есть обертка, которая бросается в глаза. Судят по внешности. Если внешность не отличается по манере одеваться, все, кто выглядит иначе, вызывают страх и неприязнь. Все, кто чем-то похож, становятся своими. Человеку нужно долго существовать с другим существом, чтобы понять, насколько он свой или чужой. Потому что человек никогда не заглядывает внутрь, судит поверхностно, а время выворачивает все наизнанку. И пугающий ходячий скелет может оказаться своим, а искренне улыбающийся соотечественник может убить из-под тяжка. Глубже надо смотреть и отталкивать не надо никого. До этой нехитрой истины Винни добирался так долго, а дошел так быстро. Многие всю жизнь живут и этого не понимают. От этой мысли в душе появилась гордость, а следом пришел стыд. Чем тут гордиться? Да и вообще, чем он может гордиться? Что он сделал в своей жизни? Рабочий, который всю жизнь вертит ворот подъемников, в Витана, сделал больше полезного. А он, Винни Лу По, хоть и прошел через всевозможные приключения, но ничего так и не сделал. Он сам не принимал решений. Либо плыл по течению, как брошенная в ручей щепка, либо разрывался между несколькими целями. Пытался бежать сразу за двумя зайцами, а в результате оставался ни с чем. Теперь будет иначе, решил он. Теперь он будет выбирать одну цель, пусть небольшую, пусть кратковременную, но одну, и двигаться к ней. Вот сейчас цель не спасение мира и не война с магами. Сейчас цель мала. Она стоит на полке, на каком-то там стеллаже во втором зале библиотеки гильдии. Но какая великая сила в этой крохотной цели. Стоит только добраться до нее, и тут же возникнут новые цели и новый выбор, который придется делать ему, но это потом. На приготовление ушло несколько часов. Винни все это время сидел возле кустов на поваленном дереве и смотрел не то на Мессера, рисующего свои закорючки, не то сквозь него. Скучающий Дерек пару раз пытался заговорить с ним, но Винни отвечал не в попад, и вампир, оставив попытки, ушел вместе с Наной прогуляться по лугу. Вернулись вампир с девушкой уже в сумерках. Вечернее небо затянуло низкими тучами цвета свинца, где-то вдали ракотало, урчало, словно собиралась гроза. Мессер с трудом поднялся на ноги и окинул взглядом свои художества. Круг с трупом в центре впечатлял. На подошедших Нану и Дерека он бросил скользящий взгляд. «А, это вы, как раз вовремя!» «А я думал», улыбнулся вампир, «что все страшные заклинания творят под покровом ночи». Он шутил, но за наигранной непринужденностью чувствовалось глубокое напряжение. «Сумерки, время силы», непонятно сказал он. «Идите сюда». Первым подошел Дерек. Старик взял его за плечи и подтолкнул на свободное от символов и непонятных предметов место. Следующей стала Нана. Винни заметил, что места в круге распределены таким образом, что каждая находится на луче, идущем к центру странной композиции. Соединяя эти лучи, по центру круга распластался мертвый упырь. Петра опять с нами, не к месту пронеслось в голове, хоть и в таком странном качестве. Видно, это судьба. Мессер поманил Винни пальцем. Жест вышел неприятным, или только юноше так показалось, ноги налились свинцом. Он шагнул к магу, тот крепко взял за плечи, оказавшись за спиной, толкнул вперед. Винни почувствовал себя так, словно бы он заскользил по лучу. В какое-то мгновение показалось, что не сможет остановиться, наткнется на лежащий в центре труп и повалится, но скольжение закончилось так же неожиданно, как и началось. Само собой. Юноша обнаружил, что стоит на луче рядом с левой рукой Петра. Мертвая рука словно бы указывала на него. От этого делалось не по себе. Как будто кто-то из мира мертвых тыкал в него пальцем, то ли пытаясь сказать «ты следующий», то ли насылая какое-то неведомое проклятие. Он поспешно отвел взгляд от мертвой руки. Дерек стоял возле правой ноги трупа, Нана возле левой, Мессер занял оставшееся место, на него указывала правая рука. Скелет замер, как когда-то на заброшенной железной дороге, как замирал и после. Словно отключаясь от реальности и перенося себя, свое существо, в какое-то другое пространство, оставляя миру лишь собственные кости. В небе заворчало, заворочалось, гром еще не гремел, он словно бы предупреждал, что будет буря, что у несчастных, гуляющих по земле и заботящихся о всякой ерунде, о которой и думать-то глупо, есть еще шанс сбежать, спрятаться. Дождь будет. Голос Дерека прозвучал с той стороны круга неуместно, словно из другого мира. Никто не ответил. Только Мессер вдруг качнулся и загундил что-то на одной ноте. Винни замер, чувствуя, что не в силах пошевелиться. Он видел теперь только труп в центре связанного из непонятных символов круга и Мессера. Маг раскачивался из стороны в сторону, где-то на самом краю бокового зрения. Голос Мессера вибрировал, теряя человеческое звучание. Казалось, вместо скелета сейчас завывает стихия. Небо темнело, поднявшийся ветер рвал одежду на мертвом теле упыря, словно хотел раздеть его зачем-то. где-то полыхнуло, зарокотало совсем близко. Винни стоял, не имея возможности пошевелить ни рукой, ни ногой. Он чувствовал, что даже голову не в состоянии повернуть. Забарабанил тощи. Стало мокро. Но это отчего-то не тронуло. Не было желания спрятаться от дождя, бежать куда-то. Вода, льющаяся с неба, не вызывала приятных ощущений, впрочем, и неприятных не вызывала. Она просто была. Как просто был лук и круг земли в десяток шагов в диаметре, и труп с прилипшей от дождя одеждой. Просто был Дерек, просто была Нана, просто был Мессер, раскачивающийся как маятник, и воющий как дождь, и ветер, и гром, словно бы разговаривающий со стихией. Просто был он, Винни Лупо. И они вчетвером были сейчас где-то и зачем-то единым целым. Что они делали? Зачем? Винни почувствовал себя ключом. Ключом, который достают, вытягивают из связки, вставляют в замок. Зачем? Кто вставляет? Что открывает? Все эти вопросы не волновали, Винни, не волновали ключ. Они были, но существовали сами по себе. Все, что было сейчас важно, чтобы бороздки на ключе совпали с хитрым нутром замка, и они совпали. Они не могли не совпасть. В этом тоже была закономерность. и она тоже была простой, понятной и недоступной для понимания, как все в этом мире. Голос Мессера достиг такой высоты, которую не способен воспроизвести человеческий голос. Маг словно бы пел сейчас оду грозе. Сумерки, время силы ушли. Винни не заметил, как сделалось совсем темно. Над головой громыхало. Земля осветилась каким-то первозданным светом. Вязь непонятных рисунков провалилась черными червями в землю. Над головой полосовали молнии. Маг это устроил или просто была гроза, это тоже было не важно. Только бороздки на ключе, ложащиеся на свои места внутри замка, только легкий щелчок отпирающегося чего-то. Мессер замолчал. В то же мгновение небо раскололось пополам, прямо над головой. Весь мир содрогнулся от грохота, словно переворачиваясь, меняясь раз и навсегда. Винни до судороги захотел заткнуть уши, чтобы не слышать больше ни голоса мага, ни звуков грозы. Но руки не слушались, и он зажмурил глаза, словно это могло что-то изменить. Зажмурил Когда он открыл глаза, странные ощущения пропали. Было мокро, дождь заливал глаза, противно плевал в лицо. Рядом стояли мокрый вампир, мокрая девушка и мокрый маг. Между ними на размокшей земле лежал вымокший труп. Взбесившаяся вода смывала расползающиеся остатки магического круга. Гроза ушла в сторону. Молнии еще поблескивали, но уже далеко. Гром не гремел, а ворчал, как обиженный старик тихонько себе под нос. Винни огляделся. Было почти совсем темно. У них получилось. Не могло не получиться. Он быстро, повинуясь какому-то судорожному порыву, оглянулся назад на болото и замер. В темноте корявыми ветвями топорщились мертвые облезшие кусты и кряжистые деревья. По болоту серой пеленой шел дождь. Глубже клубилось что-то древнее, невероятно мощное. И там, среди этого клубящегося тумана, жил страх. Животный. Панический. Первозданный ужас. Тот, что заставляет бежать без оглядки. Тот самый, от которого он должен был бежать в Витана, но там стреляли. И, перепрыгнув через этот кошмар тогда, он побежал от него в другую сторону, во внешний мир. И сейчас этот ужас был жив. Вин не чувствовал его неожиданно остро. А вот Витана не чувствовал. И не видел. Ничего не получилось, пробормотал юноша. Дерек и Нана стояли молча, переводили взгляды с него на Мессера и обратно. Маг стоял, словно мешком ударенный, пытался прийти в себя. А может, терзался той же мыслью, что юноша произнес вслух. У тебя ничего не получилось. Вин не почувствовал, как дрожит голос. Не только голос. Все внутри трясется, как лист осины. Вин не. Голос мага прервался. Он едва стоял на ногах и говорить не мог. Или ему просто нечего было сказать. У тебя ничего не получилось. Закричал вдруг Вин, не понимая, что уже не может сдержаться. У нас ничего не вышло. Все было напрасно. Вообще все. Мессер молчал. Молчали потрясенные Дерек и Нана. И что теперь? Попробуем еще раз, начал вампир. Но юноша не стал слушать. Что теперь? Я скажу вам, скажу. Ты. Он повернулся к Дереку. Отправляйся в свой лупа-нопа. Ищи там формулу своего зелья и надейся, что кровососы откажутся лакать человеческую кровь. Может быть, найдется еще один сумасшедший, который захочет пить отвар из мышиных хвостов вместо теплой человеческой крови. Надейся. Надейся, что обманешь природу. Что сможешь сделать из кровопийцы человека. Винни. В голосе Наны звучала боль. Что? Хочешь знать, что делать тебе? Иди, поищи бродячую труппу для бездомных собак. Может, там тебе найдется место. В конце концов, каждая значимая труппа начинала с чего-то мелкого. А потом, когда вы станете чем-то значительным, может быть, даже откроете свой театр. Вы станете, как и все, надувать щеки. И когда-нибудь к тебе придет девочка, которая захочет стать актрисой. А ты посмотришь на нее, как на человека другого мира. Как на что-то второсортное. И выставишь ее вон. И не вспомнишь, как сама была такой девочкой. Потому что никто об этом не помнит потом, заблудившись в престиже и пафосе. А ты... Винни повернулся к Мессеру. Ты... Взгляд его был совсем безумным. Дождь хлистал по лицу, но ему было не смыть этого безумия. Ты можешь идти куда-то. Или оставаться здесь. Какая разница, где пытаться оживлять мертвичину. Можешь потренироваться на нем. Винни кивнул на лежащего на земле Петра. Под телом собиралась вода. Так что мертвый упырь лежал теперь в луже. А я... Закончил он совершенно потерянно. Буду жить в деревне. Долго. Всегда. И целую вечность стану торговать мертвичиной. Иногда она валяется по болотам. Я теперь знаю, откуда она там берется. Но это не важно. Какая разница, откуда. Главное, навар. Нана сделала шаг вперед. Что ты говоришь? Послушай себя. Я говорю. Что может сказать тебе мертвяк? В моих жилах черная гниль. Холодная, как вода в болоте. Мое сердце давно уже не бьется. Что я еще могу тебе сказать? Нана замерла. Дерек попытался подойти ближе. Но Винни резко отпрыгнул в сторону. Винни позвал вампир. Юноша резко мотнул головой, посмотрел на сидящего рядом лорда. «Почему ты оживил меня?» Спросил тихо. «Зачем? Почему вы, несчастные колдуны, пытаетесь лезть туда, куда вас не просят?» «Скажи мне, зачем пытаться дать вечную жизнь, когда способен подарить лишь вечные страдания?» Мессер молчал. Винни развернулся и побежал прочь. «Я думал, что ты что-то понял», — догнал его тихий голос мага. Винни не обернулся. Зашагал быстрее. «Винни!» — окликнули сзади. Он побежал от этого оклика. Не хотел больше ничего видеть и слышать. Вообще ничего. И ни о чем думать, только бежать от всего этого. «Винни!» — закрыться и смириться. Он упырь, дохлый парень из-за холустья. Юноша отвернул от болота и помчался вперед. В темноту, в дождь. Хлестали крупные капли. Хлестали мокрые ветки. Потом стало сухо, но по-прежнему было темно. Винни ощутил, что он дома. Эта гнилая деревня, полная упырей, — его дом. Он повернул. Скрипнула дверь. Хлопнула за спиной. Его комната. Сюда теперь точно никто не войдет. Не войдет. Винни судорожно дернул задвижку. Не включая света, дернулся в сторону. Комод. Руки уперлись в деревянную стенку. Тяжелый комод заскрипел по полу, придвигаясь к двери, подпирая ее. Ты сошел с ума, — сказал кто-то внутри. Ну и пусть, — буркнул Винни. Завтра тебе станет стыдно, — предупредил внутренний голос. Ну и пусть, — упрямо повторил он. А может, и не будет. Он упырь. Упырем быть легче легкого. Даже у Петра получалось. Винни плюхнулся на кровать и закрыл глаза. Снаружи хлопнула входная дверь. Шум, шаги, голоса. Винни! В дверь постучали. В пустошь вас всех! Винни! Он дернул из-под головы подушку и положил на лицо. Будь он живой, этим бы все и кончилось. Винни представил, как подушка, навалившись на лицо, перекрывает кислород, не дает дышать. Как дыхание захлебывается, как останавливается сердце, а сам он проваливается в вечную тьму. Где, может быть, ждут мама и Митрик. А может, только вечный покой. Как перестали барабанить в дверь и звать по имени, он не услышал. Винни открыл глаза, но ничего не изменилось. Темнота. Он вспомнил про подушку, дернул судорожно. В глаза ударил солнечный свет. Утро. Юноша поднялся с кровати. Внутри бегали отголоски вчерашней опустошенности и чувство стыда, которое кто-то обещал. Кто? Винни тряхнул головой и пошел к двери. Вспомнил про подпирающий ее комод. Предмет мебелировки оказался на удивление тяжелым. Чтобы отодвинуть его от двери, пришлось изрядно повозиться. В доме было тихо и пусто. Винни позвал, но никто не ответил. Ушли? Винни обдало жаром при одной мысли о том, как он вчера обидел своих друзей. Ушли. Он позвал снова, обошел весь дом, зазывая каждого по имени. Тишина. Никого. Входная дверь оказалась слегка приоткрытой. Почувствовав, что случилось что-то непоправимое, он бросился на улицу. Конец главы Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф Редактор субтитров А.Семкин Мечта букиниста представляет Михаил Костин, Алексей Гравицкий Живое и мертвое Деревня была мертва Не так, как раньше. Если прежде в ней жили мертвецы, То теперь не было ни единой души вовсе, ни живой, ни мертвой. Напрасно Винни звал. В ответ только ветер скрипел воротами рынка, которые так и остались распахнутыми. Что случилось? Если он обидел друзей, то почему ушли все остальные, или не ушли? Тогда куда делись? Опустошенный, он сел на землю возле рыночных ворот. Что теперь? Куда дальше? В памяти стали всплывать разрозненные куски его путешествия, дикого, невероятного. С того самого дня, как он поспорил с избалованным сыном советника Санти. Тот привык получать все, а Винни... Винни просто напился тогда и бравировал, глупо выпендривался перед девчонкой. Если бы не эта глупая бравада одного и не избалованность другого, ничего бы не было. Дурацким спором они обрекли на смерть Митрика, и отца Санти, и мать Винни, да и самого Винни, наконец. Только в отличие от всех других, Винни Лупо почему-то не умер. Он остался жить и жил в мире, который раздвинул для него свои границы. А теперь будет еще неведомо сколько жить в мире, который изменился. Как изменился? Кто знает, но изменился. Иначе бы он никогда не остался один. Винни вспомнил ощущение, охватившее его во время обряда. Он был ключом к новому миру, или ключом от старого. Видимо, заклинания Мессера все же подействовали, и сделали что-то с его друзьями и с жителями Бона Нуна. И с самим Мессером тоже. Вот только Винни они почему-то пощадили и оставили. Наверное, в наказание за то, что он сделал, с собой, с другими, со всем миром. Но ведь он не хотел этого. Он не думал об этом. Он вообще не думал. Просто плыл по течению, как брошенная в реку щепка. И куда приплыл? И почему наказан только он, хотя? Может быть, где-то остался еще один юноша, сын советника по имени Санти, который теперь, должно быть, задается такими же вопросами. Может быть, во всем мире остались только они вдвоем. Винни поднялся на ноги и зашагал прочь от деревеньки. Надо найти его. Обязательно найти. Вернуться в Витаны, через болото, через барьеры, страх или еще как-то вернуться и найти его. Найти, чтобы спросить, стоил ли тот спор всего, что случилось. Идея так захватила полыхающие горечью, отчаянием и раскаянием остатки разума, что Винни ускорил шаг. А вскоре и вовсе перешел на бег. Добравшись до края долины, стал карабкаться вверх по склону, спотыкаясь, падая и срывая ногти. Мессер говорил, что человек не тот, кто живет в человечьем обличье. Человеком живое существо делает то, что незримо живет у него внутри. Можно быть мертвым и оставаться человеком, а можно жить человеком и быть при этом гнилым упырем. Дорожка бежала через лес быстрее Винни, и он пытался догнать и обогнать ее. По обе стороны мелькали деревья, сливаясь в пестро-зеленую рябь. Такой же пестрой рябью скакали мысли. Вот он, Винни-Лупо, кто он? Человек? Или только готовится им стать? А может, был им когда-то, но растерял все человеческое, как те маги, что основали витаны и растили в нем людей, как коров на убой. Может быть, он растерял все человеческое, что в нем было и никогда уже не будет человеком. Во всяком случае, вчера вечером он вел себя, как упырь. Кто он? За что отвечает? Как ему жить дальше? Тот мир обмана и лжи, мир насилия и предательства был мерзок, хотя и в нем можно было жить счастливо, не зная правды, не подозревая о ней. Наверное, тот мир в самом деле стоило разрушить, но что взамен, что теперь, что дальше? Деревья раступились, лес остался позади. Винни остановился, как вкопанный, сбив дыхание не то от долгого бега, не то от представшего перед глазами зрелища. Ноги подкосились. В груди что-то сдавило, словно бы сердце его снова стало живым. На поляне, перед чахлыми кустами, в которых пряталось болото, были все. Здесь были жители Буна-Нона и жители других деревень, расположившихся по соседству. Здесь толпились упыри и оборотни, которых Винни давно научился отличать от обычных людей. Здесь были знакомые и незнакомые, их было столько, что ступить казалось некуда, и все они медленно стягивались к болоту. А там, за кустами, над болотом, в клубящемся тающем тумане поднимался великий город Витана. На ватных ногах Винни медленно двинулся сквозь гудящую толпу. Кто-то узнавал его, приветствовал, о чем-то спрашивал, Винни не слышал. Страхи отступили. Стыд прошел. И страх, и стыд теперь ощущались, как что-то застарелое, хотя еще пять минут назад полыхали внутри буйным пламенем. Теперь он чувствовал их глухой отголосок, будто за какую-то древнюю провинность, совершенную в далеком детстве. Голова была занята теперь совсем другим. У них получилось. Глупо было предположить, что ничего не вышло. Нелепо было считать, что не осталось никого, кроме него и Санти. Остались все. И у них получилось. Только вопросов это не снимает, что дальше. Если Витана видит он и видят те, кто стоит рядом, то о городе вскоре узнает весь остров, а значит узнают и власти Лупа-Нопа. И тогда гильдия не сможет больше скрывать свои владения. Теперь Винни знал, магам гильдии конец. А для жителей великого города наступит новая жизнь в мире, где есть леса, поля и море, и большая земля. В мире, не спрятанном за волшебным туманом, который ограждает от якобы страшной, но на самом деле совсем не опасной пустоши, в мире огромном и безграничном. Но смогут ли они жить в этом мире? Смогут ли жители этого мира вернуться к жизни? И сможет ли он, Винни Лупо, снова стать живым? Винни вздрогнул. Только бы до хранилища гильдии добраться, и всем будет счастье. Мир изменится. Видишь, а ты сомневался. Голос мага излучал радость. Мессер стоял в двух шагах от Винни и улыбался. Вернее, Винни подумал, что лорд мог бы улыбаться. Скелет явно не держал зла за вчерашнее. Идем. Маг был настроен решительно. Идем. Медлить нельзя. Нам еще нужно стать людьми. Ты, я, Дерек, мы все снова станем человеками. В голосе старого скелета звучал триумф. Мы все станем человеками. Мы все ворвемся и сметем магов и совет. Они заслужили. Те, кто относился к людям, как к кроликам. Те, кто разводил их на продажу, на мясо, не достоин жить. Но маги не сдадутся просто так. Они будут защищать останки той власти, которой у них уже нет. И жители Витана, которые ничего не знают, тоже. Потому что для них это не дорога в новый счастливый мир. Для них это атака пустоши. Винни представил, что произойдет в ближайшие часы и содрогнулся. В голове помутилось. «Ты станешь человеком!» Бодро повторил Мессер. «Ну же, идем!» Но Винни не мог идти. Ноги подкосились, и он медленно опустился на землю. Мир расплылся. Юноша с удивлением понял, что плачет. Он попытался смахнуть слезы, но те продолжали бежать. Молчаливые, настоящие. Таких живых слез не может быть у упыря. Мессер с удивлением посмотрел на юношу. «Ты чего?» Винни молча мотнул головой, как лошадь. «Ты помнишь, что ты говорил?» Спросил он сквозь слезы сорванным голосом. «Что?» «Ну, про то, что значит быть человеком?» Мессер замер. Пустые глазницы озадаченно уставились на Винни. «Я понял», пробормотал тот. «Я только теперь понял. Это очень трудно, невероятно трудно. И я боюсь, боюсь им быть, Мессер. Боюсь, потому что не знаю, получится ли». А слезы все текли, текли, заволакивая мир мутной пеленой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»